Дэвид Айк Хорошая публика сегодня Надо же Когда-то я читал лекции в помещениях размером с телефонную будку Еще оставалось место, где размяться С тех пор произошло много удивительного И в первую очередь хотел бы поблагодарить Линду за то, что эта встреча с вами состоялась А также Шона и всю команду И боже мой, уже 20 лет прошло с тех пор, как у меня сорвало крышу 20 лет подряд Я надеюсь, всегда старался дать людям понять Что если ты веришь во что-то Если ты продолжаешь идти вперед Не пытаясь защищаться или чувствовать себя виноватым Не думая, как тебя воспринимают остальные Поскольку ты говоришь нечто отличающееся от того, как думают другие Если ты продолжаешь идти вперед Ты достигаешь чего-то Если ты останавливаешься, все останавливается Если мы верим в то, что говорим И этому есть основание Это станет в конце концов очевидным Но данный процесс идет как надо При условии продолжения движения и понимания того, что Чтобы люди не говорили о тебе все эти 20 лет, завтра они будут говорить что-то еще Потому что все равно, что они говорят сегодня, какое бы сегодня ни было Потому что Страх того, как тебя воспринимают другие Это образ мышления, мешающий людям менять положение вещей Потому что изменить что-то в мире Однообразие Можно лишь действуя Вне пределов однообразия Что обязательно вызовет насмешки и осуждения Нам нужно так хотеть перемен Чтобы мы снова брались за дело, говоря «Да пофиг!» Или нам конец А значит, что ничего не изменится И когда я оглядываюсь на эти 20 лет Я очень хорошо понимаю Что моя жизнь похожа на происходящее со всеми нами Ты приходишь в этот мир С тобой происходит много всякого и разного И кажется, будто это все случайные события Не связанные между собой Ну сейчас происходит это, потом бывает вот это Сегодня случилось вот это Но оглянувшись Видишь все словно путешествие от одной точки к другой Изумительно синхронные события Ведущие нас в неком определенном направлении Если мы готовы идти вперед Если мы не идем вперед, мы бежим на месте Как это делает большая часть человечества Поскольку система устроена таким образом Так что, когда я оглядываюсь на различные моменты своей жизни Я вижу цепочку событий, которые привели к тому, кем я являюсь сейчас Я имею в виду, вот каким я был, когда я пришел в этот мир Я был зверски счастлив оказаться здесь Мам, земля такое хреновое место, я хочу домой Вот так я себя чувствовал, когда был ребенком Но потом моя жизнь изменилась Я стал профессиональным футболистом Вы видели эти зубы? Когда я вижу эту фотку, я вижу только зубы Последний раз я видел столь выдающиеся зубы, когда они побеждали в национальных скачках Но футбольная сторона моей жизни Что выглядела как Я очень хочу быть футболистом На самом деле, поскольку я закончил профессиональную карьеру с диагнозом ревматический артрит Не рекомендую, кстати говоря Помогла мне развить в себе Иначе нельзя было Железную волю продолжать свое дело Несмотря ни на что И знаете, это пригодилось мне несколько лет спустя После этого я попал на телевидение Что за поза, гляньте на него Прям, не знаю, знатной кудри, а? Спасибо Давненько на меня не было такой реакции Если это вообще не в первый раз Это показало мне, что такое СМИ изнутри Дерьмо А также сделало меня известным Последствия чего позже привели к вещам, о которых я еще упомяну Хотя тогда я предпочитал, чтобы это упоминалось пореже Потом я пошел в политику В так называемую партию зеленых И я увидел политику изнутри Насколько это всего лишь игра Какое значение в ней придается человеческой жизни Как люди, что лезли друг на друга с кулаками на публике Вели себя за кулисами совершенно иначе И вдруг Бац! 1990-й год Около года перед 1990-м, когда я еще состоял в партии зеленых, я ощущал какое-то присутствие вокруг себя Даже если оставался в комнате один Особенно, когда оставался один Я чувствовал, словно рядом кто-то есть Это ощущение преследовало меня примерно около года Становясь все более и более сильным Более и более осязаемым Говоря коротко, в моих книгах я об этом рассказывал После серии синхронных случайных событий Я попал к экстрасенсу До этого ни одного в жизни не видывал И я просто С чего бы начать Пожаловался на артрит в руках И это было правдой Но по-настоящему я хотел узнать Уловит ли она то, что происходит со мной или нет И я пришел еще пару раз Все по поводу рук Все замечательно Бетти Шайн, чудесная женщина И вот на третий раз она выдает Уф, вот это сила Говорит, надо взглянуть на него с закрытыми глазами И вот в 1990-м началась вся эта суета А я в это время комментирую футбол Ну, работаю себе на BBC И тут началась вся эта штука Обо мне узнает весь мир Я открою великие тайны Во-первых, о зловещей тени, нависшей над планетой Я должен рассказать об этом Я должен рассказать об этом Что в тот момент, когда я еле помещался На этой малюсенькой скамеечке В кабинете экстрасенса Звучало полнейшим бредом Но события развивались И развивались Стремительно после этого И моя жизнь начала меняться Я стал натыкаться На информацию Которая явно толкала меня В определенном направлении И тут В том же году Или сразу после него В 1991-м Я полетел в Перу Подчиняясь внезапному порыву И это привело меня к исключительному опыту Пережитому на горе в Перу Рядом с этим местом Это Сильюстани Недалеко от места под названием Пуна В Южном Перу Где-то там, за краем снимка На этой горе Когда энергия врывалась Через макушку на моей голове И меня трясло, словно я влез в электрощит Примерно около часа И после этого Все изменилось Словно в моей голове Прорвало дамбу И после этого Вдруг идеи, информация Образы Широким потоком Полились В мой разум И тогда Если бы вы спросили меня На какой планете я нахожусь Мне определенно пришлось бы Уточнить этот момент И эти три месяца Когда все начиналось То, что я называю Своим бирюзовым периодом Когда я походил на компьютер Которому дали слишком много задач одновременно И он окончательно завис Как бы говоря Я не могу обработать файлы Спасибо за внимание Я вырубаюсь Вот что происходило со мной В эти три месяца А потом Все как-то встало На свои места И люди подходили ко мне на улице После всех тех насмешек Слушайте, вы так похожи на одному человека Мне казалось, говорили, что вы сумасшедший Что ж, возможно Я похож на парня, которого вы когда-то знали Но с ума у меня все в порядке Я всего лишь смотрел на мир Под совершенно другим углом И задавал большие вопросы Кто мы такие? Где мы находимся? Почему мир такой, какой он есть? И с того момента Словно кто-то начал передавать мне кусочки Головоломки Вовремя и к месту До невероятности Один из Если хотите Психических контактов Произошедших при участии Бет и Шайн Сообщал в 1990 Случится так, что он заговорит И удивится, откуда взял такое И это будет нашими словами В другой раз было сказано Знания мы вложим в его разум В другое время К знанию укажут ему путь Все, что я могу сказать После 20 лет Подобного опыта С того момента Это то, что Как в знаменитой рекламе в Британии Все будет в точности Как написано на банке И именно так с тех пор и происходило Именно так информация Для всех моих книг и лекций И пришла В следующий раз было сказано В ревностном поиске нет необходимости Путь уже обозначен Ты должен просто подбирать ключи Опять Происходит то Что написано на банке Именно так и было Этот процесс включает в себя Озарение А затем поток информации От пяти чувств Даты, места, документы Люди появляются Поддерживая это озарение Вот что раскрывалось В течение 20 лет Вот откуда информация Пришла в книге Это было словно Какие-то силы Передавали мне кусочки головоломки В порядке Наилучшим для их понимания Когда головоломка Начинает складываться Мир выглядит Очень, очень По-другому Когда начинаешь Соединять точки между собой Все это потому, что система Хочет заставить общество И отдельного человека Фокусировать свое внимание На точках Для каждого своих Религии Семье Работе Любимой футбольной команде Да на чем угодно И нет ничего зазорного В том, чтобы фокусироваться На чем-либо Пока ты не забываешь О боковом зрении И видишь, как твой фокус Связан с прочими Вещами и событиями Вот этого система не хочет Она жаждет этого Фокусировки И отсутствие бокового зрения Так что пока ты Пытаешься бродить По лабиринту Под названием жизнь Система контроля Построена на бесконечных Подвохах В попытках отвлечь внимание Дабы оградить нас От понимания реальности Которая может освободить нас Именно об этом я хочу поговорить Сегодня в первой части Идея в том, чтобы постоянно Сбивать человечество С толку Как следствие Мы не знаем, где мы находимся Кто мы такие Даже Не знаем, что такое реальность Но когда соединяешь точки Настолько многие из них Как мы увидим сегодня Не имеют на первый взгляд Никакой связи с остальными Когда точки соединяются Загорается свет И картина проясняется Вот что я собираюсь делать сегодня Я не могу бесконечно добавлять детали Делающие более очевидным То, о чем я говорю Все это в книгах Для того они и написаны Поскольку даже Долгого, долгого Сегодняшнего дня Всех этих часов Что я буду говорить Едва будет достаточно Чтобы соединить Отдельные точки И показать, как они связаны воедино Это покажет мир В котором мы живем Феноменально отличающимся от того Который нам втюхивают От колыбели до могилы Когда соединяешь точки В гостиной появляется слон Соединяешь достаточно точек И на тебе Слон очевидный до неприличия Но пока точки разрознены Слона нет Ты его просто не видишь И этот самый слон В гостиной Это существующий Многоуровневый заговор И он многоуровневый Для того, чтобы поработить Человечество в обществе Похожим на глобальный Концентрационный лагерь Хитрость в том Чтобы заставить рабов Считать себя свободными Поскольку в этом случае Они не начнут беспокоиться О своем рабстве С другой стороны Заговор приближается И приближается К конечной цели Становясь все более очевидным Когда я начинал Это путешествие 20 лет назад Первые несколько лет Информация приходила ко мне Как я люблю говорить С невероятной синхронностью Я встречал людей Находил документы Натыкался на информацию Получал какой-то новый опыт Эти несколько первых лет Были тем, что я называю Уровнем пяти чувств Этого заговора Банковские аферы Полицейское государство Оройловский надзор Атака большого фармацевтического Картеля на человеческое тело Иммунную систему человека Провоцируемые войны А затем, спустя какое-то время Продвигаясь сквозь этот поток Просто следуя ключам Как это было сказано В самом начале Я наткнулся на некую связь Рептилий С династиями Управляющими Нашей реальностью И вот важнейшая часть пути Где-то между 2002 и 2003 годами Когда эта синхронность Начала подводить меня Природе самой реальности И пока мы не уясним Целый список тем Показывающих Что представляет собой Иллюзия В которой мы живем Мы не сможем понять Ничего о мире Каков он есть И о том Как работает Система контроля И затем В прошлом году Данная синхронность событий Эти кусочки головоломки Завели меня По крайней мере Для многих людей Я понимаю это В самую удивительную область Где луна Совсем не то Что мы думаем Представьте себе Если уж пришли сюда Сегодня Всю странность происходящего Прошло всего Несколько минут А ваши глаза Уже округляются Билл Он что только что Сказал рептилий Да ну брось Сказал я Сам слышал Смешно Что ж Мы будем сегодня обсуждать Некоторые странные вещи Особенно во второй части Более странные Чем первая часть Мы действительно лунатики По причинам Которым Я еще вернусь Так вот Мы сейчас стоим У развилки на дороге Когда мы можем Пойти в одну сторону И испытать Чувство свободы Исключительно Отличающиеся от того Что мы понимаем Под этим словом Сегодня Пойдем в другую Куда ведет нас Система И направимся К Оруэлловскому Мировому фашистскому Государству Это происходит Прямо сейчас Когда я об этом говорю Этот выбор Эта развилка На дороге Требует от нас Либо вернуться в сознание Поскольку большая часть Человечества дремлет Ее постоянно усыпляют Либо Пойти за системой контроля И стать не больше Чем клоном Компьютерным терминалом В системе контроля Безжалостной системе контроля Выбор между этим Что не так уж и далеко За горизонтом Если мы позволим это И вот этим Давай проходи Куда? Свобода На уровне Который Как я говорю Мы даже не можем Попытаться Себе представить Воспринимая С позиция сознания Что мы имели до сих пор Которая может Видеть всего лишь Мизерную часть того Чем является Свобода на самом деле Даже когда мы Серьез рассуждаем о ней И мы можем вырваться из этой ситуации, мы можем вырваться из путаницы этой вибрационной тюрьмы, куда нас замуровали. Но чтобы осилить это, как я сказал в начале, мы должны перестать делать то, что завело нас туда. А именно подчинение правилам этого мира в том виде, каким нам его подают. Перестать быть в стаде. Перестать жить в коробке, потому что существует другой путь. А если мы не пойдем другим путем, и я не говорю вот этим путем, перед нами все возможности. Если мы не пойдем другим путем относительно того, по которому нас так далеко завели, как может что-либо измениться? Не может. Если ты всегда, всегда делаешь то, что всегда делал, ты всегда будешь получать то, что всегда получал. Все просто. И мы все не должны быть одинаковыми. Вы можете смотреть в другую сторону. Вы не должны быть безликим субъектом в безликой толпе. Это не обязательно. Выражайте свою уникальность. Вы не должны делать то, что делают все остальные, только потому, что они это делают, просто боясь выделиться. А иногда бывает, что выбирая возможность отличаться, мы сохраняем себе немало нервов. И сохраним еще в течение нескольких последующих лет. Вы не должны плыть по течению. Можно плыть в другую сторону. Это возможно. Ты был рожден уникальным. Не умирай копией. Но ведь так много людей поступают именно так. Всего лишь потому, что боятся быть не такими, как все. Всего лишь потому, что над ними могут посмеяться. Истина не перестает быть таковой, в зависимости от того, верит в нее большинство людей или нет. Все это знают, парень. Все знают, что это чушь. Что ж, я не знаю, что это чушь. Это первый урок, с которого должен начать каждый. Как сказал Ганди. Даже если ты остался совсем один, правда остается правдой. Большинство всегда ошибается. Боже мой, история уже не раз подтверждала это. А вот стадион, на котором идет игра. Человеческий разум. Невозможно контролировать миллиарды людей физически. На небольших территориях, да, с вашими этими танками, проклятыми электрошокерами, тейзерами и прочей дрянью. Но вы не можете делать это семью миллиардами. Вам придется контролировать то, как они воспринимают самих себя и мир, в котором живут, а следовательно через восприятие заставить их вести себя так, как вы хотите, чтобы они себя вели. Поэтому, если мы собрались идти этим путем к свободе, в первую очередь, нам необходимо освободить наш разум от запрограммированности нашей жизни. Освободить наш разум от верований, которые нам программировали в школах, как истину, буквально обо всем. Школы существуют не для того, чтобы просвещать, а не для того, чтобы программировать в нас определенное восприятие реальности, которое мы несем через всю свою жизнь, оставаясь маленькими доброжелательными рабами. Восприятие основано на заданном понимании себя самого и окружающего мира. Освободить наш разум от развлекательных программ и прочей чепухи. Вроде, эй, дорогая, она продолжает преследовать автомобиль, быстрее, иди смотри. А пока мы продолжаем пялиться в ящик у себя дома, миром успешно управляют. Освободить наш разум от убежденности, что основные СМИ заинтересованы говорить людям правду о том, что происходит в мире. Они делают совершенно противоположное. Они рассказывают нам ту версию реальности, которая устраивает систему контроля, дабы мы реагировали и отвечали на вопросы правильным образом. Освободить свой разум от фальшивых людей-перемен. Он уже не является политиком, участвующим в президентской гонке, и что-то теперь не слышно, что он его подчиненный за перемены. Перемены? Да, я расскажу вам, что такое эти перемены. Это какое-то пугало, претендующее на звание реформатора, контролируемое той же силой, что управляло предыдущим пугалом. Освободить наш разум от поддельных, мошеннических, террористических актов под чужим флагом, созданных той же самой системой контроля, которая после них говорит тебе, как мир должен измениться для нашего спасения от терроризма, ими же втайне созданного. Освободить наш разум от солистов этой системы, подсунутых нам, чтобы страхом заставить принять изменения в надзоре за обществом, в его контроле, спасительным от людей, входящих в ту же самую банду, что твердит «дайте нам спасти вас от них». Освободить наш разум от бредовой ахинеи о глобальном потеплении, вызванном человеческой деятельностью, что не более чем способ внедрения и оправдания все более плотного контроля и невероятного роста налогообложения, обеспечивающего благосостояние людей, подобных ему. Освободить наш разум от идеи, что Биг Фарма, большой фармацевтический картель, основа фармацевтической индустрии, в какой бы то ни было форме, заинтересован в человеческом здоровье. Дело не в здоровье людей, дело в здоровенных прибылях картеля, помимо прочего. Освободить наш разум от слова из пяти букв, контролирующего этот мир. Страх. Они заманили нас в эти вибрационные ящики, которые называются страх. А еще освободить наш разум более всего от идеи, что мы — это Чарли Джонс или Этель Смит, что мы всего лишь джоны-простаки, что мы бессильны. Выбор состоит в том, чтобы вернуться в сознание, понять, что Этель Смит — всего лишь определенный жизненный опыт, не то, кто мы на самом деле. и выбирайте не быть тем, что система спешит из вас создать. Выбор состоит в том, чтобы вернуться в сознание, понять, что ваше имя — всего лишь определенный жизненный опыт, а не то, кто мы на самом деле. И выбрать не быть тем, что система спешит из вас создать. С тех пор, как я начал писать об этом, о некоторых моментах, аж 15, 16, 17 лет назад, система контроля прошла путь от «Она наступает» до ежедневного столкновения с нею. Я думаю, что эта фотография весьма символична. На табличке на стене написано «Здесь жил Джордж Оруэлл». «Ныне мирные демонстрации в Америке разгоняются, причиняющими мучительную боль звуковыми приспособлениями. Продолжается заговор по вживлению микрочипов в населению. Небо полно химиотрасс и всякой гадости в них содержащейся. Пища, которую нам продают в магазинах, если мы продолжаем ее покупать, полна химических коктейлей, дестабилизирующих нашу способность здраво рассуждать и оставаться эмоционально стабильными. И на детей это нацелено в первую очередь, поскольку именно эти дети, как предполагается, будут жить большую часть своей жизни в этой системе контроля. Хрен там не будут, и я скоро объясню почему. Хотя они и настаивают. А сколько же еще людей продолжают повторять «Ну и что такого? Что с того?» Чтобы прятать голову в песок, ты должен стоять на коленях, иначе просто никак не получится. Как же замечательно! Как замечательно быть свободным! Поэтому идея в том, чтобы сделать нас рабами, но чтобы мы продолжали считать себя свободными. И это по-настоящему важная область, не позволяющая нам сосредоточиться на этом и отреагировать. Принятие желаемого за действительное. Принятие желаемого за действительное. Звучит так, что ж, мне не нравится такая правда, поэтому я буду втирать себе, что это не так. И если это у меня получится, проблема отвалится само собой. Вот один пример подобных благих намерений, попавшихся мне на глаза. Принятие желаемого за действительное. Что подобная угроза сможет изменить отношение их мужей к пьянке. Это именно принятие желаемого за действительное. Когда я впервые это увидел, я тут же заказал себе такую же в большом формате, правда? Благие намерения. Как бы я хотел, чтобы всё было иначе, по-другому? Мы все этого хотим, но оно не будет иначе. Всё так, как оно есть. И я ловлю себя на том, что говорю это постоянно. Всё такое, какое есть. Если ты принимаешь его таким, какое оно есть, ты можешь его изменить. Если ты отрицаешь его суть, ты ничего не изменишь, поскольку втираешь себе, что оно не существует. Система контроля выходит на сцену, выходит на сцену в этот самый момент. И мы должны перейти от болтовни об этом к реальным действиям. Ведь раз за разом всё становится жёстче, шаг за шагом. Пока мы смотрим игровые шоу, сплетни о знаменитостях, спорты и прочее. Сами по себе они, конечно, безобидны. Но пока ты пялишься в ящик, у тебя не работает периферийное боковое зрение, следовательно, ты не видишь, что происходит вокруг. А будущее уже наступило. Не когда-то потом наступит. Будущее уже здесь. А мы должны вместо этой позы встать в эту. И как можно быстрее. И мы можем и сделаем это. Каждый по-своему. Как сказал Мартин Лютер Кинг, ценность человека определяется не тем, что он отстаивает в моменты комфорта и спокойствия, но его позицией во времена испытаний и разногласий. А мы сейчас именно во временах испытаний и разногласий. И мы увидим, из чего, блин, сделаны. Поверьте. Но хорошие новости в том, что, и я уделю этому особое внимание в заключительной части, это время фантастического пробуждения. Как я уже говорил, когда я начинал этот путь, по крайней мере сознательно, 20 лет назад, количество людей, в какой-либо мере интересовавшихся подобной информацией, будь то природа реальности или система контроля и мировой заговор, было исчезающе малым, крошечным. Это была безлюдная дорога. С тех пор все по-другому. Феноменальное, феноменальное пробуждение происходит во всем мире. Люди расширяют и раскрывают свое сознание, свой разум и другим возможностям, другому миру, другому восприятию себя. И что меняется с этим пробуждением? Несомненно, что запускает сей процесс в разных смыслах, так это наше решение задавать большие вопросы. Ведь только таким образом мы получаем большие ответы. Такие как «Кто мы?», «Где мы?», «Что такое реальность?». И это тема, на которой мы заострим внимание в этой первой части, поскольку, пока мы не поймем, что представляет собой реальность, мы, пожалуй, не способны, не способны понять, что происходит в мире, как в действительности работает система контроля и насколько глубока эта кролище нора. Влиятельные научные, образовательные, журналистские и прочие и прочие круги, вот что они делают. Имею в виду, вы в последнее время следите за британскими политиками. У нас есть Клек в либеральной партии, либеральный демократ. У нас есть Кэмерон из консерваторов. Скорее всего, кто-то из Меллибендов, наверное, Дэвид Меллибенд, станет лидером оставшихся из основных партий. И все они занимают одну и ту же позицию. Позицию размером с почтовую марку. Все трое. Похожее происхождение, одинаковое исходное восприятие политики и мира как такового, и точно так же все происходит в науке, образовании и средствах массовой информации. Все они топчутся на одной и той же почтовой марке. Если кто-то из них решает с нее сойти, изучить остальное пространство, начинается сразу... Остановите! Остановите его! Это смешно! Наказать его! Это не стоит вложенных средств. И люди говорят, ну, если бы ты был прав, наука бы знала. Да, окей. Ну и СМИ тоже были бы в курсе, ну, конечно. Система контроля не хочет, чтобы мы были в курсе того, что эта реальность по своей физической природе, та, которая, как мы думаем, окружает нас, — это иллюзия. Нет никакой физической природы. Нет никакого окружающего мира. Все, что я сейчас вижу перед собой, происходит вот здесь. Скоро мы дойдем до того, как это работает. Это очень просто. Как говорил американский великий комик Билл Хиггс, Замечательный человек. Любая материя — всего лишь энергия, сжатая до состояния медленной вибрации. Мы все одно сознание, субъективно познающее само себя. Смерти нет, жизнь — всего лишь сон, а мы — наше собственное воображение. Вот в чем суть системы контроля — манипулирование нашим воображением, представлением самих себя. Мозг можно обмануть так, что он будет видеть вещи, которых на самом деле нет. Это изображения картин, нарисованных на плоской поверхности, ровной дороге или тротуаре. И мозг уверенно оценит их как трехмерные. Это нарисовано на плоскости. И это тоже. Это женское лицо или цветок и бабочка. Очень легко обмануть мозг, дабы он декодировал реальность определенным образом. Например, это человек и его рука. Или это мексиканец, девушка, кустарник и собака. Зависит от того, как вы это декодируете. А система контроля в массовом порядке манипулирует 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, то, как мы декодируем реальность. Следовательно, декодируем так, как это устраивает систему контроля. Как сказал Эйнштейн, реальность — это иллюзия, хотя и довольно убедительная. И убедительная она, поскольку мы живем во Вселенной, являющейся виртуальной реальностью. Фантастически расширенной, сверхулучшенной версией гигантской компьютерной игры. И аналогии следуют одна за другой. Сегодня гораздо проще говорить о реальности, потому как технологии начинают отражать саму реальность, в которой мы живем. Все становится все ближе и ближе к настоящему, и в ближайшей перспективе у нас будут компьютерные игры, когда вы с трудом определите разницу между этой и той реальностью. Существуют симуляторы рукопашного боя и управления самолетом. В некоторых больницах используют технологию виртуальной реальности во время операции над ожогами пациентов. Они показывают им изображение очень-очень холодных вещей. Мозг декодирует это и охлаждает кожу. Когда вы смотрите на эти продвинутые виртуальные технологии, что они делают? Они просто пользуются тем, как работают наши пять чувств восприятия. Они используют глаза, при помощи особых перчаток используют осязания и прочее, прочее. Они снабжают мозг информацией, цифровой информацией, заставляя его верить в происходящее, которое не происходит. Именно таким образом работает система контроля. У людей есть, как я называю его, телокомпьютер. Биологический телесный компьютер. Биологический в том смысле, что он не только реагирует на данные, но даёт им оценку и принимает соответствующие решения. То, как это делает иммунная система, даже сейчас, пока мы говорим с вами. Стоя здесь или сидя там в зале, мы не говорим себе так, проблема с правой ногой чуть не жалевее. Нет, она просто делает своё дело. Потому что она мыслит. Это биологическая компьютерная система. Между прочим, это изображение было получено в тот самый миг, когда кто-то сказал этому парню, что Барак Обама получил Нобелевскую премию мира. По крайней мере, моя реакция была именно такой. И основа этой виртуальной реальности — это волна, колебания, вибрирующая энергия. А внутри волны, как вам подтвердят учёные, можно хранить фантастические объёмы информации. Вот что и является основной информационной конструкцией этой реальности. Это информация в волновой форме. Я буду называть это понятие в течение всей лекции — метафизической вселенной. Когда я говорю о метафизической вселенной, я имею в виду волновой уровень этой вселенной до того, как она становится этим. Происходит декодирование волновой информационной структуры при помощи телесного компьютера, формирующая мир, который, как мы думаем, нас физически окружает. Всё это происходит здесь. И это как... Я к этому вернусь через секунду. Почти отражение, гораздо более продвинутое, конечно, беспроводного интернета. Когда ты берёшь компьютер и вытаскиваешь беспроводной интернет, всемирную паутину, целую коллективную реальность из небытия на экран в любой точке мира. Так же происходит, когда мы перекодируем вибрационную информацию в электронную информацию, посылаемую в мозг. И мозг декодирует её, создавая тот самый мир, что нас как бы окружает. Это метафизическая вселенная. И при помощи телесного компьютера она становится миром, который мы воспринимаем как находящийся вне нас самих. Пять чувств, которые, конечно, как я говорил, компьютерные игры с виртуальной реальностью используют для создания иллюзий, они переводят информацию волновых колебаний, вибрационную, в электрическую информацию, направляемую далее в мозг, чтобы стать декодированной голографической информацией. Скоро мы обсудим это. Так вот, абсолютно верно. Это показано в данной сцене в «Матрице», где Нео говорит «Это не настоящее?» А Морфеус отвечает «А что значит настоящее?» Как ты определяешь, что реально? А что нет? Если ты говоришь о том, что ты можешь осязать, чувствовать запах, вкус, видеть, тогда реальность — это просто электрические сигналы, воспринимаемые твоим мозгом. Всего лишь. И представьте, если вы можете манипулировать тем, как мозг интерпретирует реальность, поскольку вы в курсе, как реальность работает, основная масса народу нет, ведь вы будете скрывать это от них постоянно. Пять чувств — это система декодирования. Самый очевидный пример, конечно, звук. Волна проходит по воздуху, послание мозгу, мозг слышит звук. Звука нет. До тех пор, пока мы его не декодировали, звук — просто волна, пока мы его не расшифровали. Звук существует здесь. То же самое со вкусом. Электрические сигналы, пока мозг не декодировал их. Вот таким образом вы при помощи гипнотизера можете заставить кого-нибудь есть картошку, а чувствовать вкус яблока. Потому что вы имплантируете сюда веру, что это яблоко. Поэтому электрические сигналы с кодом вкуса картошки идут куда надо, но мозг не считывает его как надо. Он считывает его как вкус яблока. Даже на таком базовом уровне подумайте о возможностях манипулирования тем, как мы видим реальность индивидуально и вместе. И различные части мозга, как при обонянии, в частности работают при декодировании этих сигналов. Также и с осязанием. То же самое. Даже движение. Движения нет, пока оно не декодировано нами. Есть состояние мозга, случается у некоторых людей, когда они не могут определить движение. Они часто его просто не видят. Они видят машину вдалеке и в следующем... Ух ты! Она пролетела мимо, и ни единого кадра в промежутке. Они смотрят, как кто-то наливает в чашку чай, и всё, что они видят, это неподвижную дугу из чая. Это всё иллюзия. Это компьютерная игра. Очень-очень технологически сложная, прикольная картинка. К тему. Я довольно долго смеялся. Эй, Эйтель, иди глянь, кто сегодня в телеке. В смысле, по телеку? Нет. Эстрадные гипнотизёры сотрудничают с системой всё время, я вам говорю. Кое-кого из гипнотизёров я уже упоминал. Эти даже не знают, что являются таковыми. Большинство, по крайней мере. Но это именно то, что они делают. Они постоянно дают нам чувство реальности, веру в то, что есть настоящее. И если мозг соглашается с подобной системой верований, он в дальнейшем продолжает считывать реальность в соответствии с этой верой. И это становится самоподдерживающимся восприятием реальности. То есть мы живём в эквиваленте, как я говорю, очень-очень продвинутом эквиваленте голографического интернета, всемирной паутины. Если вы спросите у кого угодно, что такое интернет, он ответит, ну там, графика, сайты, надписи разноцветные, всё с картинками. Так оно и есть. Но единственное, где интернет существует в данном виде, это на экране. В любом другом случае, это электрические цепи и ничего больше. Если вы спросите у кого угодно, что такое телевидение, вам скажут, это картинки, движущиеся на экране. Так и есть. Но только там, на экране, телевидение выглядит подобным образом. Иначе это просто электрические цепи. Или иногда, даже, пожалуй, больше времени, это телевизионные частоты, электромагнитные волны. И мы живём в среде, которую я называю космическим интернетом, где невидимая информация и энергия окружают нас. Я расскажу, откуда они берутся, через минуту. И вдруг появляется из ничего на экране. Так же, как эти ребята сидят на улице, ни проводов, ни соединений, и они вытаскивают невидимое на экраны своих ноутбуков. А если подумать... Ведь люди говорят, каким образом мы сами создаём реальность в собственных головах и всё такое, и видим одну и ту же сцену, одну и ту же машину? Ну, когда вы регистрируетесь в интернете, в Южной Африке, или Австралии, или в Лондоне, или в Америке, где угодно, только не в местах вроде Китая, вы регистрируетесь в той же самой коллективной реальности, что и в любом другом месте мира. Можно выбрать этот сайт, и если вы зашли на данный сайт, парень в Южной Африке мог зайти на этот же сайт, что и вы, и видеть то же самое. Потому что это коллективная реальность. Потом мы решаем для самих себя, нравится ли нам этот сайт, что мы о нём думаем, хочу ли я пойти туда, или вон туда. И вот все мы просто следуем своим вкусам, так же, как когда вы выглядываете из окна и видите оба, один и тот же автомобиль, проезжающий мимо. Мне он может нравиться, и кому-то наоборот. Но это одна коллективная общая реальность. А телесный компьютер выводит эту реальность из невидимого состояния в видимое, так же, как те ноутбуки. Так же, как сцена в «Матрице», где он говорит, «Матрица повсюду, она вокруг нас, даже сейчас, в этой самой комнате. Ты можешь видеть её, выглядывая из окна, включая телевизор, ты можешь её почувствовать по дороге на работу, когда идёшь в церковь, когда платишь налоги. Это мир, выставленный перед твоими глазами, чтобы заслонить от тебя правду». Какую правду? Что ты раб, Нео, как и любой другой, ты был рождён в неволе, рождён в тюрьме, которую ни пощупать, ни почувствовать, ни слухом, ни духом. В тюрьме для твоего разума. Я вернусь к природе этой тюрьмы во второй части лекции. Так что же такое эта вселенная? Это информация. И эта информация, декодирующая информацию, так же, как вы втыкаете компьютерный диск в компьютер, это информация. Другая информация в виде программы в компьютер и затем читает информацию на диске. Все мы делаем то же самое. И таким образом мы создаём эту, как нам кажется, существующую вне нас реальность. И мы, так называемые человеческие тела, также энергетические, не физические, в своей исходной форме. Но когда она приходит через систему декодирования, то становится тем самым миром, который воспринимается нами как внешняя среда. Он только кажется, что он будто бы вне, вне нас самих. Уверяю вас, боже мой, я смотрю сюда, всё выглядит как вне меня. Но оно в нас. Мы все создаём его при помощи системы декодирования в наших головах. Я загляну глубже в эту тему в новой книге. Что я хочу сказать? Не я говорю, нынешние учёные говорят об этом. В центре нашей галактики огромная чёрная дыра. И включив воображение, я бы сказал, что это идеальное объяснение. Предположим, что в центре каждой галактики находится огромная чёрная дыра. Я утверждаю, что эти чёрные дыры резонируют, излучают основную информационную частоту колебаний для данной виртуальной вселенной. и они взаимодействуют с теми объектами, которые мы называем Солнцами. В данном случае с нашим Солнцем, Солнцем нашей планетной системы и, конечно, с Солнцами по всей галактике. Я утверждаю, что эта частота словно колебательный пусковой механизм излучается Солнцами по причине сегодняшней ситуации, потому как она изменяется. Это помогает ответить на многие вопросы. Я скоро вернусь к этому. Она запускает информацию определенного рода, передаваемую нашим и прочим Солнцами в форме фотонов. Фотоны — основные частицы, из которых состоит свет и прочие формы электромагнитного излучения. Они несут в себе информацию. Эти фотоны, будучи генерированы Солнцами, заряженной этой основной колебательной частотой, идущей из чёрных дыр, создают беспроводной космический интернет внутри нашей реальности. Вот что, собственно, мы декодируем. Земля декодирует это. Это энергия фотонов. Фотонная информация, проходящая сквозь энергетическую решётку Земли. Энергия фотонов, которую китайцы в традиции акупунктуры называют ЦИ. ЦИ на самом деле фотонная энергия. Это ин-формация, которую телесный компьютер декодирует, создавая эту коллективную реальность. И так же, как в интернете, где вы можете видеть информацию, получать, отправлять информацию, то есть мы взаимодействуем с этой виртуальной реальностью и изменяем её понемногу, оставляя в ней свой уникальный след. Мы также создаём этот мир, мир, о котором я говорю. Некоторые учёные годами утверждали, что данный физический мир возникает только тогда, когда за ним наблюдают. Я согласен. Почему? Вот почему. Когда вы вставляете компьютерный диск в компьютер, он не читает всю информацию с диска одновременно. Он читает ту часть диска, которую наблюдает линза в дисководе в этот момент. Все прочие данные на диске остаются в закодированной форме, они не выводятся на экран в качестве картинки или в ином виде. И мы делаем то же самое. Когда мы наблюдаем, декодируем, мы вводим это в нашу реальность. Без наблюдателя это всего лишь основная метафизическая волновая вселенная, которая основа, базис всего этого. Далее. Свет не может проникнуть в мозг. Так как же мы видим свет? Как я могу смотреть на этот свет и видеть его? Никакой свет никогда не проникает в мозг, поскольку это мозг декодирует приходящую информацию как свет. Поэтому, когда вы видите такие моменты, как в фильме «Матрица», слова вроде «Ложки не существует». Это не ложка гнется, это всего лишь ты. Вот именно! Потому что единственное, где ложка существует в физической форме, это здесь. И ты сгибаешь ее, изгибая линзу, декодирующую реальность. Чудеса — это просто преодоление запрограммированного восприятия того, что возможно и что невозможно. Мы, конечно, запрограммированы верить, что когда вы проходите сквозь огонь, вы обжигаетесь. Если вы проходите сквозь огонь или по горящим углем с верой в это, декодируя такую реальность, вы поджариваете себе ноги. По-любому, но как доказало множество людей, если можешь перейти в другое состояние сознания и переписать этот код, гуляй себе по углям, ничего тебе не будет. Почему? Да потому что иллюзия не может обжечь иллюзию, пока ты не веришь, что может. Чудес не бывает. Бывает, что мы понимаем, как они выражают всевозможность. И это понимание приходит с фактом признания понимания нас как сознания. Мы — сознание, бестелесное, не имеющее определенной формы, сознание, получающее определенный опыт. Как сказал один шаман из Центральной Америки, мы — восприятие, мы — знание, мы — не объекты, в нас нет плотности, мы — безграничные, мы — или скорее наше благоразумие, забывая об этом, заманивает всю совокупность нас самих в порочный круг, который мы в течение всей жизни почти не покидаем. Этот порочный круг — то состояние, что система контроля надеется продолжать нам навязывать, поскольку в этом случае нас можно контролировать. Если мы понимаем, кто мы на самом деле, что мы на самом деле, то у нас невозможно после этого контролировать. Кучки уродцев. Контролёров. Тело — это способ нашего сознания испытать эту реальность. Если я желаю взаимодействовать с данной реальностью, являющейся в общем диапазоном частот, мне необходима внешняя оболочка, как и всем нам, резонирующая с этим диапазоном частот, по причине того, что наше высшее сознание — волна высокой частоты, это будто радио 1 пытается соединиться с радио 2. Они на разных частотах, подобного не может произойти. Следовательно, мы облачаемся в эту внешнюю проекцию, что мы зовём телом. И посему я теперь могу поднять вот это и вообще взаимодействовать с этой реальностью. Чего добивается система контроля — это вера в то, что эта проекция, этот носитель для познания данной реальности — наша суть. Ведь после этого вместо «я — это всё, что есть», всегда было и будет, звучит «я Чарли Смит», «я Этель Джонс», «я бессилен». В этом самая суть. Мы часто повторяем, «Я зашёл в интернет, мы сами не ходим по интернету, это делает компьютер». А мы наблюдаем, обозреваем интернет при помощи компьютера. И наше разум, тело, является средством исследования этой реальности. Оно уходит по этому интернету. Сознание, истинное мы, обозревает, как мы, всемирную паутину, обозревает этот интернет, пользуясь этим средством. И как я говорю, идея в том, чтобы заставить нас думать, что мы — это разум тела, а не это сознание. Однажды у меня было видение. Я принимал ванну пару лет тому назад, наверное. И я попросил своего хорошего друга, замечательного Нила Хейга, зарисовать то, что я видел. Я сижу в своей ванной и вижу нисходящую энергию жёлтого, бело-жёлтого цвета. И я тут же решил, что это высшее сознание. Затем появился глаз в этой энергии сознания. После перед ним появился телескоп. Телескоп был направлен на нашу реальность, Землю, Солнечную систему и прочее. В последний момент телескоп трансформировался в человеческое тело. Это было наилучшим отображением в смысле того, вот как это работает. Из-за предела возможностей фокусировки, теряя контакт с этим, мы видим себя, имея очень ограниченные возможности оценки. Смерть — это просто кто-то опустил телескоп. Что бы я ни делал, Земля — охреновое местечко. Здравствуйте, всё окей. Я вернулся. Вы никогда не уходили. Тот, кто перед компьютером, мы обозреваем интернет при помощи компьютера. Я хочу, чтобы вы чётко поняли разницу, потому как это будет упоминаться ещё не раз, разницу между сознанием и тем, что я называю разумом. Все мы в конце концов — это одна и та же энергия, потому что это всё одно, неразрывное осознание, называемое мной бесконечностью, но оно принимает различные обличия. Сознание — это океан. Всевозможность, всё, что есть, всезнание. А разум — словно замёрзшее, более плотное выражение того же самого, и посему всерьёз ограничено в смысле понимания восприятия по сравнению с сознанием. Ещё одна из причин — возможность взаимодействия с этой реальностью, которая намного плотнее сознания. Нам нужно более плотное средство взаимодействия, то, что мы называем разум тела. Следовательно, оно будет иметь более урезанные возможности, нежели сознание. Этот парень, Романа Махариши, живший в Индии, медитировавший большую часть своей жизни на горе в Индии, я бывал там, красивое местечко. Он сказал, разум — это сознание, ограниченное в возможностях. Изначально вы всемогущи и совершенны. Потом вы принимаете на себя ограничения и становитесь разумом. Или, как сказал Эйнштейн, человеческое существо — это частица всеобщего, называемого нами Вселенной. Частица, ограниченная во времени и пространстве, оно воспринимает само себя, свои мысли и чувства, как нечто отдельное от остального, нечто вроде оптического обмана своего сознания. И этот оптический обман происходит из-за использования линзы, телескопа. Вследствие этого, и я не устаю повторять, что система контроля устроена именно так, именно для этой цели, формируя у человека ложную личность, ту, которая не оперирует всевозможностью, она оперирует ограничениями. Я не могу, это невозможно. Если вы хотите контролировать людей всех разом, вы предпочитаете для них последний вариант. Я не Дэвид Айк. Дэвид Айк — это мое приключение. Это имя для приключения, переживаемого мной в данный момент. Я всесознательность, все знания, все, что есть, было и когда-либо будет. Так же, как и каждый в этом зале, каждый во всех реальностях, всем этом интернете, мире, в котором мы живем. Мы есть всевозможность. Это наше исходное состояние. Мне безразлично, кто вы, что вы, что вы успели сделать в этой жизни, и каковы ваши сожаления, насколько вы были успешны, ваше исходное состояние, всевозможность. Я услышал это, когда один раз принимал психически активные вещества. Ну, полтора раза. Главный раз состоялся в Перу. Я попробовал нечто, называемое Айуаско в 2003 году. В течение пяти часов я слышал голос, такой же громкий, как сейчас мой, женский голос, говоривший со мной об иллюзорной природе реальности. И когда я вернулся в Британию, ведь это происходило в джунглях Южной Америки, я стал натыкаться на имена, даты, места и связанную с ним информацию по поводу того, о чем я услышал тогда. Все было точно до мелочей. Что было поразительно, официальная наука в курсе о многом из этого, но не осознает, что это известно, поскольку смежные научные дисциплины не общаются друг с другом. Соединяя точки, вы понимаете, что они уже установили, что это всего лишь иллюзия. Но подобная точка зрения не принимается научным обществом. И как я понял, за пределами этого мира, за границей волновых колебаний, есть мир спокойствия и тишины. Вот что такое всевозможность. Спокойствие и тишина. Одна мысль, сказанная мне этим голосом, великолепно выразила природу реальности, и звучала она так. Если это имеет волновую природу, это иллюзия. Если это волна, это иллюзия, потому что наш исходный, глубочайший уровень — спокойствие и тишина. Мне приходилось чувствовать это. Изумительное ощущение. Никаких негативных эмоций, страха, переживания по поводу долгов или чего-то подобного. Всё это не беспокоило меня в тот момент. А люди думают о пустоте о ничто. Всё, что есть, было, когда-либо будет, весь потенциал, полное знание. Повсюду и нигде. Люди думают, чушь какая-то, невозможно быть одновременно везде и нигде, но всевозможность позволяет это. Всевозможностью возможно всё, что угодно, так что повсюду значит нигде, нигде значит везде. Всё и ничто. Снова никакого парадокса. Всевозможность — это и всё, и ничто. И как я уже говорил, мы думаем о ничто как об отсутствии чего-либо. Ничего нет, но в этом ничто, в этом безмолвии — всё. В этом безмолвии, к примеру, всевозможность. И когда я начинаю говорить, я выбираю одну возможность из всех возможностей, проявляющихся как волна, звуковая волна, мой голос. И когда я замолкаю, возвращающаяся к всевозможности. Мы не думаем, что это здание ничем не определяется. Мы считаем, что оно определяется чем-то. Но это что-то находится где-то там, и данное здание существует в этой форме из-за того самого ничто, некого ничто, находящегося среди тех вещей, которые мы воспринимаем как что-то определённое. тишина. Вот почему люди, когда хотят тишины, они уходят подальше от остальных. А сколько народу просто боятся тишины. Сел в машину, врубил музыку, пришёл домой, включил телек, шум, постоянный шум удерживает вас в реальности пяти чувств. А когда люди остаются в тишине, тогда на них снисходят озарения, поскольку так они получают доступ к другим уровнях самих себя, свыше пяти чувств. Таким образом, из ничто рождается мир, царство форм. Эта штука называется кематика. Если поискать в интернете, можно найти эти видео на YouTube, например. Вот в чём суть. Они насыпают мелкие частицы на металлическую пластину и направляют на неё какой-либо звук. Это невероятно, но частицы формируются в подобные удивительные геометрические формы лишь из-за звука. А когда звук прекращается, бамс, частицы беспорядочно рассыпаются по пластине. Затем звук меняется, и они принимают другую форму. И эти миры форм частот, волновых частот, созданы таким образом из всевозможности. И существуют бесконечные, вечные миры с различными так называемыми законами физики, различными задачами, различным опытом, все имеющие различную скорость колебания, что позволяет им разделить одно и то же пространство. Все эти различные миры разделяют то же пространство, что разделяю я. Так же, как все радио- и телевизионные станции, транслирующиеся в этом городе, разделяют то же пространство, где нахожусь сейчас я, и они так же разделяют это пространство и между собой. Следовательно, мы живем в диапазоне частот. И этот частотный диапазон диктуется диапазоном частот, которые могут декодировать, воспринимать наши тела, компьютеры. И диапазон этот невероятно узок. Виртуально мы слепы по сравнению с тем, что могли бы увидеть. Подавляющая часть данной вселенной, то, что ученые называют темной энергией или темной материей, и они называют ее темной не потому, что это тьма кромешная, но потому, что мы не можем ее декодировать. Посему она вне нашего миропознания. Мы имеем возможность судить о ней по ее воздействию на то, что мы способны видеть. Электромагнитный спектр занимает 0,005% всего проецируемого существования в нашей вселенной. И видимый свет, который является единственным частотным диапазоном, воспринимаемым нами, ничтожная доля от 0,005%. Крошечный диапазон. Видимый свет — это наш мир. Мы смотрим вокруг, думая, что мы видим все. Но это не так. Мы можем видеть только то, что можем декодировать. Посему мы оперируем в определенном измерении, можно так сказать. И оно взаимодействует, проникая друг в друга с другими измерениями, что позволяет этим другим измерениям влиять на наше. И наоборот. К чему я еще вернусь во второй части, поскольку это фундаментальная тема для понимания устройства системы контроля. Мы, собственно, фокусируем наше внимание на данной реальности при помощи тела компьютера. По этой причине наш мир кажется единственно существующим. Но пространство, занимаемое нами, просто кишит. Кишит жизнью в бесконечном ее многообразии. Так что, если мы приходим в этот мир разума и поддерживаем связь с сознанием, мы физически находимся в этом мире, мы можем его познавать, можно пойти в бар, давай с тобой дернем пивка. Но мы не от мира сего относительно нашей точки наблюдения. Мы в этом мире, но обозреваем его отсюда. Мы способны видеть то, что происходит здесь, но это нас видеть не может. Поэтому системе контроля необходимо держать нас в этом состоянии. И они выстроили общество таким образом, чтобы держать нас в недоумении путем ограничения нашей возможности декодировать и познавать реальность только при помощи пяти чувств. И поскольку вы оперируете только пятью чувствами и не получаете вдохновляющего, озаряющего, интуитивного знания с высших слоев вашего сознания, где вы ищете понимание кто вы есть, где вы есть и что такое мир, в котором вы живете, там. А кто контролирует это? Система контроля, контролирующая СМИ, политику, образование, науку. Идея в том, чтобы изолировать нас в пяти чувствах, изолировать нас в границах разум-тела и затем программировать тело-разум, чтобы оно видело мир так, как устраивает систему контроля. Время и пространство всего лишь информация, вплетенная в метафизическую структуру Вселенной, волновую структуру, которую мы декодируем как то, что выглядит как время и пространство. Ни времени и пространство не существует. Когда вы вставляете диск в компьютер, на диске содержится информация. Вы вставляете его в компьютер, который его считывает. На экране вы видите время и пространство. Или то, что выглядит как время и пространство. Но это всего лишь информация на диске, читаемом компьютером и извлекаемая на экран. То же самое делаем и мы все время. Время — это иллюзия. И, боже мой, если мы попадаемся на эту удочку, мы оказываемся в замкнутом круге времени, если верим, что время существует. Вы можете сказать, сейчас час полудня, я кое-каким встречаюсь, сейчас полудня, на том же месте, в тот же час, все согласовано по времени. Но вы всегда знаете, что это всего лишь искусственно созданная конструкция. Это не является частью вас время. Потому что безвременье — это то, где действует сознание. Если мы действуем полностью в контексте времени, тогда согласно самой его природе мы теряем контакт с сознанием, которое находится на другом уровне восприятия. Наше время — это просто чушь какая-то. Вы пересекаете невидимую линию посреди океана и попадаете в завтрашний день, пересекаете в обратном направлении во вчерашний. Существует только вечное сейчас. И больше ничего. Если вы скажете, нет, нет, как же, есть же прошлое, есть будущее, что ж, хорошо. Когда вы думаете, о будущем, где вы находитесь? Вы находитесь в сейчас. Когда вы думаете о прошлом, о воспоминаниях, где вы? Вы в сейчас. Это все конструкции, это восприятия, они не настоящие. Единственный существующий миг — это вечное сейчас. Все происходит в сейчас. Единственный момент, когда мы способны изменить хоть что-то сейчас. Если нас тянет в прошлое с ожилением, если бы я мог у того, та женщина в 53-м, или же нас тянет в будущее. О, Боже, что случится? О, да, что же будет, если я приду? А что? Если нас оторвало от единственного существующего момента времени и, следовательно, от нашей власти изменять что-то, воздействовать на сейчас, ничего не осталось. и мы абсолютно зависим от времени, который сейчас. О, Боже, уже можно? О, Боже, что будет? У тебя есть минута? И еще. Сейчас это единственное, что существует, и время, как и пространство, только восприятие. Всего лишь часть одной из схем считывания. Вы можете представить себе время в виде DVD-диска. То, что вы уже видели в фильме, это ваше прошлое. То, как вы представляете себе прошлое. То, на что вы смотрите в фильме, в данный момент, вы воспринимаете как настоящее. А то, что вы еще увидите в фильме, вы воспринимаете как будущее. Еще раз повторю, вся эта информация находится на данном диске одновременно. Один бит назад, и ты направился в прошлое. Бит вперед, и ты в будущем. Я говорил годами о петле времени, как я ее называю. Даже написал книгу с таким названием. Точнее говоря, это не совсем петля, но она выражает себя как таковая в этом мире так называемой физической реальности. И мы идем, и идем по кругу. И снова сначала. И мы думаем, что движемся вперед, но поскольку мы уже внутри петли, на каком-то ее отрезке, мы думаем, что идем вперед, но если продолжать это движение, она вернется к началу. Это как полигон приключений. И в зависимости от того, какой опыт мы желаем получить, выбирается и часть петли, к которой мы должны получить его. По причине того, как было сказано ранее, эти волновые колебания, и между делом, колебания, идущие из черных дыр, вибрируют в вечном сейчас, они не движутся во времени. Они несут кодированную информацию, воспроизводимую нами, как время, но колебания происходят сейчас. Эти вибрации не всегда одинаковы. Они тоже проходят циклы, колебательные циклы. Они претерпевают изменения. И когда они изменяются, высвобождается различная информация, исходящая от солнца, которую мы впоследствии декодируем. Когда мы делаем это, мир движется вперед. Приключения продолжаются, эпоха за эпохой. Если рассматривать древние цивилизации по всему миру, они неизменно видят время как циклический процесс. У нас есть, конечно, знаменитые циклы юги, когда, согласно индийским верованиям, согласно индуизму, мир проходит через различные периоды. У нас есть золотой век, когда все открыто, все совершенно и взаимосвязано. Далее у нас есть прочие юги, когда кругом запреты и контроль, знания скрыты от общества. Все не так, как было раньше. Это другой вид приключения. В средстве изменения волновых колебаний эта реальность проходит цикл и возвращается к исходной точке. Вот здесь все эти юги выходят на сцену. Что происходит, так это левая часть, левая половина мозга в первую очередь декодирует, эту информацию, вибрирующую в вечном сейчас, декодирует ее как последовательность. Некоторые исследователи мозга называют левую половину мозга процессором последовательного действия. И это последовательность, в которой приходит информация, выглядит как время, текущее из прошлого в будущее. Чем быстрее происходит декодирование, тем быстрее, кажется, бежит время. Медленнее идет декодирование, значит, наоборот. Эйнштейн про это так сказал. Если ты в компании прекрасной женщины, время бежит очень быстро, но если ты в кресле дантиста, оно движется гораздо медленнее, потому что твой мозг воспринимает реальность по-другому, составляя последовательность иным образом. Посему петля времени на самом деле просто декодирование этих меняющихся колебаний, меняющейся информацией. И снова, если вы способны поддерживать связь с высшей реальностью, вы можете не зависеть от мира сего, оставаясь в нем. Если вы зависимы от него, вы буквально застряли в петле времени, в петле, где большинство людей находится очень-очень долго. Нас утверждает, что тело — это биологический компьютер. Я пробегу по данной теме очень быстро, поскольку рассказывал об этом не раз на лекциях и так далее. Очень важно продолжать соединять точки. Так вот, тело-компьютер — это средство исследования данной виртуальной реальности высшим сознанием. Словно вы хотите попасть на другую планету и исследовать ее, и вам для этого нужен скафандр, как я говорил ранее. Нам нужна внешняя оболочка, имеющая параметры колебаний того же диапазона частот, что и в данной реальности. И это тот нюанс, что делает расизм настолько нелепым, настолько абсурдным, настолько подтверждающим невежество. Потому что тело — это только средство исследований этой реальности. И расизм является последним указанием того, что вы пойманы в ловушку реальности пяти чувств и не имеете понятия о природе того, кто все мы на самом деле, расисты и их противники. Что все мы — сознание. Люди. Мы думаем, что мы люди. Человеческие существа. Быть человеком — это компьютерная программа. Мы не люди. Мы получаем опыт под названием быть человеком. Мы — сознание, переживающее это приключение. Как было сказано в одной статье в «Сан-Франциско Кроникл», ДНК — это универсальный программный код от бактерий до человека. Основные инструкции для жизни, написанные одним и тем же языком. В ней четыре кода. Это ACGT. В моем случае GT, GT, GT. Джинтоник. Нравится мне эта фраза. Это в моем ДНК. В каком порядке эти коды расположены в молекулы и определяет, какова внешняя оболочка. Человек, мышь, вирус, что угодно. И это очень похоже на те зеленые коды на экранах компьютера в фильме «Матрица». И тело компьютер, биологический компьютер, имеет возможность думать и самостоятельно давать оценку, подтверждает каждый нюанс, если приглядеться. Причина, по которой сейчас говорят о прямом подключении мозга к компьютеру, в том, что они связывают между собой два компьютера. Один из них гораздо, бесконечно более передовой, да, но это два компьютера, поэтому это возможно. Когда компьютер не хочет работать, не включается, не запускается, мы говорим, что компьютер сдох. Если сбросить компьютер с верхнего этажа, он разобьется, умрет. Если сбросить человеческое тело компьютера, он так же разобьется, будет мертв. Потому что это то, что происходит в момент смерти, когда компьютер умирает. Мы, ё-моё, не умираем. Смерти нет, мы сознание, бесконечное сознание. Компьютер переходит в спящий режим, чтобы отдохнуть. Мы ложимся спать, чтобы отдохнуть. У нас есть антивирусные программы в компьютерах, занимающиеся поиском вирусов, которые являются серьезной опасностью для компьютерных систем, для того, что можно назвать их здоровьем. У нас есть феноменальная антивирусная система. Мы называем её иммунной системой человека, которая выполняет сходные задачи. Когда у вас установлена антивирусная система и появляется новый вирус, им нужно обновить её, потому что она не знает, как с ним справиться, поскольку не была запрограммирована на это. Иммунная система обновляется путём реакции на вирусы и обработки этой информации. Поэтому, когда они приходят в следующий раз, она в состоянии с ними справиться. Это увеличенная фотография, сделанная в парижской больнице, для чего они использовали краситель, введённый в тело через акупунктурные точки. Затем они сфотографировали это. И краситель прошёл по этим энергетическим линиям тела, где течёт энергия ци, те самые фотоны. И если взглянуть внимательнее, это выглядит как материнская плата. И интересно, что когда эта энергия ци циркулирует слишком медленно или слишком быстро, тело болеет, так или иначе. Акупунктура состоит в том, чтобы, используя иголки и прочие техники, сбалансировать течение этой энергии. А что случается, когда информация движется по системе компьютера со скоростью меньше оптимальной? Тогда мы говорим, что мой компьютер тормозит сегодня. И чаще всего он тормозит из-за вируса. Мозг — это центральный процессор компьютера, который является микрочипом. Это главный обработчик информации. ДНК — это жёсткий диск. Но не только ДНК, которую мы видим физически, ведь даже ДНК — это всего лишь декодированная версия энергетического поля. У нас есть ещё энергетический контур, называемый аурой человека. То, что мы называем культурами. Я принадлежу к такой-то культуре. Я чёрный, а южноафриканец. Я индус или кто угодно. Это различная человеческая вспомогательная программное обеспечение. Этот парень, Уильям Шеридан, лежал в Нью-Йоркском госпитале, ожидая пересадки сердца. И он решил записаться на курс художественной терапии. Он был столь же ужасным художником, что и я. Вот что он рисовал. Верхний рисунок. После пересадки сердца он вдруг вернулся к курсу художественной терапии, и у него стали получаться гораздо более сложные рисунки. Согласившись содействовать донорству органов, он решился встретиться с матерью своего донора и задал очевидный вопрос, интересовался ли ее сын искусством, и она сказала, что он предпочитал принадлежности для рисования игрушкам с 18 месяцев от роду. Он обожал искусство. В данной области было немало исследований, некоторые проводились годами, доказав невероятную связь между людьми, кому доставались сердца, легкие и прочие органы от других людей, проявляя после пересадки черты характера или умения своих доноров. Потому что во время операции врачи загружают информацию из одного компьютера в другой. Так она передается от одного к другому. Крадамутва, великий шаман племени Зулу в Южной Африке, рассказывал мне, что когда они в прошлом в Африке употребляли в пищу людей, одно из золотых правил было варить тело при определенной температуре, иначе если ты его съедаешь, ты становишься им. Тот же самый принцип. Нас заставляют поверить, что то, что идентифицирует нас с телом, что половая принадлежность нашего тела и есть мы, являемся ли мы мужчиной или женщиной, опять и снова, мужское и женское тело это не мы сами, это переживаемое нами приключение, опыт. Как мы можем быть мужчиной или женщиной, как наше тело может быть нашей сущностью, когда мы можем сделать мужчину женщиной посредством химических препаратов. это изменение природы компьютера при помощи химии. Курочка Фрики, о которой писали газеты несколько лет назад, начала свою жизнь самкой, несла яйца, затем по какой-то причине произошел серьезный взрыв тестостерона, и курица стала петухом, который начал преследовать кур, кукарекать на рассвете, отрастил гребень. Как мужской или женский пол может быть теми, кто мы есть, когда возможно подобное? Это приключение, опыт для сознания, которое ни мужчина, ни женщина, потому что оно всевозможность. Это с веб-сайта BBC. Ученые провели опыт по контролю мозга мух, чтобы заставить женские особи вести себя как мужские. Исследователи генетически изменили насекомых так, что группа мозговых клеток, контролирующих сексуальное поведение, могла быть включена, словно электрическая цепь, вспышкой света. Команде биологов удалось заставить самок мухи-дрозофилы исполнить танец ухаживания, поведение, обычно присущее самцам. Так же, как мы запускаем разные программы в компьютеры. Почему птицы вдруг начинают одновременно петь, когда встает солнце, как будто кто-то нажимает на кнопку. Поехали. Почему курочка Фрики начала кукарекать на рассвете, когда взорвался уровень тестостерона? Это программа, софт. То же самое с эмоциями. Когда мы думаем, что наш эмоциональный набор это то, кто мы есть. Но ведь есть возможность фундаментально изменить наше эмоциональное состояние при помощи наркотиков, химикатов, ртути. Ртуть в зубной пломбе может изменить личность человека. Можно изменить личность человека, употребляя всякую гадость в еде и напитках. Эти химические коктейли, вот что происходит со множеством детей. Как могут даже эмоции, как мы себе их представляем, быть нашей сутью, когда химикаты способны изменять наши психологические реакции по поводу того, как мы декодируем реальность? Мы являемся приемопередатчиками информации. Мы как берем что-то от всемирной космической паутины, так и отдаем. И что интересно, один из главных способов лучших средств приема и передачи информации через кристаллы, кварцевые кристаллы. И оказывается, человеческое тело — это большой жидкий кварцевый кристалл. Оболочка каждой клетки, а в нас самих триллионы, — это кварцевый кристалл, жидкий кристалл. Наша Земля — гигантский кристалл. Каждая песчинка, мои дорогие, это кристалл. И наша Земля тоже принимает и передает информацию в этой космической паутине. ДНК — это приемопередатчик информации. Она сделана таким образом. Это статья о ДНК. По характеристикам формы этой огромной молекулы, витой двойной спирали, ДНК представляет собой идеальную электромагнитную антенну. С одной стороны, она вытянута и, следовательно, является продолговатым объектом, отлично принимающим электрические импульсы. С другой стороны, если взглянуть в нее сверху, она имеет форму кольца, а значит, это хорошая магнитная антенна. Мы принимаем и передаем все время через то, что является телом-компьютером. Энергетическое поле ауры подключено к нам через то, что мы называем чакрами. В переводе санскрита — «колесо света». И это подключено к тому, что мы называем физическим телом через эндокринную систему, образуемую железами, две из которых, именуемые гипофизом и шишковидной железой, вместе образуют то, что известно как «третий глаз». Возможность связаться с потусторонним посредством шестого чувства, как поется в одной из песен Мьюз. «Если б ты мог как свет включить свой третий глаз, ты б видел всё как есть, вновь смерти не боясь». Слова именно об этом. Потому что настоящие мы там. Сейчас всё, что может закрыть его, держит нас в реальности пяти чувств и мешает нам прорваться к нашему большому «я». Вот где они хотят, чтобы мы всегда находились. Где они уже заключили, как в тюрьме, так много людей, подавляющее большинство в этой стране, в тюрьме ложной личности. Мир выглядит твёрдым, действительно, но это не так. Он не такой, даже если кажется таковым. Если вы стучитесь головой о стену так же, как шли бы по углем в уверенности, что обожжёте ноги, что ж, это ваше дело. Но мир не плотный, поскольку состоит из атомов. И как доказала квантовая физика, в атомах нет плотности. Как может ничто, что по сути пустое пространство, формировать плотный мир? Не может. Он выглядит так по причине того, что подобная информация в волновой метафизической вселенной декодируется как плотность, как твёрдость. В очередной раз мы всего лишь декодируем таким образом реальность, придающую окружающему миру форму. Мы считываем информацию с диском и вводим её на экран. Это выглядит, как будто имеет пространственно-временную плотность, но это не так. Это просто считываемая информация. Вот, что по-настоящему происходит с нами. Причина, по которой мир выглядит твёрдым, трёхмерным, в том, что мы живём в голографическом мире. Мы видим голограммы, мы можем купить их в магазине, где они выглядят трёхмерными, но на самом деле всё иначе. Это только иллюзия. Так это сделано. Вот как это происходит. При помощи лазера часть лазера идёт на объект, который фотографируется, другая часть прямо на фотопластинку. Затем часть, падающая на объект, также попадает на фотопластинку. Они сталкиваются, две части лазерного луча сталкиваются, создавая волновую структуру. В голографии это называется интерференционная картина или интерферограмма. Это как уронить два камня в пруд, а затем волны, ими вызванные, сталкиваются между собой, и это волновая репрезентация того, где упали камни, с какой высоты, какого веса они были, какого размера и прочее, прочее. Вот так выглядит волновая структура на голографическом отпечатке. Это информация. Вроде ничего такого. Очень похоже на отпечатки пальцев, что на самом деле не зря. Но что же это? Направь на это лазер, и вдруг трёхмерное, мало того, выглядящее по-настоящему плотным изображение появляется перед нами. Именно так мы создаём реальность. Она голографическая. Этот парень, где-то в Австралии, по-моему, в Мельбурне, но он был спроецирован в виде голограммы на сцену в Аделаиде, а это то, что сделал канал CNN. Так что мы создаём голографическую версию данной информации, так же, как происходит с обычной голограммой в нашей голове. Вот откуда идёт это построение. Что смешно, я говорю об этом годами. И тут я натыкаюсь на этот очень-очень официальный журнал New Scientist за январь 2009 года. На его обложке вижу вы голограмма, проецируемая с края Вселенной. И вам не обязательно проходить все круги Академии, что чаще всего наихудшее из возможных вариантов, поскольку вы будете ограничены размерами коробки, размерами почтовой марки, своих убеждений, чтобы понимать реальность. Нужно лишь принять это. Она вокруг нас, несёт в себе это знание. И тут возникает вопрос, каким образом что-либо может быть и волной, и частицы одновременно. То, что квантовая физика открыла, сама удивившись, что да как такое может быть? Очень просто. После создания голограммы волна никуда не исчезает, пока голограмма проецируется. Они обе существуют одновременно. Информационное построение и декодированная голографическая форма. Частицы и волна существуют одновременно. Всё до смешного просто. Люди часто считают это очень сложным. Одно из интереснейших свойств голограммы — то, что каждая часть — это меньшая версия целого. Поэтому если разрезать голографический снимок на четыре части и направить лазер на одну из них, вы получите не четвёртую часть картинки. Вы получите в четверо меньшую версию всего изображения. По этой причине из-за этого происходят подобные вещи. Поэтому рефлексологи имеют возможность находить точки на руках и ногах и ещё где-то соотносящиеся с различными органами и частями тела. Таким же образом акупунктура способна, как и рефлексология, используя точки на ушах, делать что-то здесь, это влияет на сердце, сделать что-то здесь, это влияет на печень. Потому что это голограмма. И это должно быть так, ведь каждая часть голограммы является малой версией целого. Голографическая кровь — это книга американского физика, которого зовут Харви Биггелсон. Я видел это. Он обнаружил голографические изображения в крови. Я смотрел сквозь один из его всерьёз мощных микроскопов, и пока он увеличивал и увеличивал и увеличивал изображение, моя кровь превратилась из крови в общем понимании, в кварцевый кристалл. Когда мы дошли до максимального уровня, вот что мы и есть — кристаллы. Что ж, раз мы живём в голографической реальности, где все — малая версия целого, мы сталкиваемся с принципом как вверху, так и внизу. Посему энергетическое поле человека столь же похоже на энергетическое поле Земли, ведь мы — меньшая часть голограммы Земли, а голограмма Земли — меньшая часть ещё большей голограммы. На одном из уровней эта реальность имеет цифровую природу, и они создают сейчас, и это исключительно значимо по отношению к тому, что я всегда говорил, они создают сейчас цифровые голограммы, построенные по принципу слегка отличающемуся от того, что было ранее. И некоторые из этих цифровых голограмм — это одна из них — используются на презентациях для продажи товаров и так далее. И люди боятся пройти сквозь голограмму, потому что она выглядит как настоящее, твёрдое. Вот что это такое — цифровые голограммы. Цифровые голограммы — вот какова реальность, в которой мы обитаем, той, что я называю видимым миром. По этой причине работают цифры, нумерология. Нумерология способна предсказывать события, провоцировать их, потому что работы на цифровом уровне реальности. Компьютеры функционируют по двоичной схеме, где включение-выключение электрических зарядов, символизируют единицы и нули. Сейчас начат разработки компьютеров на троичных системах с третьей цифрой, минус один. А человеческий мозг работает как на двоичных или троичных включить-выключить системах электрических импульсов и, конечно, А, С, Г и Т, коды ДНК, также хорошо вписываются в схему. Так что, когда в фильмах вроде «Матрицы» мы видели проекцию поверх физического мира, это был цифровой мир. Так же, как и наш, является именно таким же. И, как я говорил, ученые не въехали в подобные вещи в основное направление, поскольку фокусируются на своих узких дисциплинах, своих индивидуальных точках и не соединяют эти точки, следовательно, не в состоянии видеть картину целиком. Я недавно смотрел передачу, обычную научную программу, задававшую один вопрос, как минимум в течение часа, в течение часа, какое число самое большое? А потом шли эти бесконечные цифры. Это продолжалось и продолжалось. Они честно пытались ответить на заданный вопрос. Что ж, я скажу вам самое большое число. Вот оно — бесконечность. Не существует самого большого числа, только всевозможность. А числа — это цифровой уровень этой реальности. И поэтому числа представляют собой разные состояния волны, вибрации. В результате мы способны манипулировать реальностью посредством чисел и нумерологии, поскольку вы манипулируете этим уровнем декодированного конструкта, построения. Так что же все это значит? Мы живем как ложные личности. Мы считаем себя людьми, тогда как мы сознание. Мы многоуровневое сознание. Не просто тело, а сознание. Некоторые люди пережили околосмертный опыт и по возвращении рассказывают о том, что с ними происходило, когда они были при смерти. Иногда они упоминают туннель. Потом они возвращаются, после того, как тело было покинуто сознанием на короткое время. Этот рассказ мог бы заменить почти любой из подобных. Все с самого начала, мое рождение, мои предки, мои дети, моя супруга, все сошлось вместе одновременно. Я видел все, что имело отношение ко мне и к тем, кто собрался вокруг меня. Я знал все, что они думают, о чем они думали раньше, что происходило когда-то, что происходит сейчас. Времени не существует, нет никакой последовательности событий, ограничений, подобных расстоянию, временным отрезкам, месту. Я мог оказаться, где бы ни пожелал, одновременно. Именно тело-компьютер вводит нас в заблуждение всем перечисленным. И закончим на этом моменте. Чтобы держать нас в неволе, нас заточили в левом полушарии мозга. У нас их два. Правое полушарие и левое полушарие. И мозг, называемый мозолистым телом, посредством которого они соединяются между собой и должны обмениваться информацией. Правая половина мозга может находиться в очень и очень разных состояниях. Оно всегда где-то там, это воображение, связь с потусторонним, и все такое. Левая половина имеет дело с числами, словами, последовательностями, распределяет все иерархически и все такое прочее. Чего же хочет система? Держать нас в левом полушарии, потому что когда мы здесь, а не здесь, мы тут. И вся система устроена таким образом, чтобы держать нас здесь, образовательная система и все остальное. Я как-то нашел это, разделение функций правого и левого полушарии. Правому хочется назвать цвет, левое хочет иметь дело с языком. Оно хочет назвать слово. Что интересно, когда пытаешься пройти испытания и назвать цвет, это очень сложно для многих назвать цвет вместо слова. Сказать зеленый вместо того, что хочет левая половина, то есть желтый. И функции обоих исключительно различные. Эта дама, исследователь мозга, нейроанатом, зовут ее Джилл Болти Тейлор, стала известной после того, как с ней случился удар в 90-х годах. По-моему, она пережила инсульт в левом полушарии мозга, продолжая оставаться в сознании большую часть времени. Поэтому испытала все случившееся. В первую очередь она забралась на велотренажер, пытаясь превозмочь то, что ощущала, и посмотрела вниз на свои руки, поскольку ее декодирующая система левого полушария не работала и не дешифровала реальность, как и должна. Она посмотрела вниз и не увидела своих рук, она увидела какие-то когти. Со временем она перестала видеть границу между самой собой и всем остальным, что ее окружало. Все объединялось в одно бесконечное поле энергии, сознания. И она сказала, что это было просто блаженство. Нирвана, не иначе. Когда она попыталась в конце концов левое полушарие в какой-то момент вернулась в эфир, требуя позвать на помощь, позвонить на работу коллеге, чтобы он помог ей, это потребовало 45 минут примерно, как она сказала, долгое время, на попытке перебрать визитки и найти нужный номер, потому что, когда она смотрела на них, то не могла более различать числа и слова, ведь это перестало декодировать реальность, как следует. Она видела только пиксели. Она видела эту реальность на один шаг назад в ее цифровом виде, как пиксели. Наконец, продираясь сквозь закорючки, как она сказала, она смогла набрать номер. И когда парень на другом конце провода, по всей видимости, произнес «Аллоу», все, что она услышала, когда он поднял трубку, было «Вуф-вуф-вуф-вуф-уф». Она, говорит, попыталась сказать ему «Эй, это Джилл, у меня проблема». Но вместо этого опять «Вуф-вуф-вуф-уф-уф-уф». Поскольку звуковая вибрация не декодировалась левой половиной мозга, отвечающей за знания языка, слова, которые мы способны понимать. Система хочет, устанавливая защитные стены, такие как образование, наука, политика, СМИ, осуждения близких, держать правое полушарие в неведении. И это исключительно важно, поскольку все эти вещи части защитного механизма, сохраняющего нас в реальности левого полушария, вне бесконечности правого. В наше время некоторые люди их называют «савантами-аутистами», как вот этот человек, Стивен Уолшер, могут пользоваться правой половиной, возможно, так, как недоступно другим людям. И поэтому он в состоянии делать фантастические вещи. Этого парня, Стивена Уолшера, канал BBC катал в течение получаса на вертолете над Лондоном, не позволяя ему пользоваться чем-либо, кроме собственных глаз. И вернувшись на Землю, он нарисовал Лондон с высоты птичьего полета с невероятной точностью. Почему? Потому что он имеет возможность пользоваться бесконечным потенциалом, о котором левополушарные люди, большинство людей в мире даже не догадываются. Этот парень, Даниэл Таммит, еще один савант, также способен на невероятное. Однажды он поспорил, что выучит исландский язык за неделю. А этот язык исключительно сложен для изучения. Я имею в виду, что никто на телевидении не пользовался в своих новостях, никто не пользовался настоящим именем того вулкана в Исландии. Помните? Они просто не могут его, блин, произнести. Этот парень вернулся на экраны неделю спустя, говоря на исландском. А его учитель Исландского сказал, «Он не человек!» «Да!» «Он не человек!» «Он человек, какими мы когда-то были и будем снова!» «Когда нынешнее подавление нашего потенциала и наших бесконечных возможностей уйдет в прошлое, и всё это дерьмо закончится!» Мы поклоняемся интеллекту. «О, у него блестящий ум! О, он был на хорошем счету в Оксфорде! О, он поступил в Гарвард!» Ум, разум — это настолько низкий уровень осознания. Он должен выступать средством исследования в этой реальности, слугой сознания, но стал нашим господином, стал предметом поклонения. И вот каков замкнутый интеллект. Вот каков замкнутый интеллект. Мы с вами дошли до самого важного. Это развилка на дороге, ответ на вопрос, станем ли мы сознанием или останемся разумом, станем ли мы всем, что есть, или останемся маленькими «я». Это скорее не освободи свой разум, это освободи себя от разума. Вот почему общество построено таким образом, чтобы полностью поглотить нас, затопить нас происходящим вокруг, чтобы оккупировать наш разум. Откройте свой разум, станьте всем, что есть. Бесконечная любовь — единственная истина, все прочая иллюзия. Что такое бесконечная любовь? Всевозможность. Бесконечная возможность. Выбор между головой, мышлением, интеллектом и сердцем, знанием, более широким самосознанием. После этого мы начинаем получать доступ к этому более полноводному потоку информации, видеть мир совершенно другого уровня. Начинаем получать доступ с того момента, как выбираемся из тюрьмы разума. Все эти другие реальности, которые доступны и воспринимаемы, где можно собирать озарение, краящееся в информации оттуда, которое отрицалось при существовании в запертом, замкнутом в себе разуме. Как сказал Уильям Блейк, если бы двери восприятия очистились, все пристало бы перед человеком как есть, бесконечным. Но система контроля играет за то, чтобы подобный казус не случился. Рене Декарт, французский математик и философ, определяя, кто мы есть, сказал, «Я мыслю, следовательно, существую». Я бы модернизировал это до уровня тела компьютера и сказал бы так, «Я вычисляю, следовательно, существую». Более того, в царстве сознания это просто «Я есть, следовательно, я есть». Я есть все, что есть, было и когда-либо будет. И эта многоуровневая страна чудес держит в тайне от нас это знание, чтобы не выпустить людей из душевного состояния маленького «я». только так крайне немногие могут контролировать миллиарды. Без этого знания мы не в состоянии понять заговор и то, как он работает. И вопрос в том, кто стоит за всем этим. Заметьте, они уже прячутся. Кто за занавесом? Именно к этому мы перейдем в следующей части, которая начнется через 10 минут. Спасибо большое. Конец первой части. Перевел Святослав Макаров, озвучил Рамбл. Специально для Unseen Matters. Лев уже не спит. Часть вторая. Лунный контроль. Это следующая часть лекции переносит нас от информации об окружающей нас реальности к осознанию ситуации, в которой мы себя обнаруживаем. 20 лет разделяют эти фотографии. И за это время произошли удивительные вещи. Огромное множество людей прошли путь от этого к этому, и это растущая кривая, постоянно увеличивающая шаг. И люди начинают видеть, что во все большей степени перед их носом, что мы наблюдаем все более очевидное установление всемирного фашистского или коммунистического государства, это одно и то же, так или иначе. Уверен, население фашистской Германии, как и население сталинской России, находили большую разницу между обществами, в которых жили. Разные названия для исходной одинаковой системы контроля. Но я бы сказал, что оставаясь на уровне пяти чувств, на уровне занимаемым видимым для нас миром банковское жульничество с провоцированной войной установления режима, описанного Орвеллом, мы не сможем увидеть истинную картину того, что происходит. Поэтому я говорю вам, посмотрите внимательнее. Мир изменяется и изменяется столь стремительно в отношении всех возможных аспектов этой системы контроля, будь то манипулирование образованием, манипулирование войнами, занятие высших постов марионетками, всевозможная гадость в пище и питье, контролирование СМИ, сфабрикованное глобальное потепление, большая фармацевтика, 11 сентября и всё такое прочее. И это уже на пороге, стройно и координировано. Так что если мы думаем, что разворачивающаяся перед нами ситуация зависит от нескольких мужчин и женщин в тёмных костюмах, сидящих за круглым столом, решающих каков их следующий шаг, мы явно и с блеском не понимаем в чём же дело. И подавляющее большинство тех, кто в последние сколько-то лет начали расследовать происходящее, не пойдут дальше подобных представлений, не пойдут дальше, поскольку система верований не позволяет им этого. Часто это их религиозные верования, а также страх того, что подумают о них другие, если они пересекут некую границу, подобную той, что собираюсь сейчас пересечь я. Как люди распорядятся всем этим и их дело? Моё право высказаться. Так вот, отнюдь всё чуть сложнее нескольких человек, рассевшихся вокруг стола, где-то там, обсуждая свой следующий шаг. Один уровень, тот, что мы видим в новостях или где-то ещё. А следующий уровень, нечеловеческий, относящийся к другому измерению, которому я уделяю внимание в этой части. Далее уровень природы реальности, что я уже представил вам сегодня. Затем, всё, что связано с Луной, о ней расскажу тоже в этой части. Но кроличья нора тут не заканчивается. Она идёт глубже и глубже и глубже. И чем глубже ты спускаешься, тем больше понимаешь, в чём состоит игра, тем больше можешь изменить её. И всё это имеет отношение к контролю или программированию восприятия. Это единственная возможность для горски людей, это действительно горско по сравнению с мировым населением, контролировать миллиарды. Манипулируя тем, как мы взаимодействуем с реальностью, утаивая от нас то, что мы сознание, окружая нас мыльным пузырём ограниченного восприятия своих возможностей, мышлением «я не могу», манипулируя тем, как мы декодируем реальность, а значит, заставляя нас видеть мир, как этого желает система контроля. Это основа всего происходящего каждый день, поскольку это основа всего происходящего под знаменем всего заговора в целом. Да, конечно, на одном из уровней это действительно выглядит словно тёмные костюмы вокруг стола спорят о следующем шаге, однако это всего лишь очередной образ этого замысла. Его корни глубже. Гораздо глубже них к тайным советникам, к Мэддлсонам, если говорить об Англии. Питер Мэндлсон, если он чем-то и не манипулирует, то постоянно тянет к этому руку. И к Раму Эммануэлю в Америке, куратор действий или надсмотрщик Барака Обамы. Это идёт всё глубже за них, паутину тайных обществ, и, наконец, выходит за пределы нашего измерения. Вот из какой дыры вся эта кутерьма растёт. Из-за границы частот видимого светового диапазона. И это связано с нечеловеческими существами, теми, кого люди зовут серыми, и главными из них, как я бы сказал и говорил, ещё давным-давно, принимающих облик рептилий. Они управляют извне, хотя могут появляться в видимом спектре. Однако, по причинам рептильного свойства не в состоянии находиться здесь слишком долго. И когда кто-то спрашивает, почему бы им просто не прийти на свет и не взять нас тёпленькими, то они не могут, а то вышли бы. Они имеют возможность прести настолько надолго, насколько длины волн определяют несовместимость и необходимость уйти, и невозможность остаться на больший срок, но всё же существуют технологические возможности преодолеть эту проблему. Они оперируют этой реальностью из-за границы видимого диапазона при помощи кровных династий, скрещивающихся между собой семейств. Мы до них ещё дойдём, и мы зовём их семействами иллюминатов. Итак, мы оперируем в видимом световом диапазоне, но за его пределами, занимая то же самое пространство, бесконечность других миров и реальностей. И если так называемое НЛО появляется в этой реальности, поскольку оно оказывается в диапазоне видимого света и за границ частот нами недекодируемых, оно кажется появляется просто из ниоткуда. Это потому, что происходит следующее. Оно в действительности никуда не входит, и только меняет своё вибрационное состояние, чтобы резонировать с видимым диапазоном, и это словно оно появилось из ниоткуда. Да и вообще, как часто вы, если честно, видите такую сцену? Честно, приятель там был на ЛО, и исчезло прямо перед глазами. Да ты под чем, приятель сегодня? Не гони пургу. Происходит то, что аппарат увеличивает свой вибрационный волновой резонанс, чтобы уйти за пределы видимого спектра, поэтому для наблюдателя это просто исчезновение. Не исчезает полностью, а покидает видимый диапазон. И этот ряд частот, что мы зовём нашим миром, манипулируется из вибрационного спектра, находящегося вне его. И сатанизм — это сеть, взаимодействующая из пределов видимого диапазона с этими рептилиями различным образом, до чего я ещё доберусь к окончанию дня. Постепенно всплывающие в отношении к этой теме области видимого космоса это созвездие Ориона упоминается снова и снова в связи с рептилиями. В отношении инопланетных посещений известны также Плеяды, и ещё по поводу рептилий, называется созвездие Дракона, которое соответственно напоминает нам драконовские законы, или иначе Орлевские, навязанные нам сейчас. Всё весьма хорошо вписывается в схему. Сириус также в списке участников. И ещё мы поговорим сегодня. Здесь есть что рассказать, и то, что произошло с Марсом, тоже важная деталь, как он стал таким пустым, безжизненным, каким не являлся когда-то. И когда я говорю об этих регионах неба, я не обязательно имею в виду эти места в видимом нам диапазоне, поскольку как мы многомерны, так и планеты, и звёзды, и прочие многомерны аналогично. Как какая-либо планета может быть опустошена в видимом нам спектре, это не обязательно также на других волновых частотах её существования. Даже наша Земля, существующая в видимом свете, также многоуровневая, как и всё остальное. Следующая важная часть данной истории в том, что после вторжения рептилии изменили генетику человека путём скрещивания. Не обязательно посредством физического скрещивания, но и технологическими методами, а также изменяя природу человека, изменяя данные, информацию, я вернусь к этому до конца нынешней части, ДНК улавливает эти изменения, и таким образом можно изменить всё, что угодно, изменяя данные, принимаемые ДНК. Не является случайностью, что у человека серьёзный процент генетического механизма является рептильным. Эта часть мозга, названная учёными R-комплексом или рептильным мозгом, будет иметь важнейшее значение в течение второй части лекции, поскольку исключительно важно, как поведение и восприятие человека манипулируется, чтобы мы видели мир так, как мы видим его повседневно. Скрещивание, о котором говорится и упоминается по всему миру в древних источниках. Думаю, потому что эта Библия наиболее известна следующая цитата из книги «Бытия». В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им. Это сильные, издревле славные люди. Но это всего лишь библейская версия. У меня лягушка застряла в глотке, это рептилии выходят из меня. По всему древнему миру можно встретить похожие истории и упоминания об этом скрещивании. Кое-что еще происходило параллельно теме рептилий. Не только в Библии. Рассказе об Эдемском саде и прочем, связанном с этим, образ змея доминирует. Но и во многих других древних источниках. И это связь между вторжением рептилий и тем, что мы называем грехопадением человека. И опять же это встречается повсюду. Эти темы будут всплывать рядом раз за разом в течение этой части лекции. Древние источники упоминают ту часть индусского цикла из четырех юг, что они обычно называют золотым веком, говоря о времени, когда человеческие существа были неправдоподобно другими в сравнении с нами нынешними. Они имели возможность доступа к гораздо более высоким уровням сознания. Они были не от мира сего, несмотря на то, что жили в нем. Они были способны на невероятные вещи и жили просто невозможно долго по нашим меркам. разрывом, но вдруг произошло некое неожиданное изменение, грехопадение человека, как его назвали. Я называю это разрывом, разделением. Произошел энергетический разрыв на уровне метафизической вселенной, уровне волновой информационной структуры, а процесс декодирования в эту голографическую реальность очевидно отразил на голографической картине видимого мира этот разрыв в информационной структуре. И это изображение данного события символическое изображение. Что бы ни случалось здесь, декодируется отображаясь там. Именно здесь произошел разрыв. Это выглядело как искажение в информационном потоке. Спасибо, друг. Благодарю. Джину капнул, нет? Это было искажением в основной информационной структуре, и я скоро подойду к тому, как это случилось. Было немало последствий этого, одним из которых явилось, это не было просто разрывом на энергетическом уровне мира, как такового. Явилось появление нарушений в человеческой структуре личности. Мы также исказились, потеряв все величие и гармонию, что были присущи нам ранее. Мы прошли путь от этого до этого. А сейчас наступил момент, когда нам пора выходить из этого состояния. А также были манипуляции с нашей генетикой, чтобы помешать нам принимать диапазоны частот, что мы принимали до этого. Это причина важнейшая, хотя не единственная, но важнейшая, по которой ученые называют 95% ДНК человека мусорной ДНК, потому что просто не знают, для чего она нужна. Это причина, не единственная, но веская причина. Почему мы используем только незначительный объем нашего мозга? Поэтому миллиарды клеток этого моста между полушариями мозолистого тела, как будто ничего не делают, их выключили. Нас погрузили в состояние, разделяющее нас, а как следствие, делающее нас контролируемыми, управляемыми. Так вот, замешанные здесь рептилии, а их количество просто мизерно в сравнении с населением Земли. Вот почему они безумно боятся быть разоблаченными, и это постоянная бесконечная тема, везде, куда ни глянь. И они заключили человечество как в тюрьму, пытаясь заключить в этот ничтожный диапазон частот восприятия, что зовется видимым светом. Другой ключевой аспект, то, что они создали гибридные династии с задачей посредников. Они стали известны в древнем мире как полубоги, люди богов, дети богов, полулюди-полубоги от их змеиных богов. Их задачей было, как я сказал, стать посредниками, оперирующими в видимом спектре за систему контроля, находящуюся за его пределами. И вполне естественно, что символ медицинской профессии — это на самом деле ДНК, изображённое в виде двух змей. Поскольку для рептилоидных генетиков, ушедших далеко-далеко от земных в понимании данной сферы, ДНК — это компьютерная программа, и они манипулируют ею для своих целей. И вот главный момент для понимания мира, в котором мы живём. Одно из важнейших свойств этой ДНК, гибридной ДНК, о которой мы говорим, что в ней устранено то, что мы зовём сочувствием. Возможность декодирования эмоций сопереживания. Сочувствие — это надёжный защитный механизм любого поведения. Если я могу сочувствовать последствиям моих действий по отношению к другим, это лимитирует, приносит баланс в мои действия. Если сочувствия у меня отсутствует и я не могу сопереживать, тогда полный безлимит. Нет того, что неприемлемо. 3000 человек, погибших 11 сентября. Да чё? Чё такого-то? Кто знает? Вот с этим мы имеем дело. И очень важно понять, что если мы рассматриваем подобное с точки зрения «Я не мог бы так поступить, значит и они не стали бы», мы совершенно ничего не понимаем, поскольку это не так. Нет, вы бы не стали этого делать, они стали бы, и с лёгкой душой, не сомневаясь. Цель скрещивания гибрид — это вибрационная волновая совместимость. Данные гибриды имеют больший процент ДНК рептилий, нежели основная масса населения. Хотя и у нас её много. Поэтому их резонанс близок к резонансу существ, находящихся прямо за пределами видимого света. И через данную резонансную связь, будто две радиостанции общаются друг с другом, контролирующее существо за пределами видимого света способно управлять мыслями, действиями, восприятием посредника полубога. И конечно, тема одержимости стара как мир и продолжается до сегодняшнего дня. Мы смотрим на этих людей, всё это, кстати, рисунки Нила Хейга, всё, что выглядит похоже. Большой, большой мой друг, большой художник. И этот образ символизирует факт, что он смотрит на него в видимом диапазоне и видит Джорджа Буша. Больше ничего. То, чего люди не видят, поскольку это за пределами диапазона декодирующей системы, это существа рядом с подобными ему, контролирующих их мысли, действия и прочее. Огромное количество экстрасенсов говорило мне по всему миру, как они видели людей, идущих по улице где-то ещё, а сзади них бесплотное существо рептилия, словно подключенное к двум нижним чакрам тела. Эмоциональный уровень зависит от одной из них. И они витают с ними повсюду. И вот хорошая аналогия. Вы знаете, что когда учёные работают в лаборатории, и им нужно исследовать что-то, что трогать не стоит, что слишком опасно, материал будет помещен в резервуар, и они надевают перчатки, которые позволяют им находиться вне резервуара, но манипулировать внутри него. Это очень подходящий символ того, о чём я говорю. Эти семейства иллюминатов, эти гибридные династии выступают в роли перчаток, оперируя внутри этой реальности. И Нил символизирует эти семейства иллюминатов внутри видимого света в виде бородатого человека. Где бы вы его не увидели во время лекции, когда мир начал оправляться от больших геологических катастроф, которым перейдём через секунду, были регионы, выделявшиеся на фоне остальных своими возможностями, потенциалом и развитием. Эти входили в их число. А данная территория Междуречье особенно важна для династии иллюминатов. Страна, когда-то называвшаяся Шумером за тысячи лет до Рождества Христова и ставшая потом Вавилоном. Вот почему Вавилон всплывает в текстах, написанных этими людьми столь часто. Это Месопотамия. Страна меж двух рек. Они вторглись в Ирак не только ради нефти или чего-то ещё. Не по одной, но по многим причинам. Среди них одержимость Ираком по причине того, что для этих семей, контролирующих наш мир сегодня, это очень важный почти религиозного исторического значения кусок земли. Когда Шумер, а затем Вавилон пришёл в упадок, эти семейства начали распространяться по земле. Так они стали королевскими династиями мира. А как звучат заявления королевской фамилии о своих правах? Право на престол по причине божественной привилегии править. Китайские императоры заявляли о праве быть императором из-за своей генетической связи со змеиными богами. И эта тема по всему миру о связи между змееподобными богами и королевской кровью. Они стали аристократией и королевскими династиями, заявляющими о праве на престол из-за своей ДНК. И у нас здесь та же колея. Глава государства в Британии до сих пор является таковой из-за своей ДНК. Глава государства из-за её ДНК. Я, как ни странно, послал жалобу, с ней ничего не произошло. Я послал её в комиссию по вопросам расовых отношений, или как там её зовут. Они просят заявлять о проявлении расизма, и я заявил о королевской семье. Ну да. Я имею в виду, это же логично. Логично. Ведь они... Они твердят расизм, мы должны остановить расизм, все эти чёртовы политики твердят. Чего? Так вперёд в Букингемский дворец. Говорят, вы можете стать главой только если вы потомок той же чёртовой семейки. Смехотворно. В общем, оно так всегда было и есть. Так что эти аристократические и королевские фамилии рулили дальше. Наконец, когда народы начали бунтовать против открытой королевской управляющей диктатуры, эти семейства, некоторые остались в королевских фамилиях открыты, до сих пор такое происходит, у нас, например, но эти семейства стали политиками, банкирами, бизнесменами, став тёмными костюмами. Но они всё ещё воспринимают себя как голубой кровью, особыми из-за генетической связи со змееподобными богами. Посредством Великобритании, так называемой Британской империи и прочих европейских империй, после переезда в Европу со Среднего Востока и из прочих мест, они распространили эти семейства по всему миру. Мы наблюдали их у власти во времена называемой нами колонизацией. Но существует два вида контроля. Один имеет конечные сроки, не может продолжаться вечно и будет сброшен. Контроль, имеющий конечную протяжённость, это диктатура, которую люди могут увидеть, потрогать, попробовать на вкус. Коммунизм, фашизм, апартеид. Люди знают, за что стоит бороться и в конце концов восстают против контроля, ведь они в курсе, с чем имеют дело. Наивысшая форма контроля — это невидимый его вариант. Тюрьма без решёток. Вы не видите решёток, потому что тюрьма весь мир. Люди не бунтуют против неволи, думая, что свободны. В этом идея замены колониального контроля другой его версией, называемой свободой. Случилось следующее. Когда этим колониям, вроде будущих Соединённых Штатов и всем прочим по всему миру, была дарована независимость, не было принято во внимание, что под разными именами остались отпрыски династий, сеть тайных обществ, манипулирующих в пользу заговора семейств. Эти страны так и остались под контролем. Но поскольку теперь у них есть возможность голосовать каждые пять или шесть лет, они не осознают, что живут в тирании. И вот так это работает. Тюрьма без решёток. Пока она не разоблачена, она продолжается вечно. Подобный род людей, особенно Ротшильды, которые являются крупными, очень крупными игроками, это посредники в манипулировании этой реальностью, посредники существ, обитающих в основном за её пределами. То, что они создали, похоже на мировую транснациональную корпорацию. Если взять подобную корпорацию, у неё будет где-то штаб-квартира, и в каждой стране зарубежный филиал штаб-квартиры головного офиса. Все филиалы в мире приводят в исполнение политику этого головного офиса. То есть паутина гибридного семейства иллюминатов создала совершенно то же самое, только вместо компаний сеть тайных обществ. Центр паутины находится в Европе по историческим причинам. По крайней мере, на операционном уровне люди в местах вроде Лондона, не британское правительство, а стержень тайных обществ в Лондоне. В Риме ещё один, вместе с римской церковью, и ещё места в Европе. И в каждой стране найдутся семейства из этой сети, чья работа дёргать за ниточки, контролирующие бизнес, банки, политику, прессу и всё прочее. То есть из центрального офиса в Европе, из центра паутины, все эти разнообразные места и страны по всей планете затем проводят в жизнь в своих странах то, что диктуется оттуда. Поэтому, путешествуя вокруг земного шара, я вижу, как идентичные вещи навязываются в разных странах примерно в одно и то же время, преимущественно под одними и теми же предлогами. Это всё глобальная сеть. Её можно символизировать как паутину, как я уже говорил, где Ротшильды очень близки к пауку. И все эти нити, всевозможные тайные общества, полутайные организации, мировые корпорации и всё остальное, поэтому, когда видишь все эти названия концернов, контролирующих мир во многих смыслах, фармацевтический картель и нефтяной картель и прочие, биотехнологический картель, всё это различные имена или маски на одном и том же лице. Данная структура, где из-за границ видимого света исходит контроль рептилий, испускаемый через семейство иллюминатов, которые надзирают за людьми из пирамиды власти, толкающими мир в определенном направлении. Рассмотрим еще один ракурс. Все эти разные люди, они воюют друг с другом и все такое, хотя если что-то выходит из-под контроля, они объединяются. Те наверху контролируют все эти страны, различные стороны общественной жизни, а простых людей стравливают между собой. Эти ребята не ходят на войну, они говорят этим недалеким ребятам идти воевать. Но если мы перестанем ходить на войну, всё, игра окончена, но мы ходим. Это смешно, это одна из ступеней к сознательности. Так что эти люди просто пешки в игре, генетические пешки в игре. Они нечто вроде пустой оболочки, марионетки заговора в видимой реальности. Я имею в виду, что некоторые экземпляры чуть лучше, не спорю. Если взять принцип троянского коня, то, что он символизирует, он появляется среди людей, он явно не то, чем кажется, но все равно обманывает людей, и приделать ему эту рожу к его морде, а затем включить воображение, то символически это тема нашей лекции сегодня. Мне присылают изображения со всего света, то, что находят в интернете или где похожее чем-то на рептилии, и я утверждаю, что это глаза присмыкающего, может, это игра света, но я использую ее, поскольку она дает представление о количестве народа, что рассказывало мне о подобном по всему миру. Множество разных людей, как они наблюдали смену телесного облика от человеческого криптилоида, особенно глаза. Первым меняются глаза, они описывают, как зрачки становятся змеиными. Что интересно, у одного из моих хороших друзей есть коллега, я не совсем согласен, однако он проводил исследования по развитию технологии сканирования радужной оболочки глаза, ему пришлось очень пристально смотреть в 2300 пар глаз. Он утверждает, что не знал о моих заявлениях, возможно, даже не слышал обо мне, и он рассказал моему другу, как был удивлен тем, что около 4% выглядели как глаза пресмыкающихся или похожим на них. Эта цифра частенько повторяется. По крайней мере, в моих расследованиях и 4,5% возможно, являются гибридами. Так что эти люди, помесь с рептилиями, человека-рептилоиды, если заглянуть им в глаза, за ними явно живет что-то еще. Я как-то встретился с этим парнем, это Тед Хит, он был премьер-министром Великобритании 70-го по 74-й, он втянул нас в то, что стало Европейским Союзом. Это длинная история, я рассказывал ее раньше. Он посмотрел на меня в гримерной на телевизионной станции, и пока он смотрел на меня, вот что сделали его глаза. Его глаза стали совершенно черными, целиком. И когда я заглянул в них, я думал, что это продолжалось, не знаю, минуту или две, и я смотрел в его глаза. Я сидел в этот момент, это было будто смотришь в две черные дры, потому что я не мог поймать его взгляд, это было просто невозможно. И я словно, как я теперь понимаю, глядел сквозь него, в другое измерение, откуда им на самом деле управляют. Это человек Тед Хит, уф, боже мой, боже мой. Дети, которых этот урод пытал и убил. Я говорил об этом еще в 98-м, в публикациях, и он был жив еще много-много лет после этого. Но ничего не случилось. Почему? Потому что это правда. Все эти люди только прячутся за человеческим обликом. Эй, почему все очевидно? Что еще сказать? М-м-м, ты выглядишь аппетитно. Отсутствие сопереживания в их гибридной ДНК объясняет, почему эти ребята позволяют себе подобное. И когда вы раскрываете свой разум, начинается... Это нереально, это смешно, когда вы раскрываете свой разум и говорите, окей, я не стану просто верить этому, я буду следовать, куда это ведет. Вы обнаруживаете, что то, о чем я говорю, просто очевидно, когда все всплывает из подсознательного на поверхность. Самая старая форма религиозного поклонения в мире относится к 70 тысячам лет тому назад в пустыне Калахари, что находится в Южной Африке. И это поклонение рептилиям, поклонение змеям. Этот человек, преподобный Джон Батхёрд Дин, написал в 33-м году очень хорошую книгу, названную «Поклонение змею». В ней он исследует поклонение змеям по всему миру. Вот его заключение. «Похоже, что ни один народ не был достаточно удален географически или достаточно религиозно противоречив, чтобы эта и единственная характерная черта суеверий была общей для всех, и самые цивилизованные, и самые варварские склонялись к равным почтениям перед одним и тем же божеством. И данное божество либо являлось, либо было представлено в виде того же священного змея. Похоже также, что в большинстве, если не во всех цивилизованных странах, где поклонение змею имело место, некоторые сказания или обычаи, включавшие в себя его историю, прямо или косвенно упоминали грехопадение человека в раю, в котором этот змей был замешан. Из этого следует, что самый древний источник, относящийся к причине природеподобного поведения, должен быть тот, из которого произошли все остальные, и который представляет торжествующего змея, торжествующего над человеком в стадии невинности, вводящего его душу во грех, как он, как священник, это называет, в уничижительное положение и восхищение им. Как я говорил, это всплывает, куда ни глянь. Вы находите очевидные изображения змееподобных богов. Эти были найдены в могилах культуры убаид, которая предшествовала Шумеру, там, где сейчас Ирак. Это наги, рептилоидные люди, оборотни из Индии и остальной Азии. Друиды когда-то поклонялись богу-змею по имени Хью, если подумать, Хью Мэн, человек, как вид по-английски, это человек-змей. Все снова в тему. Египтяне поклонялись змей подобным богам и изображали своих фараонов по причине этого соответствующим образом. Вот кобра, выглядывающая из-под их головного убора. Вот сам головной убор в виде кобры, представляющей собой змея. Вот брюхо кобры. Кобра — постоянный символ для этой змеиной расы. В Центральной Америке был кецекуатль, бог пернатый змей. По версии майя его звали кукулькан. В Чичен-Ице, например. По всей Азии, Японии, Китаю и прочим, самый доминирующий символ в этой части мира — это дракон, также имеющий происхождение от поклонения змеиным богам. Фольклор полон историями о змеях и им подобных. Когда я впервые встретил Кредомутва, теперь уже давно, он вышел на меня, когда я путешествовал по Южной Африке. Он зулузский шаман, официальный историк народа Зулу. Он прочел мою книгу «Самый большой секрет», где я впервые упомянул рептилию, он спросил, «Мистер Дэвид, как вы узнали? Как вы узнали о Читаури?» А я и не знал о Читаури. Расскажите мне. Он поведал мне историю Африки, где Читаури, что переводится как «Дети змея» или «Дети питона», поработили мир, так же, как это написано в других древних источниках по всему миру. Это картина, где Кредомутва нарисовал один из видов Читаури. Он упоминался в древности и упоминается сейчас. А еще он показал мне это, это называется «ожерельем тайны». Это жерелье исключительно тяжелое, из меди. Он носил его на плечах. Как он может его носить, просто не знаю. Оно очень тяжелое. Оно служит ему, как историку зулузского народа. Символы, что висят на ожерелье, говорят об истории Африки и всего мира. И главное место спереди занимает непохожее на человека существо с отростком в режиме «Иди и возьми меня» и «Человеческой женщины». И я спросил, «О чем это все?» И он ответил, что это символ искрещивания Читаури и людей, чтобы создать гибридные династии этих детей-змея. И я спросил его, кстати, отросток сейчас медный, но изначально это ожерелье Тайн упоминается в источниках 500 лет назад, а Кредо считает, что ему около тысячи лет, и на нем висит летающая тарелка, очень похоже. И предания рассказывают, что так Читаури прибыли сюда. В любом случае, он теперь медный, но когда-то был из золота. Он был украден, племя не могло себе позволить вернуть золото на место, и это ведет нас в Северную Африку и Египет. К основной теме египетских мифов, к золотому пенису Осириса, которое относится к этому золотому семейству особой династии. Когда я спросил Кредо, почему он не выглядит как рептилия, он сказал, потому что Читаури, и эта тема встречается постоянно, Читаури запретили изображать себя, как они выглядят на самом деле. Кто-то нарушил требования, большая часть нет, им пришлось сделать это символически, посему они изобразили их совершенно, очевидно, не человеком, но и не рептилией, опасаясь последствий. И когда я писал новую книгу «Раса человеческая, поднимись с колен», я наткнулся на готовящуюся публикацию, думаю, книга сейчас уже закончена, человеком по имени Пьер Сабак, и называется она «Убийство реальности». Пьер Сабак потратил семь лет, чуть ли не закапываясь в словарях. Он сумасшедший по поводу слов и их происхождения, копая в словарях и, конечно, всех этих народностях, языках и эпохах. Он установил факт, что язык, первичный язык, если следовать за происхождением слов вглубь веков от языка, используемого сейчас, наши истоки, где слова зародились, рассказывают историю данной рептилоидной змеиной расы богов, порабощающей человечество, и как люди изображали эту расу по причинам, озвученным выше, не так, как есть, а в виде орлов, ястребов, сов, ангелов. Если проследить за происхождением слова «ангел», согласно исследованиям Пьера, то получишь слово, означающее «змей», «змеиный». Орёл изображается на бесчисленных флагах и гербах разных стран, включая самого известного американского. Совы постоянно повторяются вместе с богиней Вавилона, Семирамидой или Иштар. Предание об ангелах, особенно тема падших ангелов, представляющих собой эту рептилоидную расу и её скрещивание с человеческой. А есть ещё гор, сын Божий Египта, сын рождённый девой, увековеченный в виде ястреба и снова с чертами рептилии. Это Серафим, один из иерархии ангелов в христианских и еврейских верованиях. Слово «серафим» значит «змей», если добраться до его истоков. А вот крылатый змеиный диск, очень широко распространённый в древнем мире. Другое, что они делали, это символизировали небеса, как верхний океан. Существует обычный океан, что очевидно, а также верхний, который небеса. Они говорили о богах, о змееподобных богах, пребывающих на своих небесных лодках по верхнему океану. Поэтому у нас так много морской символики, относящейся не к морю, а к небесному океану. И книга отслеживает это. Эти семейства были известны в древние времена в виде всевозможных символов и кодов, вроде детей с небес и земли, детей богов, детей неба. Ещё одним большим символом, обозначавшим этих богов, змеиных богов, был смотритель. Их называли смотрителями. Это очень часто упоминается. Поэтому здесь изображён глаз, как подтвердил Крэдамутва на руке на жерелье тайн. Это смотрители, это змеиные боги. Поэтому у нас нарисован глаз на верхушке пирамиды, всевидящий глаз на однодолларовой купюре. И поэтому это столь важный символ иллюминатов в сети тайных обществ. Они боги, надзирающие пирамиду контроля. Один из образов, которым они пользовались для гибридных династий в древнем мире, были наполовину люди до пояса, а ноги или нижняя часть змеиная. Постоянно натыкаешься на эти вещи, когда копаешь глубже. Кругом встречается символика полу-людей, полу-змей. Видишь её снова, снова и снова. И кобра, я уже говорил довольно часто, встречающийся символ змееподобных богов. Как и борьба со змеями-богами, битвы с ними. Даже слово «мессия» происходит от «месях», что означает нильского крокодила, чьё масло они использовали. Масло из нильского крокодила для миропомазания фараонов. Даже сейчас в британской церемонии коронации они символизируют это соответствующим образом, включая в нашу собственную церемонию. И в Библии дьявол символизируется или описывается как рептилия, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную. Он был низвержен на землю ангела, и его низвержены с ним падшие ангелы. Снова постоянная тема. Все эти народные сказки о целовании лягушек, превращении в принцев с вариациями опять тема рептилий. Всё часть той же истории. Люди шлют мне изображения со всей планеты после того, что слышат от меня. Удивительно, как часто мы видим символику рептилий и людей или полулюдей рептилий. Или горгульи, неожиданно часто попадающиеся во дворцах и замках и церквях элиты, символизируют ту же тему. И все эти последние, не знаю, двадцать с чем-то лет, сколько встречалось рептилоидного символизма в детских мультиках и прочих детских развлечениях. И совсем недавно, может вы и видели это, быстро глянем, это картина шестнадцатого века в национальной портретной галереи «Портрет королевы Елизаветы I». Они думали, что она держит в руках цветы, которые кто-то нарисовал поверх, но то, что было под ними, выглянуло на свет. И вот это изображение, оно было в газетах и снова держит змею исключительно в тему. И эти аристократические семьи, ставшие гибридами, постоянно используют рептилий, драконов и другие змееподобные изображения на своих гербах или что там у них еще есть. И один из центров, как я уже говорил, это Лондон. Не Лондон целиком, Лондон как большая конурбация, но лондонский сити и темпл, который плавно перетекает в сити Лондона, естественно являющийся большим центром не только британских, но и мировых финансов. И как соответствующее, что у них на гербе крылатые драконы и знаки тайного общества рыцарей-тамплиеров, основной нити в паутине тайных обществ, как главный символ лондонского сити. Вот что вы проходите мимо, входя в сити обязательно. Другая тема изображений, попадающихся по всему миру, это змеи, пожирающие людей. И может это неприятно слышать, но они едят людей. Когда они выходят в видимый спектр, они используют людей как пищу, как люди используют животных, скот, овец. И постоянно наблюдаешь одно и то же по всему миру. Это Центральная Америка, регион Майя. Это нарисовал Кредо Мутва по мотивам южноафриканских мифов о змеиных богах, Читаури, поедающих людей. А это Альфа-Ромео. Что это здесь они делают? Да, то же самое. А в саду одного из дворцов, или назовите его особняком, Сильвио Берлосконе в Италии, её лидера и одного из самых коррумпированных людей в мире, снова то же самое изображение. Вне видимого света они питаются человеческой энергией, эмоциями, а именно низкочастотными эмоциями, потому что это единственное, что им доступно. И они держат человечество в состоянии мысленного и эмоционального напряжения. как следствие мы продолжаем отдавать эту энергию, которую они затем потребляют. И это станет важным моментом в следующей части, когда я расскажу о широко распространенной среди элиты педофилии. Поскольку энергия меняется вместе с эмоциями, выражаемыми нами. Когда мы выражаем любовь, это определенная длина волны, когда ненависть, это совершенно другая длина волны. Один мой друг из Японии стал очень известен благодаря тому, что брал воду. Его зовут мистер Эмото. Он брал воду, наливал ее в емкость, затем он надписывал слова любви или ненависти или еще какие на боку этой емкости, потому что если вы пишете слово, это слово может казаться в видимом диапазоне как буквы, которые можно написать и прочитать, но в волновом спектре это представляет собой вибрацию. Если бы вы могли сравнить вибрации написания слова ненависть и написания слова любовь, это было бы очень неожиданное зрелище, поскольку происходит следующее. После написания слов на емкости он замораживает воду очень-очень быстро. Я видел, как это делается в лаборатории, а затем он фотографирует кристаллы. Это кристалл из воды на сосуде, на котором были написаны слова любви и признательности, а на этом были слова ненависти. И у него вышло несколько книг об этом всем, с этими фотографиями внутри. А это та энергия, что они потребляют, находясь за пределами видимого света, а значит большую часть времени. По этой причине им необходимо держать нас в состоянии, которое генерирует ее. Все эти вампирские штучки, потому что они пьют человеческую кровь, находясь в видимом диапазоне, поскольку она несет генетический код человека, позволяя им поддерживать вибрационную совместимость с нашей реальностью, дольше обычного, пока им не приходится убираться отсюда. Поэтому они пьют так много крови. А теперь вся эта тема об оборотнях, изменений физического облика, по поводу чего мне досталось, сами знаете, немало усмешек и издевательств. Когда я только начинал говорить об этом, люди говорят, невозможно одному твердому телу превратиться в другое твердое тело и потом обратно. Я говорю, вы уверены? Согласен с вами. Конечно, невозможно. Но происходит именно это, поскольку нет никакого твердого тела. Все происходит при декодировании данных, твердости не существует. Так что же происходит при изменении облика? Вот ситуация и переднее, доминирующее с нашей точки обзора энергетическое поле человеческое. Поэтому мы смотрим на Джорджа Буша или кого-то еще и видим человека. Но иногда, особенно в минуты эмоциональных переживаний, может произойти этот сдвиг, когда поле рептилии выходит на передний план. В этот момент оно становится доминирующим часто ненадолго и наблюдатель начинает его декодировать. Затем сдвиг происходит в обратную сторону и вы снова декодируете это. И для обозревателя, декодирующего этот сдвиг, создающего голографическую реальность в своей голове, где все это для него и происходит, объект из человека превратился в рептилию, а потом обратно в человека. Это происходит не с твердым телом. Она голограмма, как и все. Мы голограммы, а голограмма способна на сдвиг. А вот где происходит изменение облика, то, что мы называем так, всего лишь иллюзия в наших головах. Так что дорога к тирании началась, когда прибыли рептилии. До этого, как я уже говорил, мир был совершенно другим. Золотой век, время, когда люди были просто удивительными до порабощения. А затем произошел этот энергетический разрыв, искажение в информационной структуре, отразившееся в геолографической реальности на одном уровне, как серьезные геологические события с извержениями вулканов, штормами и прочим. И что очевидно, символизированные Ноем и Великим Потопом, но потопов было немало, не один. А Ной просто библейская версия гораздо более древних историй, рассказывающих то же самое, как Земля перевернулась, как произошел ужасный потоп, приливные волны, которые мы теперь зовем цунами, крупные геологические катастрофы, смещение земной коры. В общем, мир и, безусловно, общество, существовавшее тогда, были разрушены, и все началось с чистого листа. В этом искажении люди потеряли свою силу, заключавшуюся в связи с высшими уровнями знания. Произошло вот что. Мы перестали быть частью общего поля сознательно и были порабощены и подавлены этой расой рептилией. Потому что когда нас вернули к чистому листу при помощи геологической катастрофы, как это случилось, я еще расскажу уже скоро, земля стала успокаиваться, после этого все начало восстанавливаться, но на другом, более низком уровне, чем раньше. Потом были генетические манипуляции. В Китае не так, как в большинстве стран, вы не можете получить доступ к большей части интернета, поскольку компьютерная система закрыта межсетевым экраном, чтобы ограничить жителям Китая доступ к сайтам, областям интернета, которые, по мнению властей, им видеть нельзя. Как часть данного вмешательства, я упоминал об этом ранее, произошла манипуляция человеческой генетики ради подобной цели ограничения доступа к уровням реальности, доступным нам до того. И мы оказались в тюрьме, называемой диапазоном видимого света, где с тех пор и пребываем. И особенно, будучи изолированы в левом полушарии мозга, мы воспринимаем все посредством пяти чувств, можем воспринимать только структуру и язык, на котором говорим иерархию и так далее. А наш потенциал разительно исключительно урезан. И окружающий нас мир результат этого. И он управляется контролированием человеческого восприятия, подавлением нашего истинного я и диктата того, что мы привносим в голографическую реальность. Лев уже не спит. Лунная матрица. Ну хорошо, а теперь давайте сойдем с ума всерьез. Мне порядком надоело быть сумасшедшим только наполовину и идти так до конца. Так ведь? и вот что я хотел бы сказать до того, как ввязаться в это. Один из самых эффективных способов контролирования людей — это ограничение их восприятия возможного. Ваше восприятие возможного становится критерием оценки того, что возможно или нет. Понятно, что это очевидно, что это банальность, но как часто мы не замечаем что-либо прямо перед нашим носом? Другими словами, если возможно программировать восприятие возможного и сделать его узким и исключительно ограниченным, то если кто-нибудь обнаруживает что-то и говорит «Вот что происходит», то люди реагируют так «Да ты свихнулся, этого быть не может!» Я отвечаю «Нет, просто вы не верите, что это возможно». Разговаривая с одним из инсайдеров, снабжавших меня информацией другими людьми и кто занят тем же, что и я, я отметил определенные ощущения среди них, что эти существа технологические и я подчеркиваю их не так уж много по сравнению с человечеством, поэтому им необходимо держаться в тени и это одна из причин, главная, по которой они хотят сократить население планеты, поскольку его сложно держать в рамках с их точки зрения. Что ж, послоняйтесь тут, сложностей скоро слегка прибавится, очень скоро. и некоторые из них считают, что технологии, с которыми эти существа работают, примерно на 10 тысяч лет впереди наших. Но они, думаю, слегка ошибаются, поскольку существует граница, как Рубикон в понимании, как работает реальность. И когда вы по эту сторону, вы в положении жуткой ограниченности. Но как только она пересечена, вместе с пониманием природы реальности, я говорил уже об этом, вы вдруг можете двигаться вперед очень-очень быстро в смысле своего потенциала и всего прочего. Но пока мы здесь, они на 10 тысяч лет впереди. То есть мы имеем дело не с тем, что мы можем сделать, а с тем, что могут сделать очень технологически развитые существа, не духовно развитые, а интеллектуально технологически развитые. Произошло следующее. Я писал эту последнюю книгу и как-то утром сел за компьютер. У меня были мысли об этом и раньше, но они приходили и исчезали. Но однажды утром я сел, собираясь продолжить писать, и это было как... Со мной это уже не раз случалось за последние 20 лет, будто энергетическое поле опустилось на меня, и вдруг я просто понял, что Луна не та, за что себя выдает. Она не тело небесное или явление природы, как нам всегда казалось. И с этого момента информация стала стекаться ко мне по каналам пяти чувств, указывая на то, что снова мы возвращаемся к тому моменту 20 лет назад. Знания мы вложим в его разум, в другое время к знанию укажут ему путь. Эта комбинация повторяется постоянно и становится все более и более мощной. Сначала приходит озарение, и вдруг я знаю, что Луна не настоящая. Откуда это взялось? А потом вдруг все начинается. Я зашел в интернет, и в течение двух-трех минут я не думал, что что-то найдется. Я просто ввел несколько слов, обозначавших, что Луна не совсем то, что мы думаем, и... Эврика, в течение двух-трех минут или меньше я нашел эту книгу. «Мистерия Луны» или «Кто построил Луну», написанную двумя исследователями, написавшими и другие книги, одна из которых исследует масонство. А эта книга указывает на исключительные аномалии, связанные с Луной. И они пришли к выводу, и я абсолютно с ними согласен, и даже больше, как я расскажу чуть позже, и вот на что стоит обратить внимание. Геометрические взаимоотношения и прочая математика, взаимоотношения между собой, в смысле размеров и позиций, это просто невероятно. Я предполагаю, и я не один, кто предполагает подобное на этом уровне, хотя могу остаться в одиночестве в следующий момент, до которого немного осталось, может, пару минут. Я уже подобное испытывал, мне все равно. Что... что Луна на самом деле полый внутри астероид, что могла сделать только очень развитая раса, и ее доставили сюда, чтобы овладеть Землей. И то, что они делают, выглядит хорошо продуманной схемой действия. Они приводят эти Луны, и после этого они фундаментально влияют на планету. Я имею в виду, и что такое Земля, и как она вертится, и под каким углом зависит от Луны. Практически все, все из-за нее. И когда они прибыли, бинго, все меняется, и общества, существовавшего до этого, больше нет. А потом они порвощают планету. Я еще расскажу, как. Когда Луна прибыла, и снова, очень важно вернуться от голографической реальности к основной структуре. Мы, естественно, видим твердую Луну в видимом нам мире, но исходно, это энергетическая структура в метафизической вселенной. Когда она прибыла, и случились прочие события, которых я пишу в книге, это все создало то искажение в информационной структуре, волновой информационной основы этой вселенной. После того, как это случилось, это отразилось здесь, всеми катастрофами и прочим, о чем я говорю, о чем говорили древние. Это выразилось в виде геологического катаклизма, Великого потопа и так далее. И очень частая тема, о которой говорят древние в связи с этим, что Земля перевернулась. И вы думаете, да какого черта, как Земля могла перевернуться? Что произошло? Что случилось, когда появилась Луна и перевернулась Земля? Угол наклона оси сейчас таков из-за Луны. Из-за искажения наступил конец миру, что был до этого. А мы, в общем, вернулись к трению палочек после этого всего. И это искажение отразилось и на разуме человека, на его восприятии, его психике. Мы полностью изменились. Наше восприятие мира, кто мы такие и где мы такие. Итак, книга «Мистерия Луны», как я сказал, действительно рекомендую прочесть. То, как Луна выглядит, множество аномалий, а также взаимосвязей между Солнцем, Землей и Луной. Математические геометрические совпадения имеют отношение только к этим трем телам и Солнечной системе. Они не работают по отношению к другим планетам, только к этим трем. И Луна настолько исключительно точно расположена, что из-за того, где она, когда происходит затмение, она того же размера, что и Солнце. Вот почему мы наблюдаем затмение. И авторы «Мистерии Луны» утверждают следующее. Луна больше, чем должна быть, несомненно, старше, чем должна быть и гораздо легче, чем должна быть. Она имеет странную орбиту и столь исключительно и удивительно, что все существующие объяснения ее присутствия полны несоответствий, и ни одно из них не выдерживает и малейшей критики. Когда вы спрашиваете, откуда взялась Луна, то получаете вот эту историю. И как многое в том, что кличут наукой, люди принимают это как факт, то, что на самом деле теория, которую, повторяя, выдают за факт, и вы убеждаетесь, что это только теория. И первое из них о том, что Луна была создана посредством события, известного как теория шлепка или теория гигантского шлепка. Она описывает, как планета размером с Марс, пролетая мимо, ударила Землю, серьезный кусок отвалился и стал Луной. Когда физика не подтвердила этот вариант, они выдали теорию двойного шлепка, исходя из которой планета размером с Марс ударила Землю, от нее отвалился кусок, а планета размером с Марс думает, я шлепнул его по правой, ну-ка и по левой, возвращается и шлепает еще раз, старый добрый с левой, с правой. Просто полное отчаяние. А правда в том, и настоящие ученые вам расскажут, что у них нет ни малейшего понятия, откуда Луна нарисовалась и что она не должна, согласно физике, там находиться. Этот человек, Айзек Азимов, писатель и профессор биохимии, написал немало на эту тему, и он рассказал следующее, прямо в точку. Он говорит, приходится констатировать, что Луна по справедливости не должна находиться на своем месте. Тот факт, что она там есть, это из тех случайностей, что слишком идеально, чтобы принять их на слово. Малые планеты, такие как Земля, со слабой гравитацией, нередко не имеют спутников. Вообще, когда такая планета имеет спутники, они гораздо меньше, чем сама планета. Следовательно, даже если Земля имеет спутник, найдется множество причин подозревать, что в лучшем случае это будет маленький астероид около 50 километров в диаметре. Но это не так. Земля не только имеет спутник, но он огромен. 3475 километров в диаметре. Как же тогда случилось, что у крошечной Земли есть такой? Поразительно. Некоторые ученые говорят о взаимоотношениях двух планет, а не о взаимоотношениях планеты и спутника. Луна крупнее Плутона. Лучшее объяснение наличия Луны, что она ошибка наблюдения, Луна не существует, сказал этот ученый. Другой из НАСА, похоже, проще оправдать отсутствие Луны, нежели ее наличие. А затем Луна еще и полая. Это говорю я, и другие говорили то же самое, что она астероид полый внутри. В ноябре 1969 на Луну уронили лунный модуль, что равнялось эквиваленту одной тонны тринитротулола. Поднявшаяся ударная волна, по словам ученых из НАСА, заставила Луну звенеть, как колокол. Морис Юинг, один из ответственных за сейсмический эксперимент, рассказал на пресс-конференции, из-за необычности результата я предпочел бы не пытаться найти интерпретацию сейчас, но это было, словно кто-то ударил в колокол, скажем, на колокольне церкви, один раз, и обнаружил, серьезнее, я еще вернусь к этому. Доктор Фрэнк Пресс из Массачусетского Института Технологий сказал, что для довольно слабого удара произведенный эффект непрекращающейся полчаса оказался несколько за пределами наших ожиданий. Это парень по имени Гордон Макдональдт, он сказал в начале 60-х, Луна, скорее всего, полая внутри, нежели однородная сфера. Этот ученый из того же Массачусетса сказал, что орбитальные эксперименты чрезвычайно расширили знания о гравитационном поле Луны и указали на пугающую возможность того, что Луна, возможно, полая внутри. Теперь вернемся к тому самому шлепку посерьезнее. После того, как средство выведения на орбиту упало на поверхность Луны с эквивалентом 11 тонн тринитротолуола, сотрудники НАСА заявили, что Луна отреагировала как гонг и продолжала вибрировать 3 часа 20 минут с проникновением на глубину до 40 километров. Кен Джонсон, диспетчер отдела контроля данных и фотосъемки во время миссии Аполлон, рассказал автору «Мистерия Луны» Аллану Баттлеру, что Луна не только звенела как колокол, но вся Луна, дрожа качалась из стороны в сторону так равномерно, что казалось, будто внутри нее стоят гигантские гидравлические амортизаторы. Два вот этих русских ученых из Советской Академии Наук опубликовали в 1970 году статью в журнале «Спутник» в России, названную «Является ли Луна созданием инопланетного разума?» И все прошедшие годы спустя только подтверждают тот факт, что они были правы. Они обращают внимание, как и другие, что внешняя поверхность Луны исключительно тверда и содержит минералы вроде титана. Лунная порода, как и оказалось, содержит сплавы металлов, включая латунь и слюду. И такие элементы, как уран-236 и нептуний-237, прежде не встречавшиеся в природе никогда. Уран-236 — это радиоактивные ядерные отходы медленного распада. Он обнаружен в использованном ядерном топливе и переработанном уране. Нептуний-237 — это радиоактивный металл, а также побочный продукт ядерных реакторов и производства плутония. Некоторые лунные камни, как оказалось, содержат в 10 раз больше титана, чем самые богатые им камни на Земле. Титан используется в сверхзвуковых самолетах, глубоководных подлодках и космических кораблях. Доктор Харальд Урей, получивший Нобелевскую премию по химии, заявил, что был крайне озадачен камнями с Луны, особенно содержанием титана. Он назвал образцы взрывающими мозг, сказав, что не смог разумно объяснить такой уровень содержания титана. Двое русских ученых писали в своей статье, если материал должен служить в защите гигантского искусственного спутника от неблагоприятных воздействий температуры космической радиации и бомбардировки метеоритами, эксперты наверняка выбрали бы именно эти тугоплавкие металлы. Тугоплавкие металлы невероятно устойчивы к высоким температурам и изнашиванию. В этом случае становится понятно, по какой причине лунная порода является крайне плохим проводником тепла, фактор, столь удивлявший астронавтов. Не стоят ли дизайнеры этого суперспутника Земли за всем этим? С точки зрения инженера, этот космический корабль ушедших эпох, что мы зовем Луной, сконструирован великолепно. Они утверждают, что это астероид пола изнутри, утверждают так, если вы собираетесь запустить искусственный спутник, полезно построить его полым. В то же самое время слишком наивно полагать, что кто-либо, способный на столь потрясающий космический проект, был бы удовлетворен чем-то вроде громадной пустой железяки, заброшенной на околоземную орбиту. Более вероятно, что перед нами очень древний космический корабль, внутренности которого были заполнены топливом для двигателей, материалами и приспособлениями для ремонта, навигационными приборами, аппаратурой для наблюдения и прочего рода оборудования. Другими словами, всем необходимым, чтобы эта вселенская каравелла могла служить в качестве Ноева ковчега, именно так. Для дальнейшей разведки, возможно даже как дом для целой цивилизации, готовящийся к продолжительному тысячи миллионов лет существованию и бесконечному блужданию в космосе, тысячи миллионов миль. Естественно, подобный корабль должен быть сверхпрочным, чтобы противостоять ударам метеоритов и резким колебаниям температур между крайне высокими и крайне низкими. Кроме всего, оболочка состоит из двух слоев. Основа — темная броня, примерно 20 миль толщиной, а поверх — другое, менее плотное покрытие, слой потоньше, около 3 миль. В некоторых областях, морях и кратерах, верхний слой довольно тонок, иногда отсутствует совсем. Как отметил этот ученый, Луна словно вывернуто наизнанку. Другими словами, то, что снаружи, должно находиться внутри. И это подтверждает идею астероида с выбранной опустошенной сердцевиной. И когда я начал сводить информацию воедино, и в новой книге данных гораздо больше, я позвонил южноафриканскому жрецу Кредо Мутва и обнаружил, что легенды народа Зулу исключительно точны в своем символизме. И дело ведь именно в символизме. Возьмите этих антропологов и прочих. Они полазят кругом, посмотрят на шаманов, послушают древние истории и понимают все до мелочей. Буквально. В наше время, как я уже говорил, у нас есть технологии, подходящие для сравнения. Технологии отражают реальность. И соответственно, у нас есть аналогии. Когда эти древние истории складывались, общество было другим. И приходилось пытаться понять непонятное, пользуясь более простыми понятиями, доступными людям тех времен. И символическое описание им в этом помогало. Так что, когда я позвонил к Редамутфу, я не сказал ему ничего о том, что я исследую, на что наткнулся и о чем думаю. Я просто спросил, не мог ли он рассказать какие-нибудь зулусские легенды о Луне. И он ответил, да, мы считаем Луну яйцом. Воспринимая все буквально, когда зулусы говорят, что Луна — это яйцо, антропологи только пожимают плечами. Примитивные люди, сами понимаете. Но нет, они символизируют ее как яйцо, не просто так. И вот что он сказал. Легенды народа Зулу рассказывают, что Луну пригнали сюда сотни поколений тому назад два брата, Вовани и Мпенку. Они были вождями Читаури. Их знали как водных братьев. Их кожа была, цитирую, покрыта чешуей, как у рыб. Заметьте, эта история почти полностью соотносится с теми, что найдены на древних табличках в нынешнем Ираке. Шумери. Шумерские упоминания об аннунаках нечеловеческой расе, я бы сказал рептилоидной расе, прилетевшей на землю тем же образом, каким это описывают в других уголках мира, древнего мира. И аннунаки, согласно табличкам, прибыли под командованием двух братьев. Их звали Энки-Эн-Лиль. И по крайней мере, один из них, Энки, символизировался под другим именем, которое говорило об отношении к воде. Точно так же, как и здесь. Зулузские легенды рассказывают, как Вавани и Мпанку украли луну в форме яйца. Они символизируют это в образе яйца, не потому что они примитивные люди. У великого огненного дракона и вынули желток, сделав ее полой. Потом они прикатили луну через все небо к земле и вызвали катастрофические события на этой планете. Зулузские легенды также рассказывают, что Читаури угрожали сдвинуть луну, если люди не будут делать то, что они скажут, из-за разрушений, которые бы это вызвало. То, что сказали те двое ученых о верхнем толщином в 2-3 мили защитном слое, за которым еще 20 миль прочнейшего слоя, объясняет одну из лунных аномалий, заключающуюся в примерно одинаковой глубине кратеров. Хотя сила ударов и размер кратеров могут быть совершенно разными. Глубина примерно одинакова. Разница совсем незначительная. И они говорят, что это потому, что сначала идет внешний слой амортизирующий, а дальше внутренний защитный слой исключительно прочный. Этот парень Дон Уилсон написал книгу в 70-х годах, названную «Нашу Луна таинственный космический корабль». И вот некоторые аномалии в его списке, где есть и другие, которые можно объяснить вещами, что мы с вами сейчас обсуждаем. Почему Луна такая странная, слишком большая и не слишком похожа на подходящий для Земли спутник? Почему лунные кратеры такие неглубокие? Почему некоторые виды лунных пород старше самой Земли и такого же возраста как минимум, что и Солнечная система? Почему Луна окажется вывернута изнанку? Почему Луна вибрирует, словно огромный гонг, распространяя колебания на порядочные расстояния вокруг и внутрь себя? Таким образом, Луна совмещает в себе такое количество противоречий в данных и находках. Помню, где-то в 2001 году несколько людей, выступавших в национальном пресс-клубе в Вашингтоне, участников государственных проектов, космических и других, предоставляли доказательства того, что они видели, но что скрывалось от публики и не выходило на всеобщее обозрение. Одним из них был этот человек, сержант Карл Вульф. Он являлся инженером по сверхточному электронному съемочному оборудованию, находившимся на базе ВВС в Лэнгли, Вирджиния. Это база ЦРУ. Один из самолетов 11 сентября взлетел оттуда и никуда не долетел, да и не должен был. Он рассказал в пресс-клубе, что его вызвали в ту часть базы, где они составляли так называемые мозаики после того, как спутники, пролетая над Луной, фотографировали ее. Затем у них были технические проблемы, и он пришел попытаться помочь им. А потом один из сотрудников, работавший над мозаикой, показал ему нечто интересное. Вот что он сказал на презентации в Вашингтоне. Затем он вытащил одну из фотографий и показал эту базу, где были геометрические формы, являвшиеся башнями, сферическими зданиями. Это были очень высокие башни, а еще что-то выглядевшее как тарелки радаров, но просто очень крупных размеров. Если я сравню их с тем, что видел к этому времени, поскольку теперь у меня есть снимки с вымаранными местами на них, похожими на те, что я видел тогда, они огромны. Этот момент всегда отличает Луну. Огромные размеры. Это всплывает все время. Структуры и технологии, и если хотите, космические корабли, с которыми работают эти люди, некоторые из них абсолютно чудовищны. Нам их даже не с чем сравнить, поскольку они пересекли тот самый Рубикон понимание, как работает реальность, и следовательно, каковы возможности появляются. Есть структуры величиной в полмили, они реально большие, здания с поверхностями, кажущимися сверхотражающими. Пара структур напомнила мне охлаждающие башни на электростанции. У них похожая форма. Некоторые из них были просто очень, очень стройными и высокими, с плоской вершиной. Какие-то из них были круглыми, какие-то выглядели как сборные ангары с куполом, вроде оранжереи. На одном снимке были сконцентрированы несколько из них по всему ландшафту, весьма широкому ландшафту. Другие люди на том пресс-клубе говорили, как НАСА систематически вымарывает любые артефакты неестественного происхождения, попадающиеся на поверхности Луны. Этот документальный фильм, названный «Восход Луны», вы можете посмотреть его на Ютубе, я думаю, рассматривает фотографии, сделанные во время проекта «Миссия Клементина» в 1994-м, когда было получено 1,8 миллиона цифровых снимков поверхности Луны. Вы видите, что на ландшафте были заретушированы какие-то места. В смысле, что заретушировано? Здесь подобного просто навалом. Потом есть еще вот что, тоже вымаранное. Если взглянуть с другого угла, вот оно. Что это за фигня? Что было особенно поразительно в этом фильме, они показали этот снимок эксперту по фотографиям, кто работал с НАСА, и он установил, что эта штука в 10 раз больше Лос-Анджелеса. Это потому, что мы имеем дело, мы имеем дело с феноменальным пониманием, как создать подобную технологию, благодаря пониманию природы реальности. И что бы то ни было, оно не выглядит как нечто естественное, и все прочие снимки также вымараны, и все также смазано даже при увеличении. А еще я взглянул иначе, пока изучал тему на звезду смерти из «Звездных войн». Джордж Лукас, и я повторял это в своих книгах постоянно, человек, посвященный в очень многое, в далекой-далекой галактике. Не думаю, не думаю. Все это гораздо ближе к нам. И, конечно же, в «Звездных войнах» звезда смерти выглядит очень похоже, конечно же, на Луну. И она была сконструирована для нападений на планеты и их захвата, так же, как я сейчас говорю в отношении Луны. Здесь скрыто немало интересного. Во многом это так напоминает то, о чем мы здесь говорим. И совсем не совпадение, что Джордж Лукас тут замешан. И вот что интересно, это Мимос, естественная Луна Сатурна, а это «Звезда смерти». Очень интересно становится, когда мы их сравниваем. Помимо этого, были разговоры совсем недавно, были серьезные обсуждения в последние две недели, что одна из лун Марса, Фобос, это астероид, полый внутри. Вот что было сказано давным-давно, в 63-м, главой отдела прикладной математики в НАСА, что Фобос, возможно, колоссальная база, вращающаяся вокруг Марса. И, как я сказал, сейчас вновь идет обсуждение, что подобное возможно. Один из эпизодов Стартрека был о пустом внутри астероиде, ставшем затем космическим кораблем, построенным внутри него. Огромное множество научной фантастики. Они тыкали всех нас носом в это. Фантастика. Совсем нет, они оперируют фактами. Повторюсь, дело не только в невероятных совпадениях в математике и размерах, позициях этих трех небесных тел, но и, как отмечают авторы книги «Мистерия Луны», в совпадениях, в измерениях между сооружениями вроде Стоунхенджа и другими мегалитическими структурами и этими тремя телами, особенно Луной. Один момент, отмеченный ими, что мера длины, которую предложил парень по имени Александр Том, инженер, изучавший памятники в Британии и в Европе, подобные Стоунхенджу, названная мегалитическим ярдом, имеет право на жизнь. Том заявляет, что все эти древние сооружения, особенно Стоунхенджа, ему подобные, вписываются в математику мегалитического ярда. Авторы «Мистерии Луны» утверждают, что Луна также вписывается в эту математику. Вот что они пишут. Это выглядит странным. Мегалитические структуры, построенные на территории Западной Европы, часто использовались для наблюдения за движением Солнца и Луны. Но как мера длины, на которой основаны эти структуры, может столь точно соотноситься с длинными окружностей этих тел и Земли. Что ж, это может потому, что построившие Стоунхендж и остальные мегалитические сооружения Древнего мира, некоторые из них нам не по силам построить и сегодня, были теми же, кто контролировал Луну. Это, возможно, противоречиво звучит, но я известен такими заявлениями. И думаю, что мегалиты были построены, чтобы подавить энергетическое поле Земли, по причинам о которых через секунду, поскольку мы взаимодействуем с этим полем все время, как можно контролировать всю рыбу одновременно, контролируя море, где они плавают. Способ контролировать человечество, подавить человечество, это подавление энергетического поля энергии и информации, находящейся в этом поле, доступной для нас. Эти фантастические сооружения не были построены людьми в одиночку, давайте признаем это. Ну а сейчас о том, в чем, полагаю, я одинок на данный момент. Не уверен, что навсегда, так что слушайте. В книге гораздо больше подробностей, но мы должны соединять точки дальше. В какой-то момент в моей голове, пока я складывала все факты воедино, снова оформилось некое понятие, названное мной лунной матрицей. Первая часть сегодняшней лекции исключительно важна для понимания, как это может работать. Лунная матрица — это частота вещания, идущая с Луны, вклинившаяся в диапазон, принимаемый человеческим телом, компьютером и структуру виртуальной Вселенной в целом. Это создало узкую субреальность в более широкой виртуальной реальности. Повторяю, это очень важно. Мы видим Луну как физическое тело, но ее основа, как и все в этой реальности, волновая информация. Я бы сказал, и я думаю, это продолжит становиться более очевидным со временем, я бы сказал, Луна на самом деле не только то, о чем мы уже говорили, но и межпространственный портал, служащий средством перехода из других реальностей в нашу. Ее позиция просто исключительно, как можно увидеть, прочитав не только мою новую книгу, но и Мистерию Луны. Ее позиция относительно Земли и Солнца столь исключительно по причине ее роли в создании этой субреальности. Я утверждаю, что эта частота, идущая с Луны и создающая субреальность, постоянно декодируемую нами, а также манипуляции с генетикой человечества, широко описанная древними, транслируется для принудительной настройки тела компьютера и подключения его к нужному диапазону частот, названному мной лунной матрицей. Это идея Нила Хейга, концепция лунополии. Это наш мир, структура, в которой мы застряли. Закрытый снаружи ящик, замкнутый мир, в котором мы рождаемся раз за разом снова и снова. Я считаю, что на нас всех постоянно воздействует, что мы превращены в коллективный разум улей вещанием этих частот, закрывших нас в чувстве ограниченности. И это действует как механизм возврата к исходному состоянию, к заводским настройкам. Начав просыпаться, нельзя останавливаться, иначе ты возвращаешься к нулю из-за давления лунной матрицы, впихивающей нас обратно в ящик ограниченности. Виртуальная реальность в компьютерных играх подменяет информацию для пяти чувств, заставляя их декодировать игровые данные, рисуя виртуальную реальность. Я говорю, что лунная матрица делает то же самое, и это элемент хорошо продуманного плана, посредством которого захватываются планеты. Наши пять чувств также пичкают чем-то подобным, и мы декодируем фальшивую реальность. В общем, мы подключены к этому как коллективному разуму, поэтому мы так похожи на стадо, которым когда-то не были. Знаете, если вам хочется фыркнуть, просто послушайте дальше, поскольку слоев еще много. То, о чем я говорил сегодня, что та основная частота вибрации из черных дыр проходит сквозь этот цикл, высвобождая различную информацию в виде фотонов из солнца, мы ее декодируем, и реальность меняется, так мы проходим сквозь различные эпохи. Я предполагаю, что лунная матрица вклинилась в этот поток фотонной энергии, перекрыв его так же, как поступили в Китае с интернетом китайские власти. Они лишили нас возможности приема огромного объема информации из вселенной виртуальной реальности, ранее нам доступного. Теперь, если кто-либо считает фантастикой, что мы способны видеть то, что в реальности отсутствует и можем не видеть того, что есть на самом деле, вот журнал News Scientist. Америка только что перешла с аналогового на цифровое телевидение. В этот короткий год, пока бывшие аналоговые частоты не были задействованы, поскольку должны быть заняты в дальнейшем сотовыми сетями, неожиданно и впервые ученые имеют возможность настроиться и услышать ранее недоступные радиоволны из разных галактик. Почему ранее недоступные? Потому что мы смотрели долбанный телек. До момента отключения в Америке радиоволны естественного происхождения на частотах в диапазоне 700-800 МГц были заглушены сигналами аналогового телевидения, препятствуя астрономам в исследовании Вселенной в этом частотном диапазоне. Освобождение этого спектра частот редчайшая возможность увидеть космос в этом диапазоне. А теперь представьте, каковы возможности этой высокой технологии блокирования частот, если мы не в состоянии воспринимать то, что существует, и воспринимаем то, чего нет. Вот что она делает, я так понимаю. Мы еще не раз это обсудим в дальнейшем. Как следствие, мы действуем ограниченной пузырем виртуальной реальности внутри более широкой виртуальной реальной Вселенной. И она подключается через нашу систему кристаллов приема передатчиков вроде той, что есть у нашей планеты, создавая нынешнюю ситуацию, когда мы декодируем мир, которому возможно просто нет. Кто знает. Но это определенно совершенно другой мир по отношению к кажущемуся нам с вами. И возвращаемся вот к чему, теперь с большим пониманием. Матрица, я бы сказал лунная матрица повсюду. Она вокруг нас, даже сейчас, в этой самой комнате. Ты видишь ее, выглядывая из своего окна и включая свой телевизор. Ты чувствуешь ее по дороге на работу, по дороге в церковь, когда платишь налоги. Это мир, натянутый на твои глаза, чтобы сделать тебя слепым к правде. Какой правде? Что ты раб, Нео, как и любой другой. Ты рожден в неволе, рожден в тюрьме, которой не почувствовать, не потрогать, тюрьме для твоего разума. И я бы сказал, что эта тюрьма для разума это лунная матрица, окружившая нас вибрационным заграждением, прорваться сквозь которое мы способны лишь став сознательными, а следовательно, вибрируя за пределами стен лунной матрицы, являющейся полосой частот. А если мы выходим за границы этого диапазона, против чего общество и выстроено подобным образом, с его стрессами, страхами, войнами и конфликтами, то выбирая снаружи из этой вибрационной тюрьмы, мы начинаем повторять «Рехнуться! Почему я не видел этого раньше?» Потому что мы были внутри, без остановки, декодируя эту чушь, которая, как я только что говорил, неважно, что я только что говорил о лунной матрице, неважно даже, просто благодаря своему расположению луна фундаментально влияет на поведение и восприятие человека, поскольку от луны зависит наклон земной оси, вращение Земли, она влияет на океаны и планеты, а значит влияет на нас, мы на 60 или 70% состоим из воды, она не может на нас не влиять, а также, и мы вновь возвращаемся к важности первой части лекции, она фундаментально воздействует на эндокринную систему, соединяющую нас посредством системы чакр, частью которой является третий глаз, с высшей реальностью. Она воздействует на вырабатываемые нами гормоны, которые фундаментально влияют на поведение человека, его здоровье и восприятие, не при помощи матрицы, просто потому, что она есть. И она фундаментально влияет вот на эти органы, гипофиз и шишковидную железу, от которых зависит наше шестое чувство, возможность видеть сверх пяти чувств. Это целенаправленно подавило во многих людях третий глаз, который в предыдущем режиме до появления матрицы мы использовали для восприятия огромных областей реальности, намного больше того, что можем сейчас. Слово месяц происходит от синонима, обозначающего луну. Луна, конечно же, вращаясь вокруг Земли, серьезно влияет на наше восприятие времени. Месяцы не зря так называются. Великобритания — это монархия от английского «мун-луна». Монархия гибридной династии, монархия. И один из главных способов контроля людей — модус операнди, основной способ действия деньги — мани-муни, контролируемые Ротшильдами. Однажды я увидел фильм несколько лет назад. Называется «Чужие среди нас». Это малобюджетный фильм, который снял, спродюсировал и срежиссировал. Сам написал музыку, буквально каждый умел и сделал. Сам парень по имени Джон Карпентер. Если взглянуть на списки его фильмов, вы увидите, что парень неплохо осведомлен. Скажете, он нижеша не знает, просто снимает ужастики про сатанизм и прочую ерунду. А он сделал этот фильм «Чужие среди нас». И я подумал тогда, что фильм очень символичен, до мелочей, когда я его посмотрел, но ныне он исключительно прозорлив. Те, кто не видел, в Ютубе наберите «Джон Карпентер», «Чужие среди нас», строку поиска и посмотрите. История следующая. Все происходит в будущем, но будущее примерно наше время, потому что это было наяву пару лет назад, на самом деле. Показана глубокая экономическая депрессия. Главный герой идет пешком по Америке сумкой инструментов, пытаясь заработать, нанимаясь на стройках. Он находит себе кратковременную поденку. Вечером один из строителей спрашивает его, есть ли ему где заночевать, поскольку в мире глубокая экономическая депрессия. Люди живут в палатках, в городах кругом ржавое железо, трущобы на пустырях, именно то, что сейчас происходит в Америке. Совпадение, видимо. И ему негде переночевать, поэтому он идет с ним к его палатке в маленькой палаточной деревне на пустыре. И он замечает, что-то происходит в церкви напротив, нечто очень странное, а деревня просто срисована с телевизионных репортажей Кита Робинсона. И когда он смотрит телевизор, что-то прорывается сквозь основную трансляцию, только лицо человека на экране, говорящего, они среди нас, они контролируют нас, вы не знаете, что они, и все такое. А затем начинается полицейский рейд на эту деревню и эту церковь. Они привели бульдозеры, множество полицейских, сверху вертолеты, деревню просто сносят. Наш строитель убегает, а потом возвращается, исследует территорию вокруг церкви и находит несколько картонных коробок. Он хватает одну из коробок и прячется за ближайшими строениями, открывает коробку, чтобы узнать, что в ней, а там солнцезащитные очки. Он разочарован, темные очки, зачем темные очки в церкви. Он думает, секунду, кладет одни в карман, выкинув остальные, и выходит на улицу. И вот здесь мы его с вами догоняем. Когда он надевает очки, мир вокруг начинает выглядеть совсем иначе. Он выглядит вот так. Он начинает понимать, что видит людей, выглядящих нормально, невооруженным глазом, которые кто угодно, но не люди, когда он надевает очки. И это не все. Там, где висят рекламные щиты, без очков читается «пей Кока-Колу», «отдых на Ямайке» и так далее. А в очках он видит инструкции для подсознания. «Слушайся, продолжай спать, потребляй, смотри ТВ, будь покорным» и тому подобное. И это повсюду. Остальные люди, у которых нет таких очков, общаются с разными людьми, и кое-кто из них не люди. Он смотрит на президента, держащего речь. Он тоже не человек, когда наш герой одевает очки. То же самое с некоторыми полицейскими, дикторами новостей. В конце концов, они осознают, что причина, из-за чего обычные люди не видят без очков всего того, что видит он, причина в особой частоте, транслируемой с телевизионной вышки. Частоты, мешающие населению видеть то, что бы оно наблюдало в нормальных условиях, если бы эта частота не передавалась. Они нарушают трансляцию чистоты, выводят из строя антенну, и народ сидит в барах и неожиданно начинают видеть, что парень, сидящий рядом, не человек. Вот была бы смехатура. А эти занимаются сексом, и она говорит тебе, я вообще-то не с тобой домой пришла. Расскажу вам забавную историю. Одна дама из Канады рассказала мне подобную историю, случившуюся с ней. Я читал лекции в Канаде давным-давно, и познакомился с этой дамой. Она была строго одетой бизнес-вумен, но знаете, очень типично так, но с ней случилось это приключение. Ее трясло, пока она рассказывала эту историю. Она поведала о своем бойфренде, у него была какая-то темная сторона, как она сказала, о которой он знал, с которой пытался разобраться. И они приходят домой, идут в спальню, а там была полка над ее кроватью, и на ней стояла моя книга «Самый большой секрет», где я впервые представил тему рептилий. Он словно сходит с ума, когда видит книгу и хочет ее выкинуть. «Зачем ты читаешь это чушь и все такое?» Думаю, не только он так себя вел. А потом они начинают заниматься сексом. Он сверху, и она рассказывает, «Моя рука лежала на его пояснице, и неожиданно он стал очень-очень грубым, я перепугалась». И она говорит, «Потом мою руку что-то оттолкнуло, и я посмотрела через его плечо, и мою руку оттолкнул хвост». У него был хвост. Она сказала, «Я закричала, бросила его от себя». И секунду или две предо мной он весь выглядел как рептилия, затем вернулся к человеческому облику и выбежал из дома, больше я его не видела. Но эти причудливые истории, странные для нашей реальности, я слышал по всему миру от людей совершенно разных, вроде банкиров из Швейцарии и им подобных, от очень разных людей. Так вот, эта частота — это эквивалент той передающей антенны на башне той телевизионной станции, что перекрывало людям в этом фильме возможность видеть реальность в истинном свете. Теперь, когда мы накладываем это на мир рептилий, все становится интереснее, поскольку мы живем в обществе, являющимся выражением рептильного мозга. Этот человек, Карл Саган, космолог, исключительно известный, он написал книгу, названную «Драконы Эдема», где он рассматривал влияние рептильной генетики на поведение человека. Он сказал, «Вы по существу не можете понять поведение человека без понимания рептильного аспекта во всем этом». Мы возвращаемся к тому, о чем уже упоминалось ранее. Эта часть мозга, известная как рептильный мозг или R-комплекс для ученых, очень существенный фактор человеческого поведения, как я объясню через секунду. Я говорю, что генетические манипуляции, упоминаемые древними по всей планете, совершенные змеиными богами, заперли нас в лунной матрице при помощи рептильного отдела мозга, потому что он подключается коллективному разуму рептилоидных созданий на Луне. И это, как я говорю, фундаментально выражается в виде мира, в котором мы живем. И я расскажу еще больше, через секунду. В 60-е годы, примерно в это время, жил парень по имени Карлос Кастанедо, писавший книги, основанные на учениях центральноамериканского шамана, звавшегося Дон Хуан Матус. Кто-то утверждает, будто Дон Хуан никогда не существовал, кто-то наоборот. Не суть. Но слова ему приписываемые просто абсолютно сверхъестественно точны. Я прочел эту цитату, всплывшую уже после того, как я подвел под один знаменатель все, о чем я сегодня говорил. Вот о чем Дон Хуан говорил в этих книгах. Нас контролирует зверь, пришедший из глубины космоса и взявший в свои руки бразды правления нашими жизнями, сделав людские создания своими пленниками. Этот зверь, наш властелин и повелитель, он сделал нас послушными и беспомощными. Если мы хотим протестовать, он подавляет наш протест. Если вы хотите поступать независимо, он заставляет нас отказаться от этого. В любом случае, мы его пленники. Они закабалили нас, потому что мы их пища. И они выжимают нас без сожаления, поскольку мы их средства существования. Так же, как мы разводим кур в курятниках, эти звери разводят нас в человечих загонах, в хуманерос, и их пища всегда у них под рукой. Подумайте секунду и скажите, как вы объясните противоречие между интеллектом человека, какого-нибудь инженера, и глупостью его системой верований, или глупостью его противоречивого поведения. Местные маги верят, что эти звери дали нам нашу систему верований, наши идеи добра и зла, наши социальные повадки. Они те самые, кто определил наши мечты об успехе и неудаче. Они дали нам нашу алчность, скупость и трусость. Это именно зверь делает нас самодовольными, однообразными и поглощенными эгоизмом. Чтобы мы оставались покорными, кроткими и слабыми, звери совершили огромные важности маневр. Важный, конечно же, с точки зрения стратега во время военных действий. и жуткий маневр с точки зрения тех, кто страдает от этого. Они дали нам свой разум. Разум зверя нелеп, противоречив, мрачен, переполнен страхом быть обнаруженным в любую минуту. Они дали нам свой разум. И вот как, я предполагаю, они это сделали. Мы в режиме подключения, если оперируем внутри коллективного мозга разума рептилий. Мы действуем в системе коллективного разума, выплескивающего на нас постоянное чувство тревоги, страха, беспокойства, стресса, поскольку именно все это держит нас в пределах частотного диапазона лунной матрицы, присоединенными к ней. И это также дает выход грубой эмоциональной энергии, которой они питаются. В основе всех этих пирамид банковской, здравоохранения, религий, бизнеса, политики, коллективный разум рептилий. Он соединен со всеми этими системами контроля, управляющими нашим обществом. А теперь взглянем на характерные свойства рептильного мозга. Похоже, это на наше общество или нет? Это точка зрения официальной науки, если что. Рептильное дело мозга отвечает у нас за примитивные и эмоциональные реакции, кладнокровное поведение, отсутствие сопереживания, если это не равновешено особенностями других отделов мозга. Защита территорий. Это мое. Проваливай. Жажда контроля, одержимость иерархическими структурами власти. Агрессия. Кто сильный, тот и прав. Победителю достается все. И это доминирует над нашим чувством реальности, нашими реакциями и ответными действиями по отношению к событиям и другим людям. Вот слово, являющееся определением рептильного мозга. Выжить. Выживание. Он не размышляет. Эта способность у него отсутствует, он реагирует, поэтому может реагировать столь молниеносно. В этом есть положительные стороны, когда вы ведете свою машину и кто-то выходит на дорогу прямо перед ней, то, что бросает якоря в то мгновение без размышлений моментально это рептильный мозг. Но когда это начинает влиять на прочие стороны нашего поведения, на наши жизни, оно становится весьма негативной схемой поведения. Рептильный мозг и его страх не выжить постоянно сканируют среду на угрозы, не столько физические, сколько угрозы на других уровнях нашего приключения, о которых я расскажу подробнее через секунду. И следовательно, поиск целей рептильным мозгом постоянная активность защитных механизмов и дает нам этот вечный страх, стресс, бесконечное беспокойство во всех областях нашей жизни. Только бы заплатить ренту в конце месяца, о боже, только бы не потерять работу, боже мой. И чем больше мы погружаемся в муть страха, вот оно, тем больше мы действуем посредством рептильного мозга, поэтому нам постоянно дают причину для страха и тревоги. Бойся, очень бойся. Большой зловещий монстр будет здесь, как только мы придумаем его. А когда он рассеется, у нас найдется еще один. Терроризм! глобальное потепление! А-а-а! Свиной грипп! А-а-а! Экономика! А-а-а! Я не выгляжу как она! А-а-а! Я не выгляжу как он! А-а-а! Постоянные, постоянные причины для страха. Закабаляющие нас в системе контроля. И это не просто физическое выживание. Выживание в борьбе за статус, за власть, за репутацию, за первенство, интеллектуальное превосходство, молчаливое подчинение иерархии, авторитету и прочие аспекты рептильного мозга. Я знаю свое место. И знаете, когда выдаешь информацию, которая бросает вызов ученым и академикам их авторитету, они реагируют и неистово. Почему? Потому что врубился рептильный мозг под угрозой выживания их репутаций, выживания их системы верований. Когда выдаешь информацию, бросающую вызов религиозным верованиям, не в смысле вы ошибаетесь и тому подобное, просто говоришь вот такая информация, если это правда, то религия ошибается. Они ожесточены на тебя, атакуют. Почему? Потому что включился рептильный отдел, потому что их система верований под угрозой не выжить. Страх по поводу денег. Деньги также проекция рептильного мозга, две его полярности. Первое, страх не выжить, не наскрести на оплату аренды квартиры, на еду и с другой стороны, вы можете стать настолько зависимы от рептильного мозга и в этом задача гибридных рептильных династий, чтобы вы соизмеряли выживание с гораздо большим, нежели необходимо для того, чтобы выжить. Возьмите этих людей, особенно среди династических семейств, у кого больше денег, чем возможно потратить за 100 жизней, но они встают вместе с солнцем ранним утром с мыслью заработать еще больше. Это одержимость, зависимость, и это обусловлено рептильным мозгом, исключительно влияющим на наше восприятие реальности. Снова Дон Хуан Матус. Я знаю, что даже сейчас, хотя ты ни разу не страдал от голода, у тебя есть страх голода, что ничто иное, как страх зверя, опасающегося, что в любой момент его хитрость будет разгадана, что в пище будет отказана, посредством мозга, разума, который в конце концов их разум. Звери отравляют жизни человеческих существ тем, что они считают подходящим для достижения целей, и таким образом они обеспечивают уровень безопасности, служащий защитой от их страха. Маги Древней Мексики считали, вот оно, что человек когда-то являлся совершенным существом, источником изумительных озарений, высоких знаний, мифических и легендарных в наше время. А затем все это словно исчезает, и мы получаем нынешнего, уравновешенного человека. Я имею в виду, что против нас непростой зверь. Он исключительно умен и организован. Он следует определенной методической системе, чтобы представить нас никуда не годными. Продуманный план, моду с операнди, они делали это много раз. Человек, судьбой, предназначенный для творения чудес, уже совсем не чудесное существо. Он обыкновенный кусок мяса. Нет других мечтаний для человека, кроме чаяния, животного, выращиваемого, словно кусок мяса, банального, стандартного, недалекого. Вот из какого болота мы выбираемся, становясь сознательными. Контроль восприятия — это суть этого заговора. Я здесь разоблачаю 11 сентября, банковские аферы, манипулирование войнами, но это его суть. Если мы не понимаем этого, мы ходим вокруг да около, топчемся на месте. Интересно, что зулузская легенда рассказывает, что до появления луны в небе они поклонялись солнцу, как божеству женской природы, а затем все изменилось. Переход от восприятия солнца как женской сущности к поклонению ему как мужскому божеству сделало возможным создание воинственных королей, бравших все им нужное силой. Все изменилось, когда изменилось восприятие солнца. И восприятие солнца изменилось после включения лунной матрицы, изменившей наше восприятие всего в мире. И насколько же этот фильм «Аватар»… Я не говорю, что Кэмерон символизировал это таким образом. Я говорю, что это символизирует. Это символизировало для меня. Синие люди, находившиеся в полной гармонии со всем остальным, я говорю, что для меня они символизируют людей, какими мы были когда-то, до того, как пришел зверь. А американские войска с их высокотехнологичными орудиями убийства, нам нужны эти ресурсы, давайте просто придем и возьмем их, уничтожим все возможное ради этого. Они символизируют для меня вторжение рептилий. У них даже есть в «Аватаре» специальная технология для помещения сознания в тело гибрида человека и синих людей, чтобы проникать в их общество и иметь такой же облик, и оставаясь неузнанными. Рептилии смотрят на нас относительно другой линии времени, поскольку они на другой длине волны. Они могут видеть дальше в то, что мы называем будущим. А следовательно, если получить доступ к паутине тайных обществ, особенно к внутреннему кругу, можно узнать проецируемое будущее человеческого общества, ими планируемое. Поэтому можно писать пророческие романы, которые с течением времени оказываются ошеломляюще точными. Все, что необходимо, это получить доступ к этой проекции. Для этого нужен доступ к сети тайных обществ. Это фабианское общество в Лондоне, созданное в 1884 году. Одно из подобных обществ. Оно ближе к ядру, имеющему доступ к линии времени, проецируемой программой заговора. Этот парень был одним из них, фабианцам. А это эмблема фабианцев, если что. Волк в овечьей шкуре. Просто замечательно, исключительно. Оно является создателем лейбористской партии в Британии и усиленно влияет на левых, и не только на левых, а еще на левоцентристов в политике, и не только в Британии, но и в других странах, в Австралии, например, и очень-очень серьезно. Когда люди спрашивали у меня раньше, вроде такого, что именно содержится в этом плане заговора, я отвечал, что вы можете прочесть две книги и понять это, просто сложив их вместе. 1984, Джорджа Орэлла и «О дивный новый мир» Олдоса Хаксли. Первый был опубликован в 1948, второй, в 1932. Если суммировать, Хаксли говорит о лекарственных препаратах и подобном о контроле разума, Оруэлл о централизованном полицейском государстве. Сложи их вместе, и, пожалуйста, они были невероятно пророческими. Я говорил годами, что это не романы, по крайней мере, источник информации не голое воображение. Оказывается, Олдос Хаксли учил французскому человека по имени Эрик Блэр, взявшего позже псевдоним Джордж Оруэлл в колледже Итона и представил его в фабианском обществе. И это было базовое знание, плюс, без сомнения, другие источники, откуда они взяли свои концепции. И то, что они сказали все эти десятилетия назад, в случае Хаксли, аж в 1932, происходит сейчас. до невероятных деталей. Похоже, Оруэлл протестовал против того, о чем слышал и написал 1984, пытаясь разоблачить это. И некоторые исследователи полагают, и они могут быть правы, что он назвал его 1984 по описываемому времени, примерно нынешнему, потому что в 1984 году была столетняя годовщина создания фабианского общества. мы достигли момента, когда эти существа и их гибридные династии семьи иллюминатов думают, что порабощение человечества практически завершено. И когда смотришь на это, может показаться, что это действительно так. Они думают, что игра окончена, все зашло слишком далеко. Они вздумали шутки шутить эти люди. Эти люди еще переживут главный шок в своей жизни через несколько лет. Главный шок в своей жизни. Поскольку они могут видеть вот до этого момента, но не более того. И они думают, что игра окончена, поскольку она вроде происходит здесь. Но они не могут воспринимать то, что за пределами их восприятия. И когда она придет в наш мир, а это все очень близко, игра окончена. Что ж, мы прошли долгий путь. Я истощен, и поэтому мы отправимся на перерыв, скажем, минут на 45. И я вернусь, и мы взглянем на мир, каков он сейчас, и что происходит в нем. Спасибо вам большое. Часть третья. Глобальный заговор. Спасибо. 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 Я никогда не делал это настолько долго. Раньше было три части, теперь четыре. К концу этого десятилетия их будет 18 с моими темпами. В этой части я хотел бы взглянуть на происходящее в данный момент. На то, как это отражено в реальности пяти чувств. Мы возвращаемся к уровням события, которых происходит в видимом мире к манипуляции реальностью пяти чувств. И к тому, что я называю координатами. Поскольку, как только мы осознаем основные координаты того, к чему они хотят привести наш мир, и методы, которыми они пользуются, чтобы привести нас сюда, вдруг все, казавшееся столь запутанным, становится просто яснее ясного. Вопрос в том, как они это делают. Это хороший вопрос, поскольку, на первый взгляд, как немногие могут контролировать многих, невозможно, но это не совсем так, по причине того, как они выстроили общество. Небольшое быстрое резюме. Они хотят заключить человечество в пяти чувствах, чтобы мы не воспринимали ничего помимо них. Это наша тюрьма. Их скрещивающиеся между собой династии, компьютерные терминалы, как я бы назвал их, притворяют в жизнь этот межпространственный заговор в диапазоне видимого света, те, кого я называю династиями иллюминатов. Они создали структуру, где династиями, отвечающими перед рептилоидной системой контроля, контролируются правительства, люди во власти, во всех различных социальных институтах. И очень важно все время структурировать общество, которое можно символизировать, как паучью сеть, как паутину, или как здесь в виде пирамиды. Идея в том, чтобы изъять из общества и скрыть особое знание, о котором мы слышали сегодня, и более того, на высших уровнях этой структуры, структурой пирамиды внутри пирамид, или ячейстой пирамиды, где несколько человек на вершине, единственные, кто в курсе, как это все складывается воедино. И они оставляют основную массу населения в невежестве, относительно известного им, поэтому в их руках власть и возможность манипулировать восприятием масс, держа их в неведении. И вот почему задача системы образования не образования, а программирования. И они помещают, куда нужно людей, облеченных так называемой властью. То, что мы воспринимаем как вершину пирамиды власти, президентов, премьер-министров и прочих, на верхних эшелонах пирамиды, но далеко не на самой вершине. По-настоящему властные люди стоят позади них, в тени, а президенты, премьер-министры и все остальные лишь говорящие головы, служащие приведению планов исполнения в виде изменений в законах, постановлениях и структуре общества. Ради этого они подразделяют на слои и ячейки все эти различные пирамиды внутри пирамид. Таким образом, что в итоге банковская система является частью пирамиды. Да и сами по себе банки являются пирамидальными иерархическими структурами. Далее банковская система включена в структуру еще большей пирамиды, на вершине которой те же самые семьи, в первую очередь, Ротшильды. То же самое и с бизнесом. Транснациональные корпорации сами по себе подразделенные на ячейки пирамиды, входящие в состав более крупной пирамиды, включающие в себя все транснациональные корпорации. И на этом уровне они одна корпорация. Так же, как и все эти банки на одном уровне просто один большой банк. То же с политикой, образованием, всеми подобными вещами. И люди в этой части пирамиды, здесь они ходят на работу, они не пытаются никем манипулировать, они не пытаются создать фашистское, орлоевское, всемирное государство. Они всего лишь хотят сделать карьеру, заработать денег, поехать в отпуск, обеспечивать свою семью. Они не знают, как их на первый взгляд невинный вклад, отдельно взятый, связан с другими, якобы невинными вкладами во всей этой системе. Соединяем их вместе, вы видите, что это ведет к чему угодно, кроме невинных целей. Видите, куда катится мир. И вот как они держат нити всего происходящего в руках кучки людей. Перед вами то, как представляет себе эту систему Нил Хейк. Это основная масса населения, а эти администраторы системы в темных костюмах, а выше, собственно, система контроля. И большинство даже на этом уровне не представляют о ее существовании. О, я просто получил приказ сверху, я не знаю, от кого именно он пришел. Может быть, все же стоило спросить, а? Вместо того, чтобы бездумно его выполнить. И снова это можно изобразить в виде паутины, состоящей из различных нитей, тайных обществ, полусекретных организаций, соединяющих все, вроде не связанные между собой, страны, учреждения, средства массовой информации, банки и так далее. И эта паутина иллюминатов, символизированная в виде бородатого человека, извергает всех этих людей, кажущихся не связанными между собой. Для победы в выборах необходимы невероятные суммы денег. Откуда они берутся? Они приходят отсюда, эти деньги. Следовательно, если есть два человека, выставленные на президентскую гонку, они выбраны, поскольку деньги предоставляет эта паутина, где заранее выбрано не только, кто победит, решено, какова будет политика в обмен на эти деньги. Вот что творится. Мы думаем, что выбираем наших лидеров, но это не так. Это миф. И данная структура, я показывал ее ранее, входит в состав этой, где все эти лидеры назначены на руководящие должности, чтобы нести в мир замыслы системы контроля. Именно поэтому, когда партии сменяют друг друга, все, что бы они ни говорили, будучи в оппозиции, летит в окно, и они начинают вести себя, как и предыдущая партия в правительстве, которую они так нещадно критиковали. И победитель в этой комедии, кем бы он ни был, продолжает выстраивать систему контроля, оказавшаяся в оппозиции на словах противостоять системе, что дает иллюзию выбора. Кто власти, тот и служит заговору. Следовательно, выбор отсутствует. Это миф. Они контролируют эти социальные ведомства, сталкивая людей между собой, разделяя и властвой. И в пределах стран, и между ними, поддерживая все в состоянии постоянного беспорядка и конфликта. В этом суть. Манипулировать беспорядком и конфликтом легче легкого. Манипулировать гармонией, манипулировать уважением между всеми — это кошмарно сложно. Поэтому им необходимо держать мир в состоянии постоянного конфликта. На уровне отдельной страны, если спускаться вниз по структуре, вот что мы обнаруживаем в каждой стране. В Америке, что является отличным примером, но это происходит и по всей планете. В годы правления Буша, республиканца, эта администрация контролировалась группой людей, известных как неоконцы, неоконсерваторы, включая таких людей, как Ричард Перл и остальные. Здесь мы имеем тех, кого я называю в любом случае демоконцами. Это группа людей. Я помещаю Киссинджера к демоконцам, поскольку он советник Обамы в данный момент, хотя и проводит большую часть времени рядом с неоконцами. Киссинджер просто всегда с теми, кто выигрывает. А демоконцы — это группа людей, контролирующих администрации при демократах. Но и демоконцы, и неоконцы контролируются одной и той же силой, если смотреть уровнем выше. А люди размышляют, ой, я голосовал за республиканцев в последний раз, пожалуй, теперь я поддержу демократов, потому что мне нравится этот Обама, у него приятная улыбка. Но вы лишь продолжаете голосовать за систему контроля, по-любому. И так же происходит здесь, в Великобритании. То же самое. Так что, когда люди говорят «Большой брат Буш» или «Большой брат Обама», нет, все не так. Они всего лишь марионетки. «Танцуй!» Я сказал, «Танцуй!» И если я говорю «Прыгай!» Я жду олимпийского рекорда по прыжкам в высоту. Вот что происходит. Одну маску сняли, другую надели. А поскольку это другая маска, мы думаем, что это другая администрация, контролируемая разными силами. Нет-нет. Для нас разыгрывается кино, которое крутит на экранах всего мира. Эти люди изображают противостояние друг другу, будучи под контролем одного кукловода. И лишь когда вы смотрите поверх этого фильма, вы начинаете видеть, что в действительности происходит в мире. Это всего лишь карты, перекладываемые в соответствии с планом ради постоянной непрерывной централизации власти. И делается это людьми, у которых я постоянно возвращаюсь к этому. Из кода ДНК удалена возможность сочувствия, что значит, все позволено при преследовании целей заговора. Людям указывают ложные направления. Их внимание отвлекается посредством манипуляции и контроля общества во все большей и большей степени, когда все новые законы все чаще затрагивают мельчайшие нюансы наших жизней. И мы тратим огромную часть нашего времени на выживание и суету, не дающие нам поднять голову и увидеть, что же происходит. А люди-марионетки абсолютно необходимый элемент, позволяющий немногим контролировать весь мир. Но когда мы отказываемся быть куклами, а это происходит все чаще и чаще, система дает трещину. Люди загнаны в этот бесконечный круговорот, когда одна неделя переходит в следующую, а следующая переходит в следующий, повторяющийся цикл действий. Работа, сон, еда, работа, сон, еда, работа, и для очень многих-многих людей. А это структура, к которой они стремятся. Почему? Да потому что, когда вас столь мало и вам необходимо контролировать столь многих, вам требуется централизировать процесс принятия решений. Чем больше разнообразия возможных решений, тем меньше контроля в руках центральной инстанции. Поэтому вам необходима постоянная централизация власти. Таким образом, контроль над все большим и большим количеством людей сосредотачивается во все меньшем и меньшем количестве рук. Мы начинали с племен когда-то давным-давно. Народ племени решал, что будет дальше. Затем, как этот этап данной централизации, происходящей в течение всего периода, о котором я говорю, племена слились в то, что мы называем нациями. А нынче несколько людей в центре управления нацией диктуют всем бывшим племенам, составляющим эту нацию. Мы в данный момент на следующем этапе этого процесса, соединяющего нации вместе под эгидой союзов, вроде Европейского сообщества и несколько человек в центре теперь диктуют всем этим нациям, сформированным из этих бывших племен. И следующая стадия, к ней они уже готовятся, это мировое правительство, диктующее всем этим создаваемым союзом, европейскому, американскому, который разовьется из Североамериканского союза, Тихоокеанскому союзу, эволюционирующему из организаций вроде ОПЕК, Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества и Африканскому союзу, уже существующему, образованному из организации Африканского единства и других органов. Большинство этих союзов начинались как зоны свободной торговли. Только ради рабочих мест, не более, беспокоиться не о чем. Затем они превращают их в полноценные диктатуры, что случилось с Европейским союзом. И причина в необходимости централизовать власть, если вам хочется больше и больше контроля в руках нескольких индивидов над все большим и большим количеством людей. Итак, координаты. Немало вещей, о которых я буду говорить в этой части, довольно противоречивы, но о них нужно говорить, черт возьми. Так что пофиг. Методы манипуляции. Координаты два. Как они манипулируют этим? Одна из координат, один из методов манипуляции, исключительно важный для понимания. Тот, что назван мною проблема-реакция-решение. Когда вы хотите изменить общество таким образом, что проделав это в открытую, вы встретите сопротивление, массовое сопротивление со стороны населения. Поэтому вы создаете проблему, втайне обвиняете кого или что-либо в этом, передаете фальшивую версию событий населению посредством несклонных задавать вопросы жалких основных СМИ населению крайне несклонному задавать вопросы, тем более расследовать, и ждете реакции людей на сфабрикованную проблему, их негодование и страха. Ждете, что они скажут. Сделайте что-нибудь. Что они собираются с этим сделать? После чего вы предлагаете в открытую решение, включающие в себя изменения в обществе, его структурах и законах, продвигающие развитие вашего плана. Используя проблему реакции решения, вы не встречаете сопротивления, неизбежного без искусственного создания проблемы. 11 сентября — классический пример. Другой вариант описания этого способа — ordo ap cao, латинский девиз 33-го градуса шотландского обряда вольных каменщиков — порядок из хаоса, то есть проблема реакции решения. Создаете хаос, затем предлагаете порядок, ваш порядок, ваши изменения обусловлены этим хаосом. Как я сказал, 11 сентября было исключительным классическим, просто вопиющим примером, вы хотите изменить общество, для этого создаете серьезную проблему, как результат этой проблемы вы предлагаете решение, уже целиком написанный и готовый патриотический акт в Америке, да и множество его версий по всей планете, обуславливающих изменения в обществе и начала войны с терроризмом, вторжения в страны, вроде Афганистана и косвенно Ирака. Это Збигнев Бжезинский, советник президента Джимми Картера по вопросам национальной безопасности, основной куратор еще с 80-х годов, Барака Обамы. Вот что сказано в его книге в 97-м году. Более того, поскольку Америка все в большей степени становится много культурным обществом, может оказаться всерьез сложным найти согласие по вопросам международной политики, кроме как при условии по-настоящему массовой и широко известной прямой внешней угрозы. Следовательно, мы создаем подобную угрозу. 11 сентября и бинго! Мы представляем миру то, что, по нашим словам, должно остановить террористов. Другими словами, мы изменяем общество и развиваем свой план, Орлевское государство и все остальное. Эти здания были разрушены, потому что были построены, чтобы упасть. Похожие здания по всей планете, пожар в которых продолжался большее время и был интенсивнее, так и не упали. Это единственные подобные здания, когда-либо разрушившиеся, как утверждается, из-за пожара. Официальная версия событий 11 сентября только вышла в свет, когда я ее расследовал в подробностях. А теперь я использую ее как пример схемы проблемы реакции решения. Сеть, при помощи которой вы контролируете разведслужбы, правительство, средства массовой информации, целые страны и фальшивых террористов, вроде Усама бен Ладена, дает вам нити, необходимые для управления планом проблемы реакции решения. Для изменения общества, пожелаемому вами образцу. А вот вам классический пример. Адольф Гитлер, внося предложение о создании гестапо в нацистской Германии, сказал, «Злая сила угрожает каждому мужчине, женщине и ребенку этой великой нации. Мы должны предпринять шаги по обеспечению внутренней безопасности и защиты нашей Родины». Слово в слово, как было сказано Бушем после 11 сентября. Вторая мировая война, проблема реакции решения. Вот по какой причине это не парадокс, не совпадение или противоречие, что одни и те же люди, которые согласно доказательствам финансировали нацистов, американцев, британцев, преимущественно вращались вокруг картеля Ротшильдов. Они создали фашизм в Германии, коммунистический Советский Союз и капиталистический мир. Они столкнули их лбами во Втором мировом конфликте за кратчайший срок. И после него планета была истощена ментально, физически, эмоционально. «Сделайте же что-нибудь!» Это не должно продолжаться. «Что они собираются делать со всем этим?» «А, попались!» «Потому что все конфликты, все эти войны ужасны, ужасны!» «Что мы собираемся делать?» «Так это централизовать власть при помощи Организации Объединенных Наций, Европейского Союза», создание которого оправдано во многом девизом «Давайте остановим войны в Европе, давайте просто торговать, давайте перестанем воевать друг с другом», потому что именно они дирижируют этим процессом. Броттенвудское соглашение вместе с появлением Мирового банка и прочей ерундой все было результатом Второй мировой войны. Существует вариация на эту тему, называемая мной сейчас «нет проблемой реакция решения». Это частный случай, когда даже нет необходимости в реальной проблеме. Достаточно нужного восприятия населением этой проблемы, вроде оружия массового поражения в Ираке или изменений климата, вызванных деятельностью человека. Затем вы можете предложить решение проблемы, которое даже не существует, но если достаточно народу считают ее настоящей, они в ваших руках. Тоталитарное подкрадывание, как я его называю, используется в связке со схемой «проблема реакция решения». Это совершенно просто. Вы начинаете в точке А, зная, что необходимо достичь точки З, но понимаете, что пройдя это расстояние за один большой шаг, вы вызовете слишком большие быстрые изменения, и люди забеспокоятся. Что происходит? Ну, кого рубит телек? Что происходит? Посему вы движетесь шагами настолько большими, насколько возможно, но не вызывающими ощутимой реакцией противодействия. И как исключительно точно сказано, ты правда думал, что это будет столь очевидно? Что ж, оно становится все очевиднее с каждым днем, но до определенного момента было совсем незаметным, если только вы не искали этого специально. Европейский Союз развился из зоны свободной торговли. Не о чем беспокоиться, только ради рабочих мест в сегодняшнюю централизованную диктатуру именно посредством тоталитарного подкрадывания. А это отец-основатель Европейского Союза, как я его называю, Жан Монне, один из солистов Ротшильдов. Европейская нация должна быть приведена к созданию супер-государства без осознания происходящего. Это возможно совершить успешными действиями, каждая из которых маскируется как имеющая экономическую цель, но в конце концов бесповоротно ведет к объединению в федерацию. А слово фашизм произошло от этого символа. Фасций, родом из Римской империи, это индивидуальности, связанные вместе вокруг топора в центре. Европейский Союз описан с исключительной точностью. Глобализация, что означает постоянную централизацию власти, а также все больше и больше власти в руках все меньшей и меньшей кучки над все большими массами людей. Это тоталитарное подкрадывание. Глобализованная экономика подминает под себя все больше и больше. Поэтому каждая страна зависит от остальных, а значит не располагает возможностью индивидуальных действий, индивидуального принятия решений. Свобода торговли означает свободу эксплуатации, когда вы можете набрать в одном месте рабочих на патагонную фабрику и производить свой товар за сущие копейки, затем привезти его сюда и продать так дорого, как только получится. Вот что такое свободная торговля. Это выгодно всего лишь нескольким людям, но вы не можете быть против свободы торговли. Это также элемент глобализации, централизации власти, придуманной ради этого и во все большей степени добивающейся этого. Это значит, вы зависимы внутри страны или сообщества от вещей, которые вне вашего влияния, а посему все зависимы от всех и каждого. И следовательно, не имеете возможности самостоятельного принятия решений в собственных внутренних отношениях и странах. Причина, по которой они хотят этого, сделать всех зависимыми от вещей, им не подконтрольных, потому как зависимости означает контроль. Это как с изобилием и нехваткой. Мы живем в мире, который мог бы являть собой пример исключительного изобилия. Никто без исключения не должен оставаться голодным на этой планете ради всего святого. Африка могла бы накормить весь мир, но не может прокормить саму себя. Почему? Из-за манипулирования этим континентом при помощи этого дерьма. И подобное происходит по всему миру, поскольку ни сопереживания, ни эмоциональные последствия собственных действий им не свойственны. искусственно созданная нужда, поскольку изобилие означает выбор, означает свободу. Нужда означает зависимость, означает контроль. Вот откуда эта искусственно созданная зависимость. Мы голодные люди в мире изобилия. Координаты три. Цемент. Существуют определенные организации, сети, круги, служащие как бы цементом, скрепляющим паутину вместе, скрепляющим вместе людей в этой паутине. Близка к пауку братья Ротшильдов. И когда я говорю о Ротшильдах, один момент, я не говорю обо всех людях, носящих эту фамилию. Множество людей, зовущихся Ротшильдами, понятия не имеют, чем занимаются некоторые представители династии. А во-вторых, я имею в виду не только тех, кого зовут Ротшильдами. Я о кровной линии Ротшильдов, просочившейся во множество других, огромное количество других семейств и групп, которые затем приходят к власти под другими именами, не под именем Ротшильдов. И, конечно, если президент Ротшильд, то там его Галлахер Ротшильд, все эти дикторы новостей Ротшильды. Что происходит? Вместо этого перед нами люди под разными именами. Так что я говорю о кровной линии Ротшильдов и отпрысков этой семьи, тех, кто управляет этой династией. Не все, кого так зовут. Очень многие, кто носит фамилию Ротшильд, не в курсе происходящего. Но семейства при помощи разнообразных цементов контролируют всевозможные, на первый взгляд, не связанные между собой организации. Один из этих цементирующих моментов, несомненно, сеть тайных сообществ. Это совершенно очевидно, если взглянуть внимательно. Это некоторые из главных, но есть еще более эксклюзивные, оперирующие в самых тонких верхних слоях. Но это не просто сеть тайных обществ. Они в тесной связи с сетью сатанизма, где они без преувеличения совершают человеческие жертвоприношения и другие подобные ужасы, которые эти семейные династии совершали с древнейших времен. Ныне никто не видит проблемы в том, что примитивные древние люди приносили в жертву, пытали себе подобных и все такое. Но это было когда-то, когда так было принято, просто потому, что тогда это было нормой. С тех пор, как это стало неприемлемо, все так и продолжалось, при участии тех же династий, но теперь продолжается в тайне, это очевидно. А это группы педофилов, круги сексуальных надругательств над детьми, связанные как с этими, так и с этими. Я не о том, что каждый в тайных сообществах педофил. Я не говорю, что каждый сатанист педофил, а все педофилы-сатанисты члены тайных сообществ. Но есть сети, связи между этими организациями и кругами, скрепляющие их вместе. Это чем-то напоминает олимпийские кольца. Они взаимосвязаны друг с другом. И вы видите, по какой причине, судя по моим исследованиям, за последние лет 20, что когда я рассматривал внимательнее людей власти, вроде политиков и банкиров, даже работников СМИ и им подобных, после столь долгих поисков в этой сфере и вновь и вновь всплывающих тем, я понял, что копнув достаточно глубоко, ты обязательно наткнешься на тайное общество и почти определенно пересечешься с сатанизмом, надругательством над детьми, сексуальным надругательством и педофилией. И есть причина, благодаря которой процент подобных людей много больше в высших эшелонах контролирующей структуры, нежели среди основного населения. Существует схема, обнаруживающаяся в любом обществе или стране. Это шаблон, по которому это работает. Согласно ему, сатанисты, педофилы и члены тайных обществ попадают на ключевые посты власти и влияния ради продвижения этого заговора. То есть педофилы, тайные общества и сатанисты оперируют в этих взаимосвязанных кругах, внедряя нужных людей по всей паутине, связывающих всех воедино. Сейчас сатанизм встречается ошеломляюще, часто по сравнению с представлениями обычных обывателей. И этому несколько причин. Во-первых, они приносят в жертву людей буквально своим богам, змеиным богам. Когда вы видите древние упоминания по всему миру о том, как они приносили в жертву людей, часто юных девственниц, а юная девственница это кодовое слово для кого? Для детей. Богам. Они заставляют их пройти через ритуал жертвоприношения, создавая атмосферу ужаса. Происходит следующее. Ужас достигает определенного уровня, когда особый вид адреналина выплескивается в кровь. И люди, совершающие ритуал, пьют эту кровь и ловят серьезный приход от этого адреналина. Помимо этого, в процессе ритуала жертва высвобождает энергию, очень мощный поток низковолновой вибрационной энергии. И существо или существа сразу за гранью видимого света, кем бы они ни были, поглощают эту энергию. Они поглощают ее как вампиры разными способами. Это один из них, одна из причин человеческих жертвоприношений богам. Другая причина в том, что они, и я говорил с сатанистами, наблюдавшими подобное, или бывшими сатанистами по всему миру, они создают энергетическую среду, являющуюся порталом или межпространственным окном, позволяющим этим существам появиться среди ритуала. Я говорил с людьми, наблюдавшими, как эти существа материализуются во время ритуала, благодаря особо созданной энергетической среде. Всем обращавшим внимание, даже если только слегка на весь этот заговор, хорошо известна богемская, или что правильнее, богемная роща в Северной Калифорнии, где элита, президенты, Буши, Киссинджеры, Рокфеллеры, все эти люди принимают участие в ритуалах у подножья 12-метровой каменной совы. И как мне было сказано, теми, кто был там в качестве жертв, они меньшими группами, а там 2700 акров леса из красного дерева, на самом деле совершают там и жертвоприношения. Все эти люди замешаны вместе с их сатанистскими богами и прочей гадостью. Это случается по всему миру, это случается в определенном порядке, по особым дням. У нас есть особая ситуация с Хэллоуином, который сейчас практически как Рождество. Если бы люди только догадывались, что происходит на Хэллоуин во время Белтейна, на майский день и так далее с детьми по всей планете, в невозможных количествах, не было бы никакого празднования Хэллоуина. На одном из уровней они таким образом взаимодействуют с циклами, астрономическими, астрологическими циклами. Вот по какой причине они делают это в определенное время, когда планеты, вероятно, Луна и все остальное находятся в определенных позициях. Они манипулируют тем, что называют морфическим полем. Полем воплощения, энергии, в которой мы все живем. Как я уже говорил, если вам нужно влиять на всю рыбу, сразу воздействуйте на море. И в новой книге, в дополнениях, я опубликовал то, что обозначил как признание сатаниста. Они вышли на свет Божий чуть ранее в этом году, и возможно, я не могу до конца быть уверенным в подлинности, но могу сказать после 20 лет исследований, что они очень похожи на правду. Предполагается, что человек, умерший в 2004 году, был сатанистом высокого ранга в Австралии. Кто он в действительности... Это не было, собственно, признанием, в смысле, я хочу признаться в своих грехах. В общем, это были основные принципы того, как сатанизм управляет миром. И это одна из вещей, о которых он говорит в них. Что большинство людей не понимает, что сатанизм это ритуальная практика и подобное повторение в то же место, в то же время, с течением времени, оставило неизгладимые отпечатки на морфическом поле. Им необходимо контролировать морфическое поле, чтобы мы оставались в состоянии низкой вибрации, чтобы мы оставались частью лунной матрицы, о которой я толкую. И, безусловно, как я уже говорил, мы взаимодействуем с этим полем постоянно, проводя энергию из него в нашу систему меридианов. И поэтому оно влияет на нас. И, как я упоминал ранее, это элемент процесса подавления также и этого поля. Вот почему ритуалы происходят на основных энергетических перекрестках. Теперь давайте возьмем следующую связь с сатанизмом. Потребление человеческой крови, человеческого генетического кода, чтобы иметь возможность оставаться дольше в нашем измерении, так делают рептилии. И педофилия — это что? Это поглощение энергии, энергии детей. Причина, по которой происходят жертвоприношения, богам юных девственниц, детей, в том, что им нужна энергия ребенка до полового созревания, поскольку, когда наступает зрелость, происходит, мы все это знаем, химические перемены, очень большие, после чего, с их точки зрения, энергия не столь чиста и не столь желаема. Вот что сказал Дон Хуан Маттус в одной из книг Карлоса Кастанеды. Кастанеда здесь цитирует его слова. Он, это Дон Хуан, он объяснил, что маги и шаманы видят детей человеческих существ как странные светящиеся шары энергии, покрытые сверху донизу, искрящимся покровом, вроде пластика, плотно окружающего энергетический кокон. Он сказал, что именно искрящийся покров осознания является тем, что поглощают звери, и что, когда человек становится взрослым, все, что остается от этой оболочки осознания, лишь узкая полоска от земли до верха пальцев на ногах, эта полоска позволяет человечеству продолжать существование, но только с большим трудом. И хотя, в отличие от высшей элиты, педофилы не поймут этого, это суть педофилии, и почему она так пышно цветет в высших эшелонах системы контроля, все потому, что, когда педофил растлевает ребенка, это символически изображено здесь, это означает подключение к энергетическому полю ребенка, и поэтому они это делают анально, даже с девочками, для того, чтобы подключиться к нижней чакре, основной чакре, и существо, влавствующее над педофилом, поглощает ее, питается ею. По этой причине педофилы обычно очень одержимые люди, потому что управляющие ими существа возбуждают желание секса с детьми, а затем, когда это происходит, они поглощают энергию, высасывая из ребенка жизненную силу. А политики, часть этой системы контроля, опять же, поэтому педофилия так распространена среди политиков. Вот что говорится в признаниях сатаниста, помимо всего, у того австралийца. Политиков вводят в круги при помощи осторожно подобранного набора критериев и ситуаций, позволяющих им принять, что их жертвы, дети, будут нашим маленьким секретом. Дети, испытавшие растление и надругательство политиками по всему миру, в скором порядке используются как жертвоприношение. В Австралии тела обнаруживают исключительно редко, поскольку Австралия до сих пор пустыня. В странах, где пустынь нет, они контролируют морги и крематории, где они избавляются от детей по понятным причинам. И это цветет пышным цветом. Я продолжаю повторять эти слова, но до конца никто не осознает этого. Происходит следующее. Люди соотносят количество детей, пропадающих ежегодно, с количеством подобных историй в новостях, что исчез ребенок и все его ищут. А это самая, самая верхушка айсберга. Сотни тысяч детей пропадают без вести в Америке ежегодно. Я звонил в администрации штатов США, потому что у них нет федеральных цифр, они могут сказать, сколько автомобилей угоняется и пропадает, не в федеральном уровне, но только не детей. Мне сказали, что нужно звонить в администрации отдельных штатов. Я позвонил, во многие из них спрашивая, сколько детей пропадает ежегодно, сколько детей пропало в прошлом году и сложил цифры. Что? Не видел этого в новостях ни разу. Сотни тысяч. Некоторых находит, для некоторых случаев находятся объяснения, но не для всех, далеко не для всех. Все это тщательно скрывается. Во множестве подобных историй, где сатанизм и совращение малолетних выходят на свет, незамедлительно сверху падает тень, потому что система контролирует различные аспекты, позволяющие хранить все втайне. Это один единственный пример из бесконечного числа подобных по всему миру. Франклин прячет концы. Это расследование человека по имени Джон Де Камп, бывшего сенатора в штате Небраска. Он начал интересоваться деятельностью Лоренса Кинга, крупного республиканца, кто пел национальный гимн Америки дважды, по-моему, в 84-м и 88-м годах, участвуя в республиканских конвенциях по выбору кандидата в президенты. Де Камп распутывал его финансовые аферы, проходившие через контору, после обнаружил, что тот управляет сетью педофилов, поставляя детей известнейшим именам Америки. Он написал эту книгу, Франклин прячет концы, совращение малое их сатанизм, снова они рядом, они всегда рука об руку и убийство Небраски. В дальнейшем часть этой информации попала на страницы крупной газеты Вашингтон Таймс о нитях, тянущихся к администрации Рейгана Буша, но основная тема была замята полностью. Я писал в своих книгах, начиная с 98-го года, что папаша, Джордж Буш, отъявленный педофил, мучитель и убийца детей, серийный убийца взрослых людей. Я говорил об этом на американском радио и до сих пор жду возражений. А это один пример. Женщина, ставшая моим другом, Кэти О'Брайан, участвовавшая в секретных проектах американского правительства по контролю сознания, будучи ребенком. Я встречался с ней много раз, мы переписываемся по сей день. Я видел ее дочу, которой она говорит, замечательная девочка, но с совершенно разрушенной этими людьми психикой. Это единственный пример из миллионов и миллионов случающихся по всему миру. И вот что она пишет в своей книге «Трансформация Америки». Кровоточащая прямая кишка Келли была одним из многочисленных следствий извращений Джорджа Буша. Я не раз слышала, как он кичился тонкостями сексуальных надругательств над нею. Он пользовался этим как угрозами для ее жизни, контролируя меня, дергая за подобные ниточки. Психологических последствий изнасилования президентом-педофилом совершенно достаточно для разрушения психики, но Буш усугублял травмы Келли при помощи сложных электронных приборов из НАСА и наркотиков для контроля разума. Он постоянно говорил что-то вроде «Кому ты будешь звонить? Или я всегда тебя найду?» Умножая ее чувство беспомощности. Систематические пытки и психологические травмы вроде тех, что я наслаждалась в детстве и теперь, казалось, подвергались сравнению. Мой опыт был ничтоп относительно невыносимого физического и психологического давления, причиненного Джорджем Бушем моей дочери. И это всего лишь один из подобных людей, всего лишь одна его жертва. Это просто невероятно, насколько это распространено и в нашей стране тоже. Но если что, тут же вырастает стена. Вот что обнаружил Декамп. На всех начинают давить авторитетные люди. СМИ не хотят прикасаться к этому. Социальные службы не хотят иметь дело с этим. Та же история с полицией и политиками. Все ведут себя по одной схеме. Так это работает. Программа Йокширского телевидения для канала Дискавери о фирме Франклин и материалам, о педофилии уже была готова к эфиру. Но вдруг, опа, она была запрещена к показу прямо перед выходом на экраны. Ее так ни разу и не показали, хотя вы можете найти ее в сети. Одна копия сохранилась. Я упоминал этого человека, Теда Хита, как педофила и убийцу детей, начиная с 98-го года. Список его малолетних жертв просто огромен. Бывший премьер-министр Великобритании. Этот тип, Томас Хэмилтон, пришел в начальную школу Донблейна и убил 16 детей и учителя. Он был поставщиком детей для политической элиты Шотландии, взаимосвязанной с висминстерской политической элитой и сатанистских кругов, имеющих отношение к обоям. По этой причине они изъяли материалы этого дела и засекретили его на 100 лет. Далее, если вы следили последнее время за моим и многими другими веб-сайтами, перед вами снова та же классическая схема. Куда ни глянь один шаблон. Эта девочка Холли Грейг. У нее синдром Дауна. Ее мама Энн и Роберт Грин фантастический человек, помогавший им и отдавший так много ради этого. Когда Холли стала рассказывать, как приходилось испытывать на себе изнасилование и надругательство со стороны шотландской элиты, как обычно, над историей сгустились тени. Роберта арестовали, с ним чудовищно обращались в полиции, грампианской полиции в Шотландии в области Грампиан, между прочим, печально известной сатанизмом. Ему, в общем, сказали, о чем он не может рассказывать. Он не имеет права называть имен и тому подобное, потому что идет расследование. СМИ не станет пачкать этим руки, хотя, возможно, что-то меняется в этом смысле. Мы надеемся на это. Шотландская юридическая диаспора, правящие круги не будут этого расследовать, полиция тоже не станет напрягаться. Брат Эн, дядя девочки, был явно убит после того, как застал отца Холли в момент надругательства над ней. И поэтому мог рассказать правду. Был найден убитым. История предполагаемого самоубийства, когда вы ее слышите, самоубийство, вы шутите, было ошито белыми нитками шотландской полиции. Если бы на планете было больше людей, похожих на Роберта Грина, этот мир был бы гораздо более хорошим местом. Роберт вообще-то сегодня присутствует в зале, так что спасибо вам, Роберт, огромное за все, что вы делаете. Вот как они возводят глухие стены. Опять же, та же пирамидальная система. Социальные службы, пирамида, иерархическая схема, как и в полиции, системе правосудия, политике, СМИ. все в медицине, отделах убийств, все они части этой структуры. Где-то наверху, в конце концов, они подчиняются одному кругу людей, одной контролирующей силе. Они ставят на ключевые позиции в этих пирамидах людей своего круга, принадлежащих их клубу. Нет необходимости контролировать каждого в социальной службе ради прекращения расследований или чтобы расследование привело к решению отобрать детей у родителей без особых на то оснований. Достаточно контролировать уровень социальных служб, решающих такие вопросы. И, конечно, попав на одну из таких должностей в пирамиде, вы увольняете неугодных, нанимаете на работу людей с похожим складом ума, и через какое-то время штат этих организаций кишит подобными людьми на разных уровнях. Не обязательно контролировать каждого полицейского и в мире немало достойных представителей этой профессии, но они не занимают высоких постов практически. Их занимают эти уроды. Поэтому они диктуют, что расследовать, а что нет, особенно если кто-нибудь хочет обвинить их в чем-то совершенно незаслуживающем оправдании. Та же ситуация со СМИ. Если скажете, мы не будем освещать эту историю, политика, о, нет, я буду молчать об этом, я не буду ничего расследовать, нет, нет. Вот как это делается. Это Дэвид Берковиц, или сын Сэма, серийный убийца в Нью-Йорке, кто после признания его виновным сказал, что он был, он сделал это, да, но он был частью круга сатанистов, действующих заодно, он сказал следующее прямо в точку. Сатанисты — своеобразные люди, это не невежественные крестьяне или полуграмотные индейцы. Скорее их ряды состоят из врачей, адвокатов, бизнесменов, граждан, обремененных серьезной ответственностью. Это не группа пофигистов, склонных совершать ошибки. Они скрытны и повязаны между собой, сплетены, вот он цемент, общими нуждами и желанием посеять хаос в обществе. Как говорил Алистер Краули, мне нужны богохульства, убийства, изнасилования, революции, что угодно плохое. Сейчас по всей планете, не только в Великобритании и Америке, в других странах тоже государство отбирает, крадет наших детей в невероятных количествах, на невероятных основаниях. Был случай с одной женщиной, получившая огласку, что большая редкость в сравнении с общей картиной — все из-за судов по семейным делам, где слушания проходят за закрытыми дверями и материалы не должны попадать в прессу. Они говорят, все это ради защиты детей. Нет! Это ради защиты педофилов и сатанистов. Вот зачем такая секретность. И эта дама, как говорит ее муж, потративший 36 тысяч фунтов на возможность иметь детей, родила двойню, кажется, двойню. И она была в шоке, когда социальная служба пришла к ним домой после выписки из больницы. Женщина обмолвилась. «Беременность уничтожила мою фигуру». И они забрали детей. После ее яростной реакции на это они заявили, что у матери проблемы с контролем эмоций, что опасно для ее детей. Просто невероятное количество детей отбирается у родителей без особой причины. Этот человек, Тим Нилл, депутат от консерваторов, прямо перед последними выборами сказал в парламенте, пользуясь своей привилегией, обвинил своего местного председателя суда в похищении 9-недельного ребенка у родителей. Но это всего лишь верхушка айсберга, айсберга растущего на глазах, по всему миру. Я писал об этом в одной из книг. Я расследовал это и в Америке, там ситуация не лучше. А о чем говорил Олдес Хаксли, фабианский пророк в романе о дивный новый мир, о том, что детей отберут у родителей. Родители не только перестанут играть важную роль, они просто перестанут быть частью общества. Государство возьмет на себя контроль за воспроизводством и выращиванием всех детей. Это идеал, к которому они стремятся. А этот парень, Эд Боллс, мой бог, тот, кто выбрал ему имя, просто ненормальный. Был госсекретарем по делам несовершеннолетних вплоть до последних выборов, отбирая власть у родителей и отдавая ее школам и госучреждениям. Он бывший исполнительный директор фабианского общества, да и в данный момент не пешка среди них. Лев уже не спит. Часть 3.2. Большая игра. Это, возможно, противоречиво, но мне все равно, по сути, потому как мы, пожалуй, достигли момента, когда нам необходимо начать говорить обо всем, как есть, не пытаясь уйти от темы. То, о чем я собираюсь говорить теперь... То, о чем я собираюсь говорить дальше, практически никто, за редчайшим исключением, есть те, с которыми я не рискнул бы провести вместе вечер, если честно, и наоборот. Но большинство, подавляющее большинство людей, расследующих так называемый заговор, не станет трогать этот предмет. Так? Что ж, я, черт побери, собираюсь его коснуться, потому как меня от него мутит, как мутит от тех, кто по той или иной причине боится это сделать. Спасибо. Итак, прежде всего, мы, как человеческая раса, должны хорошенько повертеть нашими головами туда-сюда, чтобы понять, что это такое, поскольку все совсем не так, как нам преподносят. Все это делается не для нужды пользы еврейского народа. Еврейский народ — это жертва происходящего, а не наоборот. Еврейский народ был не раз выжат досуха этими ребятами, всегда заявлявшими, о следовании его лучшим интересам от всего сердца. Просто адская приверженность. Вот почему я называю это Ротшильдсионизмом. Он был создан Ротшильдами, он под их контролем до сей минуты, и появился в качестве одного из тайных обществ в структуре паутины, чтобы вносить мощный вклад в манипуляцию и контроль нашего мирового сообщества и отдельных стран, и так далее, и тому подобное. Это все Ротшильдсионизм. Антисионизм — это не антисемитизм, и антисемитизм совсем не значит того, что мы о нем думаем, потому что сионизм не имеет никакого отношения к еврейскому народу. Даже то, что мы видим воочию, показывает его как политическую систему убеждений, политическую философию, но по сути своей, это тайное общество, помещающее своих агентов на ключевые места в структурах власти. Одним из очень редких слов, сказанных когда-либо Джо Байденом, вице-президентом США, и являющимися правдой, были «Вам не обязательно быть евреем, чтобы быть сионистом». Из-за пропаганды мы ставим знак равенства между сионизмом и еврейским народом. Все не совсем так. И разница весьма огромна. Сколько людей в курсе этого? Насколько много евреев по всей планете протестуют, создают организации, выступающие против сионизма? Сионизм и иудаизм диаметрально противоположны. Сионизм — это государственный террор. Как часто мы видим это в газетах? Никогда. Конец сионизма означает мир. Израиль, перестань убивать палестинцев. Я еврей, я хочу этого. Почему мы не слышим об этом? Мы проклинаем любую агрессию сионистов против Ирана. Я думал, каждый отдельный еврей в мире хочет разбомбить Иран, ведь об этом нам говорит пресса и ТВ. Еще один еврей против сионизма. Снова и снова. Глашатые сионистов не представляют собой мировое еврейство. Как много людей... Я думал, Ахмадиниджад, глава Ирана, считается великим демоном для всего еврейского народа. А-а-а, посмотрите на это. Демонизация исходит со стороны ротшильдсионизма. Нас постоянно дурачат по этому поводу. Династия Ротшильдов создала Израиль. Они оплатили переезд первым людям из Европы, населившим Израиль, после Второй мировой. Они оплатили постройку здания Кнесета парламента. Они оплатили постройку здания Верховного суда вместе со всеми этими символами иллюминатов на нем. Кое-кто из тех, кто порвался этой семьей, я цитирую одного из них в моей книге, действительно утверждают, как годами говорил и я, поскольку это тупо очевидно, что Израиль совсем не отчизна еврейского народа. Это ленное владение династии Ротшильдов, созданное при помощи ротшильдсионизма, тайного общества. Ротшильдсионизм был использован посредством Израиля для разорения, уничтожения, пыток целой нации человеческих существ, в то же время заявляя о нетерпимости к терроризму. Это словарное определение геноцида. Систематическое и широко распространенное истребление или попытка истребления целой национальной, расовой, религиозной или этнической группы. Никогда еще то, что происходит в Палестине и секторе Газа, не было описано столь точно. Все больше и больше людей убивают на войне. Во время бомбовых налетов, перестрелок, умирает из-за недостатка еды и адекватной медицинской помощи. Газа — самый перенаселенный кусок земли на планете, немногим более, по иронии судьбы, чем концентрационный лагерь. И мир спокойно взирает на это. Вот оно, лицо Палестины. Скажи, что ты видишь? Армейские ботинки. Еще один террорист, пяти лет от роду. Все это время дома палестинцев на оккупированных территориях сносятся, и земли передаются экстремистам-поселенцам, верящим, что они имеют на это право, потому что так написано в какой-то там Библии. А еще есть эта стена, простите, разделительный барьер, отделивший немалые куски палестинской земли, противоречия всем международным соглашениям и всему прочему. А вот детская игровая площадка, приносимая в жертву стене, простите, разделительному барьеру, продолжающему свой бесконечный путь. Слева, зеленым цветом, отмечена земля Палестины в 46-м году. Далее мы видим, что случилось с тех пор. Это справа, 2000-й год. Мы в 2010-м сейчас. Она стала еще меньше. Что я говорил? Систематическое и широко распространенное истребление или попытка истребления целой национальной, расовой, религиозной или этнической группы. И я говорю этим ротшильдсионистам, «Даже не смейте, черт побери, говорить о чужом расизме, если вы поддерживаете это». Израиль — общество апартеида. Не только между израильтянами и палестинцами, в самом израильском обществе — натуральная расовоизоляция. То, как они обращаются с черными евреями из Эфиопии, — абсолютный абсурд. Сианисты позволяют себе подобное, а потом говорят о чужом расизме. Надо что-то делать. Эти люди евреи, я видел это, они видят, что происходит. В Израиле немало фантастических представителей еврейского народа, противостоящих этому. Молодежь идет в тюрьму, потому что не хотят служить в армии, из-за того, что армия делает с палестинцами. Изумительные люди. Практически не видел упоминаний об этом в основных СМИ. И неважно, неважно, что говорят об Израиле, вот его ответ на это. Почему? Потому что Израиль — вотчина династии Ротшильдов, контролирующей также и американскую администрацию, и британскую администрацию. Одна рука Ротшильда не станет критиковать другую руку Ротшильда. В фильме «Матрица» было нечто, названное центральным компьютером Сиона. Что ж, сионизм, Ротшильд-сионизм, является во многих смыслах центральным компьютером этой сети. Его влияние пронизывает все вокруг. И он не блюдет интересы еврейского народа, бедного еврейского народа. Ротшильд-сионисты делают все это. Они отвечают перед династией Ротшильда, поэтому планы паутины тайных обществ столь согласованно воплощаются в реальность. А теперь, перед тем, как я начну, вы услышите немало имен, потом я хочу немного осветить американскую администрацию и еще пару вещей, чтобы вы получили представление обо всем этом, о глубине проблемы. Прежде чем я начну, один факт. Население, называющее себя еврейским, в Америке составляет меньше 2% от 100. Да, значительная часть которых не будут являться Ротшильд-сионистами. Следственно, их вообще исключительно мало. Значительно меньше, чем 2%. Окей. Человека, непосредственно контролирующего Обаму, зовут Рам Эммануэль. Он служил в израильской армии, он глава администрации Белого дома. Обама выполняет все, что он говорит. Его отец, отец Эммануэля, был террористом в Иргун. Террористической группе, аргументировавшей бомбами появление Израиля в 1948. А вот какие отношения связывают Рама Эммануэля, он типа Питера Мендельсона в США, и Обаму. Эй, хочешь Нобелевскую премию мира? Могу устроиться ног. Могу устроиться ног, без проблем. Замечу все изображения, вроде этого, между прочим, сделаны парнем по имени Дэвид Дис. Он политический художник, замечательный американец, живет и работает в Швеции. Исключительно метко используют изображения, заменяя имя тысячи слов. Этот парень, второй контролер в Белом доме. Его имя Дэвид Аксель Ротт, Ротшильд-сионист. Он был человеком, являвшимся дирижером всех избирательных компаний Обамы, против Хиллари Клинтон, и затем против Джона Маккейна. Главным финансистом Обамы и дирижером его финансов, если называть имена, был парень по имени Джордж Сорос, Ротшильд-сионист, манипулирующий странами, пользуясь своими сетями и деньгами для совершения государственных переворотов там, где им выгодна смена режима. Он играет на рынке иностранных валют, как он сыграл на английском фунте когда-то. Сейчас, получая прибыль путем разрушения экономики разных стран, потому что он не знает сострадания. Генри Киссинджер, виднейший Ротшильд-сионист, кто служит интересам династии уже 40, если не 50 лет. Теперь он советник Обамы, хотя официально он республиканец. Американская экономика, американская экономическая команда возглавляется Тимоти Гейтнером, министром финансов, Ротшильд-сионист, и Ларри Саммерсом, Ротшильд-сионист. Бюджет правительства Обамы целиком зависит от управляющего бюджетом Питера Орсага, Ротшильд-сионист. Этот человек был советником российского казначейства, когда русское правительство раздавало государственную собственность Ротшильд-сионистам, олигархам, включая Романа Абрамовича, владельца футбольного клуба Челси, между прочим. Совсем не сложно стать миллиардером, когда государство говорит «Возьми эту собственность стоимостью миллиард в обмен на миллиард больших спасибо». Это как два пальца. Можно купить футбольный клуб, если хочется. Фирма этого человека также консультировала Центральный банк Исландии перед исландским экономическим крахом. Федеральная резервная система в Америке, которая контролирует американскую экономику от и до, это частный, не государственный банк, которым владеют Ротшильды, а главный помощник Ротшильдов там Бернард Бернанке, Ротшильд-сионист. Он сменил Алана Гринспена, Ротшильд-сионист, кто был главой Федерального резерва со времен администрации Рейгана Буша до администрации Буша-младшего, и он систематически дестабилизировал финансовый баланс, что и обусловило мировой кризис 2008-го. Мы постоянно слышим о Голдман-Сакс и обо всех событиях, которым они послужили причиной, что во время кризиса 2008-го, то, что сейчас в Греции, они фундаментально замешаны в них. Голдман-Сакс – собственность Ротшильдов, глава которого – Ллойд Бланкфейн, Ротшильд-сионист. Мировой банк возглавляется Ротшильд-сионистом, МВФ – Международный валютный фонд возглавляется Ротшильд-сионистом, ЕЦБ – Европейский центральный банк возглавляется Ротшильд-сионистом. Вереница так называемых ЗААСов, как их ключат в Америке, контролирующих различные области политики в администрации Обамы и не только, то есть Ротшильд-сионистов, включая Касса Санстейна, кто как-то писал в одной из газетных статей, что лицам, высказывающим теории заговора, должно либо быть отказано в выражении их убеждений, либо они должны платить за это специальный налог. Налог! А дел изменений климата в администрации Обамы управляется Кэрол Браун, Ротшильд-сионист, и Тоддом Стином, Ротшильд-сионист. Важнейшая область политики. Американская администрация крайне переполнена Ротшильд-сионистами, и это не совпадение, поскольку они агенты династии, агенты системы контроля. Дело не в происхождении. МОСАД не является разведывательным агентством Израиля. Это разведывательное агентство Ротшильдов, поэтому оно часто всплывает по всему миру как участник подставных событий, террористических акций, заказных убийств, потому как не защищает интересы Израиля. Оно проводит в жизнь политику Ротшильдов, контролирующих Израиль. Теперь давайте взглянем на 11 сентября. Аренда мирового торгового центра была оформлена за несколько недель, до 11 сентября Ларри Сильверстейном Ротшильдсионист и Фрэнком Лауи Ротшильдсионист, а сделка совершена при участии этого парня по имени Луис Эйзенберг Ротшильдсионист, начальника порта Нью-Йорка. Глава ЦРУ, расследовавший происшествие, 11 сентября, Джордж Стеннет, Ротшильдсионист. Патриотический акт, результат этих событий, «Оруэлловское уничтожение свобод, патриотический акт в Америке», был написан и обоснован 11 сентября, хотя заготовлен заранее, потому что они знали все заранее, Майклом Чертофом, чья мать, была агентом МОСАДА, и кто стал вторым главой Министерства внутренней безопасности, «Оруэлловской организации», возникшей вследствие 11 сентября. Перед тем, как 11 сентября случилось, и во время последовавшей войны с терроризмом, Пентагон управлялся Полом Вулфовицем, Ротшильдсионист, и Довом Закхаймом, контролером, умудрившимся потерять триллионы долларов, но так и не понесшим доказания. И, между прочим, единственное упоминание о колоссальной сумме, исчезнувшей с его помощью Пентагоне, произошло 10 сентября 2001 года. Догадываюсь, они понимают, что в подобных условиях никто не найдет концов. Дов Закхайм, Ротшильдсионист, и другие, вроде Дагласа Файта, Ротшильдсионист, люди из Пентагона. Далее, как я упоминал ранее, администрация Буша управлялась и контролировалась теми, кто известны под именем неоконцев, неоконсерваторов, которые были организацией Ротшильдсионистов, ведомых людьми вроде Ричарда Пёрла, Ротшильдсионист, Уильяма Кристалла, Ротшильдсионист, Джона Болтона, Ротшильдсионист, ни во что не верят, если им так удобно. Затем, отчет комиссии о событиях 11 сентября, ставший официальным отчетом о расследовании. Они сначала хотели, чтобы этим занялся Киссинджер, но публика не восприняла это всерьез, и им пришлось от этого отказаться. И этот отчет, который отразил согласие с официальным объяснением трагедии, был написан под руководством Филиппа Зеликова, Ротшильдсионист. Этот судья, Элвин Хейерштейн, кто слушает и контролирует дела семей, пострадавших 11 сентября, надзирает судебные процессы, которые могут пролить свет на эти и другие события. Ротшильдсионист следит, чтобы правда не всплыла наружу. Подумайте о количестве сианистов, пока я излагаю тему. Этот человек писал речи для Буша. Он придумал фразу «Ось зла», которая была направлена против Ирака до вторжения Ирана и Северной Кореи. Его зовут Дэвид Фрум, Ротшильдсионист. И когда смотришь на это, зная, что Израиль владение Ротшильдов, начинаешь понимать всю динамику. Думаешь, этот человек с 300 миллионами населения, сверхдержавой, самый могущественный из этих двух? Нет, нет, его контролируют оттуда. Поскольку Ротшильды контролируют их, вы знаете, что у Израиля второй по численности флот-истребителей F-16 в мире, самый крупный за пределами США, у крошечной страны. Откуда он у них? Дов Закхайм, бывший крупной шишкой в Пентагоне, ротшильдсионист, списал порядочное количество оружия и самолетов Америки, как устаревшее, чтобы их можно было передать за бесценок Израилю. Эти два парня написали в прошлом году книгу «Влияние Израиля на внешнюю политику США». Вот что они пишут. «Израиль получает около 3 миллиардов долларов прямой иностранной помощи каждый год, что по грубым оценкам одна пятое всей помощи другим странам из бюджета США. На человека Соединенные Штаты дают каждому израильтянину прямых субсидий в районе 500 долларов в год. Этот щедрый дар особенно поражает, когда понимаешь, что Израиль ныне богатое индустриальное государство с доходом на душу населения, сравнимым с данными Южной Кореи или Испании». Другой писатель, бывший журналист BBC и ITN Алан Харт, выпустивший книгу «Сионизм. Истинный враг евреев» и, боже мой, неужели это правда? Он утверждает, евреи не набирают и 2% населения Америки, но вносят 50%. Я бы сказал, Ротшель-сионисты, 50% пожертвований на политические компании. Вот почему не важно, о чем эти люди спорят перед выборами, включая эту страну и прочие. Они все согласны в одном. Что бы ни происходило в Газе, молчи, не отсвечивай. И они выморли из памяти эту тему, потому что не хотят, чтобы кто-либо увидел, что за ней это слишком ужасно. Этот человек, поразительный израильтянин, по имени Мордекай Вануну, попал в тюрьму на 18 лет за разглашение правды, что у Израиля есть атомная энергия. По сей день он критически ограничен в передвижениях и праве высказываться. И знаете, они заявили официально, официально, что они продолжают политику. Существует официальная политика, что Америка не спрашивает о ядерном оружии Израиля, а сам Израиль молчит. Это официальная политика. У Ирана его еще нет, они уже хотят втургнуться в него. Эта дама, Кей Грикс, вышла замуж за полковника флота США, вследствие чего ей устроили экскурсию по отделу Среднего Востока в Госдепартаменте. В интернете есть видео, где она рассказывает о своем приключении. Она говорит, что куда бы она ни заходила, везде были сионисты. Куда бы она ни заходила, была сионистская литература, комната за комнатой, в этом отделе. В конце концов, она спросила одного из них, «А как же палестинцы?» Он поискал вокруг, а затем сказал, «Ну, мы не забываем и о них». У палестинцев ни единого шанса, все шито-крыто. Главная группа лоббистов в Америке называется Айкос, Американо-Израильский комитет по общественным связям. Звучит как будто официально, но это группа лоббистов. Руководит ее человек по имени Лил Розенберг, он был ему очень близким другом и происходит из той же политической выгребной ямы, что мы зовем Чикаго. Так что, когда задается вопрос вроде, «Американцы, рискнете сказать «израильский терроризм?»» Нет-нет, потому что все под контролем, как я уже говорил. Ротшильд-сионисты контролируют СМИ и Голливуд. Не верьте моему слову, обозреватель Лос-Анджелес Таймс Джон Стилл Ротшильд-сионист написал статью про возглашающую американцев, не считающих, что евреи и Ротшильд-сионисты контролируют Голливуд просто совершенно тупыми. Мне пришлось прошерстить всю глянцевую макулатуру, чтобы обнаружить аж шестерых неевреев на самом верху индустрии. Но подумать только, даже один из этих шести, президент АМС, Чарльз Кольер, оказался евреем. Как истинный еврей, я хочу, чтобы Америка знала, да, мы контролируем Голливуд. Ведущий обозреватель израильской прессы сказал, евреи и Ротшильд-сионисты, я бы повторил, евреи действительно контролируют американские СМИ. Это совершенно очевидно и утверждать иное было бы противоречием общеизвестному факту. А чем заняты СМИ? Они скрывают от нас правду, отвлекая нас от происходящего на самом деле. Это слон посреди гостиной, и люди ужасаются при мысли затронуть эту тему, ведь их окрестят расистами, антисемитами и все такое. Они назовут тебя антисемитом. Да наплевать. Мне наплевать на это. Очень быстро. В Британии та же ерунда. Существует исключительно хороший документальный фильм. Я был крайне удивлен. Созданный человеком по имени Питер Албан, журналистом в серии передач Дипеши на Четвертом канале и рассказывает о контроле Ротшильд-сионистами британской политики посредством организаций, известной как Друзья Израиля. Каждая из партий связана с одной из них. И естественно, что они взаимосвязаны. Это по сути одна сеть. И снова, как и в Америке, никакой критики. Британское правительство при Тони Блэри и большую часть времени при Гордоне Брауне, ближе к концу, контролировалось с Питером Мендельсоном, Ротшильд-сионистом. Обратите внимание на руки. Ротшильд-сионист. Он ничего не скрывает. Этот парень проводит праздники вместе с ними. Вы видели газеты со светочем этой семейки, Джейкобом Ротшильдом. Ротшильд-сионистов, множество верхушки правительства, вроде возможного лидера партии лейбористов, Дэвида Миллибенда, министра иностранных дел до выборов. Эда Миллибенда, министр по делам энергетики и изменению климата. И еще вот этот парень, Джек Стоу, кто занимал разные должности в высших кругах с момента прихода Блэра к власти в 97-м. Новый премьер-министр Великобритании, Дэвид Кэмерон, Ротшильд-сионист. Это Чегол, Тони Блэр, был полностью под их контролем, как и Буш. Вот почему они двигались одним фронтом к вожделенной для Ротшильда в цели, в вторжении в Ирак и Афганистан. А чтобы затыкать людям рты, Ротшильды создали организацию вроде ADL, антиклеветнической лиги. Они не послали мне даже открытки на Рождество за эти годы. Я что, расстроил их чем-то? Я читаю лекцию в Нью-Йорке в октябре. Это будет забавно. В любом случае, они создают подобные организации ради борьбы с теми, кто заявляет подобное тому, о чем говорю я. Идея в навешивании ярлыков «Ты расист?» на имеющих такую смелость просто заткнуть их или дискредитировать, на что мне, повторяю, просто плевать. Твоя подача, сынок, и я верну тебе мячик от души. Спасибо огромное. В результате... В результате, когда вы критикуете Израиль, вас изображают как критикующего еврейский народ, а следовательно, как расиста, так это работает. И я должен сказать, на робот-радикалах, так называемых крайне левых политиках, эти люди играют как на скрипке. Они выходят на улицы и протестуют. «Ты антисемит!» «Окей, придите и послушайте, о чем я говорю». «Нет, нет, они этого не делают». А потом ты узнаешь о людях, исключительных людях, вроде Нормана Фелькенштейна, кто сам еврей, чья академическая карьера была уничтожена, когда он стал говорить об этом. Его родители прошли концентрационные лагери в нацистской Германии, и когда он выставляет на свет эти мошенничества и подлоги ротшельсионистов, их действия против всего еврейского народа, его называют самоненавистником. Они не могут окрестить его антисемитом, хотя иногда они используют это слово. Он самоненавистник. «Нет, он честный человек, совершающий честные поступки, на что вы сами не способны». А идея? Идея в том, чтобы создать, и они это делают, законы о преступлениях на почве нетерпимости или ненависти, которых правда не аргумент. Даже если то, что ты утверждаешь, правда, это не помогает, если это выводит людей из себя, что ж очень плохо, вы нарушили законы нетерпимости. Они теперь нацелились на интернет, который был настолько исключителен при освещении подобной информации. Кто это делает? В Америке Джей Рокфиллер, Ротшильд-сионист. В Великобритании до самых последних выборов он протаскивал закон об этом перед самими выборами. Питер Мендельсон, Ротшильд-сионист. И прямо на этой неделе Обама предложил эту даму, Элену Кейген, заместителя министра юстиции в состав Верховного Суда. Две вещи. Первое. Теперь Ротшильд-сионисты будут составлять почти половину членов Верховного Суда США. Четверых из девяти, когда их меньше 2% населения в Америке. И она неистово поддерживает законы, ограничивающие свободу слова вместе со своим другом, требующим налога на теории заговора с Айнстейном. Это слон в гостиной. И нам нужно принимать меры, если мы надеемся разоблачить этот заговор, поскольку они стараются не напугать нас, чтобы мы не лезли в это. Они знают, сколько всего выяснится в этом случае. Финишная прямая к тирании. Они думают, что вышли на финишную прямую к тирании, они выдают желаемое за действительное. Это, между прочим, Дэвид Аксель Рот, Ротшильд-сионист, тот человек, что отвечает за слова этого парня на теле Суфлёри. Обама настолько к нему прикипел, что на День Святого Патрика он был на приеме у премьера-министра Ирландии, и он поблагодарил самого себя за приглашение всех присутствующих, потому что слова речи ирландского премьера остались на экране, когда Обама вышел всех поблагодарить. Вот насколько он без него жить не может. Присваивание себе уровня знаний, которого нет. Вы знаете, люди говорят, что Обама умен, но это не так. Они просто сравнивают его с Бушем. Ведь медленные лошади кажутся быстрее, когда бегут мимо деревьев. Перед нами развертывается тайный замысел, а это кинофильм. Буш был в этом кино, теперь Обама в этом кино, и фильм тот же самый. И он на экране, чтобы сменить маску и продолжить играть на дудочке впереди народа, хотя его медовый месяц был исключительно короток. Он еще один Тони Блэр. Кому начинать лгать первым, тебе Тони или мне? О, после тебя Барак. Тони Блэр. Если случается услышать полуправду в речи Блэра, то это всего лишь опечатка. Человек-перемен. Самые крупные пожертвования поступили от Голдман-Сакс Уолл-стрит. В его свете полно сомнительных бизнесменов, вроде Тони Реско, попавшего в тюрьму за мошенничество, являвшегося одним из основных финансистов его политической карьеры. Почему? Потому что он из той же банды. Контролируемый Соросом, контролируемый Бжезинский. Бжезинский особенно интересен. Бжезинский был, как я упоминал, его ментором с 80-х. И вот что Бжезинский написал в своей книге в 1970-м. Технотронная эра, в которой мы сейчас и живем, требует постепенного установления все более контролируемого общества. Подобное общество будет управляться элитой, не ограниченной традиционными ценностями. Вскоре будет возможно утвердить почти непрерывное наблюдение за каждым гражданином и составить постоянно обновляющиеся базы данных, содержащие самые личные сведения о каждом гражданине. Властям будет обеспечен мгновенный доступ к этим данным. Это человек, который постоянно позади мистера перемены. И он был одним из основателей, создателей, организации под названием Трехсторонняя комиссия, вплетенной в эту паутину, о чем я писал годами, паутину вокруг тайного общества круглого стола, которая включает в себя и бильдербергскую группу, и римский клуб, являющийся их манипулятором в сфере защиты окружающей среды помимо трехсторонней комиссии. Интересно и очень важно в свете нынешних событий, что в своих книгах, в своих заявлениях Бжезинский часто использует, при руководстве зарубежной политикой Обамы с людьми вроде Киссинджера, он говорит о регионе, называемом Евразия, которая, собственно, тянется от Европы до Китая. А это самая значимая часть Евразии на этой карте. Бжезинский говорит, контролируя Евразию, контролируешь весь мир, не только из-за огромных запасов нефти и газа вокруг Каспийского моря. Так что мы в процессе захвата Евразии силами заговора и особенно этой области. А теперь взгляните на количество стран, испытавших вторжение, смену режима и тех, на которые они нацелены. В первую очередь, Украина. Они любят завлекать людей цветными революциями или революциями цветов. Здесь была оранжевая революция, финансированная и дирижируемая сетью Джорджа Сороса, и они поставили там своего человека. Они провернули революцию Рос в Грузии, где они тоже поставили своего парня. Они пытались поднять зеленую революцию после последних выборов в Иране, но не срослось. У них Ирак, он полностью под их контролем. Если они захватят Сирию, то они и в Израиле. Они в Афганистане. Теперь они подкапываются под Пакистан, бомбят его все больше и больше. В Киргизии у нас революция тюльпанов, затем была еще одна совсем недавно, снова их люди заняли высшие кресла. Мы видим терроризм, пускающий ростки в Индии, и они нацелены на эти регионы, поскольку им необходимо завладеть ими. Они хотят спровоцировать войну, вовлечь в нее Китай и Россию, Третью мировую войну, судя по их документам, о которых я уже говорю долгое время. Они идут по списку, и если поглядывать на карту Евразии, вы постепенно будете вычеркивать эти страны, одну за одной, видя все новые события. О, революция здесь, о, переворот тут. Вот что они делают. Не Америка. Это не США делает, это заговор, проворачивает это при помощи Америки. Идея в том, чтобы разрушить Америку, пользуясь Америкой, развалить ее. Зачем? А потому что, если вы стремитесь к диктатуре мирового правительства, вам не нужны сверхдержавы, имеющие военную и финансовую возможность говорить нет тому, что по-вашему должно происходить. Потому что мировое правительство намеревается иметь мировую армию, мировой центральный банк, и единую мировую валюту, наконец. Затем они сфабрикуют финансовую ситуацию для претворения их планов в жизнь. Так что им необходимо лишить Америку сверхдержавности путем разрушения военной отрасли, разрушения финансовой системы, что они и делают. Они используют ее в своих зарубежных компаниях, одновременно расшатывая ее экономику, ослабляя Америку, и она стремительно летит коту под хвост. Этим парнем пользуются как ширмой. Приятная улыбка, ой, всегда приятный человек. Вот что происходит на самом деле. Позади его улыбки. Ему просто сказали, ничего не меняй, продолжай игру, держи мяч, просто смотри, чтобы продолжала течь наркота из Афганистана, остальное не твоя проблема. То, что мы видели, было президентской проблемой, реакцией, решением. Буш-младший был нужен, чтобы создать проблемы, финансовые, войны за рубежом и прочие, а этот парень стал решением этих проблем. Как сказал Адольф Гитлер, огромные массы людей скорее падут жертвами большой лжи, нежели малой. В меня нужно верить, надеяться на меня, что всегда в будущем и никогда сейчас. То есть, это ни в коем случае не доходит до реализации, но мы можем надеяться, что это произойдет. И еще были перемены, в которые стоит верить, и ни одна из этих избитых фраз, вроде перемен, не была объяснена в деталях, что конкретно имелось в виду. Они просто осуществляют широкий контроль разума огромных масс американского населения, сделав из Обамы чистый экран, пустой костюм, на который люди могут проецировать то, что они чувствуют, и вкладывают в него. Их надежды, их жажду перемен. Но как только он стал президентом, все, конечно, тут же изменилось. Сделайте ложь больше и проще, и продолжайте ее повторять, и, наконец, они ей поверят. Я всех вас, а вы меня, любима души, я вам все достану за гроши. А, да, Обама, ты звезда. И вот из моих любимых, Волк понял, что одежда пастуха работает еще лучше. Президент за мир. Первое, что он сделал, согласился бомбить Пакистан. Ничего не меняется, теперь они бомбят переработанным ураном. Обедненным ураном. Что он делает? Продолжает бомбежки, увеличивает количество солдат. Плуд. Еще одна марионетка. Золотое правило всегда работает. Не важно, что они говорят, следя за их делами, сразу все поймешь. И просто, чтобы показать вам, что ничто не меняется, смотрите. Старый добрый Бона. Ничто не меняется, все в порядке. Что ж, перед нами проецируется этот план. И мы в данный момент видим их попытки представить наконец эту структуру. Мировое правительство, мировой центробанк, мировая армия и, наконец, мировая валюта. И параллельно, конечно же, Оруэллское государство, о чем я писал большую часть этих 20 лет. И все больше других исследователей тоже писали все это время. И это разворачивается перед нами ежедневно. Все больше и больше контроля. Уже сейчас отслеживание автомобильных номеров, и они могут контролировать передвижение людей по всей стране. Штука, называемая скоростной шпион. Она отслеживает машины и их скорость со спутника, как бы далеко вы не заехали. Еще у них есть такая вещь, внедряемая как проблема, реакция решения, потому что, сынок, одно из этих марионеток поджег себе трусы, и мы теперь должны проходить подобные процедуры. Пусть они пялятся на мое тело, так им и надо, но они обливают нас с головы до ног радиацией. И, конечно, для тех, кому все же не хочется, чтобы кто-то таращился на их тело, это попытка их надломить. Это еще один аспект. Это психологическая война с населением. Мы наблюдаем превращение полицейских в солдат. Еще можно встретить настоящих полисменов, здравомыслящих, но, мой бог, какие же встречаются дебилы. Им тоже выдают электрошоковый пистолет. А от кромешной, 55 тысяч вольт. И, как я говорил, люди повторяют, о, это ужасно, это плохо для них, правда? Эти люди умирают после такого удара током, но именно этого они и хотят. Ведь если люди умирают от выстрела тейзера, это означает, что все, как вы скажете, сэр, как скажете, офицер, я все сделаю, что им и нужно. Это часть системы контроля. Звук для разгона мирной демонстрации. План вживить все микрочипы. Одна больница теперь заменяет надписанные ярлычки на новорожденных, на штрих-кодные. На этой неделе было в газетах. Это идет полным кодом. Существуют уже штрих-коды, невидимые глазу. Их проставят куда надо, а вы даже не сможете их увидеть. Они ведут атаку на телокомпьютер, дестабилизируя нашу возможность максимизировать свой потенциал и достичь более высоких уровней сознания. Вот, в частности, что это такое. Химиотрассы в небе по всему миру. Химические коктейли в виде и напитках, нацеленные на детей в первую очередь, и это очень интересный момент. Мы говорим о проблеме реакции решений. Симптомы, вызываемые различными «е» в сладостях и пище, все относящиеся к проблемам поведения у детей, полностью отражают предполагаемые симптомы синдрома дефицита внимания. Полностью отражают. Почему? Потому что вызывают их. Они делают так. Съешьте этой хрени, этого дерьма, это вызовет химический дисбаланс в мозгу, это создаст проблемы с поведением и вниманием, а потом мы дадим вам хренов риталин, чтобы подсадить вас на изменяющие сознание наркоту, ради решения проблемы, нами же и вызванной. То же самое с генетически модифицированной пищей, которая генетически модифицирует нас. Поэтому они все больше ограничивают фермеров, выращивающих органическую еду, и людей, заводящих свой огород, чтобы отказаться от всякой химии. Вот почему так притесняет малых фермеров, чтобы крупные конгломераты могли занять их место, вроде Монсанта и прочих. Вот зачем им этот кодекс Алиментариус, созданный нацистами вроде Фрица Тер Мейера, придумавшего вывеску «Работа делает свободным над воротами Освенцима». Здесь, вместе с другими нацистами, попавшими в тюрьму после Нюрнбергского процесса, он был освобожден гораздо раньше срока, когда вмешался его друг Нельсон Рокфеллер, четырежды мэр Нью-Йорка. И они составили этот нацистский кодекс Алиментариус в 60-х годах. Это означает «пищевой кодекс». Теперь они хотят ввести, навязать общемировые правила, вследствие чего мы перестанем получать необходимое нам количество полезной пищи и витаминов. А также передать контроль за этим фармацевтическому картелю. То же самое с попытками всех нас вакцинировать всем этим дерьмом при помощи созданной и управляемой Ротшильдами Всемирной Организации Здравоохранения. Посредством паутины центр контролирует Монсанто. Производители продовольствия, агентства по пищевым стандартам должны проверять их, лекарственные компании, управление по пищевым продуктам и лекарствам в Америке должны следить за ними. Они имеют влияние на любые организации, что я описал и перечислил через эту сеть. И самая главная тема, это война против иммунной системы человека. Они пытаются разрушать ее любым возможным образом и действием, поскольку хотят всерьез сократить население планеты, поскольку не справляются с таким количеством людей. И, как я говорил, я читал, что... Я искал информацию для книги, видел невероятные цифры, но, боже мой, на прошлой неделе я увидел еще более ужасающие данные об увеличении предписаний лекарств, изменяющих сознание, даваемых детям. Это невозможно. Происходит систематическая, целенаправленная, отупление молодежи, чтобы помешать им выражать свой истинный потенциал, выражать сознание, которым они и являются. И все это содержится здесь. Как это должно происходить, написано в виде романа этим парнем, Фабианцем Олдосом Хаксли. Они запихивают нас в вибрационно-волновую тюрьму всеми возможными путями. Финансовый кризис был запущен с определенной целью при помощи дирегулирования, и это возможно, поскольку Ротшильды и их соучастники контролируют мировую финансовую систему. Они ворочают туда-сюда триллионы долларов, поэтому они решают, вверх идет кривая рынка или вниз. Если они нацелятся на доллар, он рухнет. Если нацелятся на фунт стерлингов, и он покатится вниз, потому что у них есть рычаги и Голдман Сакс, один из главных их инструментов для подобных игр. И они в состоянии контролировать мировую финансовую систему, потому что точно так же, под их контролем банки, под их контролем Федеральной резервной системы США и Банк Англии, под их контролем правительства и СМИ должны рассказывать об этом. И вот в чем состоит план. Этап первый. Обал мировой экономики. Сентябрь 2008. Этап второй. Правительства передают фантастические объемы взятых взаимоденег, кредитов, несуществующих денег, по которым мы платим проценты, тем, кто этот кризис и создал, пока их финансовые возможности не иссякли. Этап третий. И они дождутся максимально подходящего момента. Они обрушат экономику снова до небывалого уровня, когда у правительств не останется ресурсов для регулирования. Вот в чем идея. Вот ради чего. Ну, последний кризис как бы поставит все на нужные места, потому как происходит нечто, что они хотят остановить. В этом вся идея. Чем больше страха, больше срывов, больше стресса, больше беспокойства они в состоянии создать, тем больше оно бьет по нам в унисон с системой контроля, как я упоминал уже не раз в течение дня. А еще такой важный элемент их плана на последующие несколько лет ввести новый налог и ужесточить контроль пошлины как результат того, что не существует. Благодаря этому парню. Если он замешан, это афера. Конец истории. Конец истории. Вот смотрите. Спасибо за Оскар, но я полон дерьма. Этот человек ездит по миру, демонизируя диоксид углерода, без которого мир был бы совсем другим. Демонизируя парниковый эффект, без которого нас бы просто не существовало. И так далее. Вот в чем его задача. Он дирижирует всеми этими людьми. И да, как любезно, как любезно, что Дэвид Ротшильд выпустил эту книгу, чтобы нам помочь. Руководство по выживанию при глобальном потеплении. Выживание, выживание. Теперь, давайте добавим сюда немного здравого ума. Это диаграмма выделения парниковых газов, ответственных за парниковый эффект. Этот столбик, думаю, вы уже, согласно пропаганде, приняли за уровень диоксида углерода. Нет, это водяной пар и облака. Думаю, надо запретить водяной пар и облака. Это единственный способ спасти этот долбанный мир, так? Как только мы видим облако, они должны приплюсовать НДС. Я уверен, только так, не иначе. А это диоксид углерода. Причем серый цвет обозначает природное выделение. Только зеленая полоска вызвана человеческой деятельностью. А мы должны верить, что это влияет на погоду. Это из-за солнца. Из-за солнца. Когда оно в активной фазе, становится теплее. Когда в неактивной, холоднее. По этой причине, последние 10-11 лет, когда солнце было в неактивной фазе, становилось холоднее год за годом. И одной из групп в этой сети, вместе с трехсторонней комиссией Бжезинский, является Римский клуб. Он был создан в 60-е годы, чтобы манипулировать использованием окружающей среды для продвижения их планов. Аурелио Печеи, основатель Римского клуба, цитирую его из их собственной публикации в 91-м. «В поисках нового врага, способного нас объединить, мы выступаем с идеей, что загрязнение среды, глобальное потепление, нехватка чистой воды, голод и подобное им подойдут под это определение». И они играли эту песенку все время. Это псалмы Церкви Климатологии, которая является просто культом, а он — верховный жрец. У нас есть еще вот этот паренек, Ник Клэк, кто называет людей, бросающих вызов официальной истории о глобальном потеплении, изменении климата, отрицателями изменения климата. Поскольку Церковь Климатологии говорит, что если вы не принимаете их бред всерьез, «Ты богохульник!» Они ставят вас на одну полку с отрицателями Холокоста. Вот почему в фразе именно отрицатели. Они просто продолжают впаривать. У нас был Климат Гейт, Ледник Гейт, Случался Мазон Гейт, Белый Медведь Гейт, Подъем уровня моря Гейт. Все эти вещи, которые должны происходить, а оказалось не происходят, но о которых лгали и которые подтасовывали. У нас даже был коровы Гейт. Да, леди и джентльмены, несу благую весть, отличную новость. Эти клоуны наконец признали, что коровий метеоризм не является угрозой существованию человека, как мы его понимаем. Я не... Я не в силах выразить вам, насколько я счастлив. BBC, сквозь тиснутые зубы, пришлось признать, на веб-сайте, но не по телевизору, что температура продолжала падать. Но все равно, зеленая команда выходит на сцену. Команда Гора имеет поддержку Обамы. Они ездят повсюду, программируя детей страхом будущего. Зеленая полиция, рассылающая чеки, вне зависимости от вашего согласия с ними. И просто, чтобы доказать, что это афера, смотрите, как вам отличная штука. И снова, я продолжаю возвращаться к этому, этому волновому подавлению мирового энергетического поля и человеческого поля. Причина, причина, по которой они прекращают производство ламп накаливания и продажу ламп накаливания, как мы их знали до сих пор, и заменяет их на эти штуки, полные ртути и вообще катастрофические для окружающей среды, что они выпускают излучение определенной частоты, влияющие на энергетическое поле человека. Вот почему множество людей по всему свету заболевают, физически заболевают, живя рядом с энергосберегающими лампочками. Это афера. Быстро, чтобы закончить. Политическая корректность. Все это не ради защиты каких-либо меньшинств, а ради ограничения возможности высказывать правду и пользоваться свободой слова. Вот настоящая причина. Это элемент создания того, что Оруэлл называл новоязом, где новый язык сменяет старояз, то есть слова, имеющие значение и тонкости смысла, и которыми можно выражать себя, на новояз, который по существу ничего не говорит, не имеет возможности выражать детали по причине своей природы. Единственный на свете язык, словарь которого с каждым годом сокращается, писал Оруэлл. И как он отметил, очень точно, на сознательном уровне мы мыслим словами, поэтому чем больше мы урезаем количество слов, все эти текстовые сокращения СПС, ЧЕЛ и прочее, то, как мы меняем язык и да нельзя упрощаем, отнимает через какое-то время даже возможность размышлять о нюансах. Как кто-то сказал, как можно говорить о свободе, как нам обрести свободу, если не осталось и слова, на самом деле обозначающего это понятие. В романе 1984, естественно, новояз не имел в себе слова, означающего свобода. Вот зачем необходима политкорректность, затыкать людям рот, чтобы никто не говорил ничего лишнего. Вы не должны никого расстраивать. Что ж, это расстраивает меня, вы меня расстроили, постановив, что я не имею права кого-либо расстроить. Если я не имею права кого-либо расстраивать, мне нельзя говорить вообще, ведь вне зависимости, что вы говорите, вы расстроите кого-нибудь. А еще у нас есть постановление об охране труда. Опять же, чтобы создавать ситуации, когда люди не знают, что делать. Я зашел в пиццу-хат на острове Уайетт, мне стыдно, но я проголодался. Прошу сделать чашку кофе. Они отвечают, что не могут, потому что кофемашина сломана. Я говорю, не могли бы вы, реальная история, не могли бы вы включить чайник? Они сообщают, что не могут использовать чайник из-за охраны труда. Но это же кафе. Не хватайтесь за рабочий кран бензопилы. О, спасибо за это, парень, а то я мог тут наделать ошибок. Что это из себя представляет? Блестяще нарисовано Нилом Хейгом. Все. Налоги, это нельзя, то запрещено, этого не говори, охрана труда, политкорректность, следи за своими мыслями, следи за языком. О, мой Бог, чтобы связать нас, как мух в паутине, чтобы мы не могли пошевелиться. Знаете, люди теперь волнуются о настроении их дружка в штанах. Может, он чувствует себя неуверенно? Знаете что? И это важно. Эти люди просто писаются от смеха, и я объясню почему. Они вываливают на нас все это дерьмо, и если они не встречают существенного сопротивления, они продолжают, окей, мы вывалим еще больше дерьма. Я углублюсь в эту тему в последней части, но нам необходимо провести здесь границу. Никто не говорит до сих пор и ни в коем случае не дальше, но нам нужно взять и провести эту линию, потому что иначе они просто продолжат делать свое дело. И это ключ ко всему, о чем я говорю. Это игра разума, иначе быть не могло. Иначе быть не могло, поскольку от разума исходит все. Все эти «стой, иди туда, не делай этого, тебе этого нельзя» и прочее. Все больше и больше мелочей в нашей жизни диктуется сверху. Это чтобы превратить нас в вариант вот этого. Вы запускаете мышь в лабораторный лабиринт и ставите электрошок на некоторых направлениях. Когда она идет не туда, она получает удар током и возвращается. Может попробовать еще раз, снова получит удар, вернется. Довольно скоро вы можете снять электрошок, эта мышь никогда больше туда не пойдет. Вы изменили ее поведенческую модель. Что они делают, вываливая на нас все это дерьмо, наказывая за то, наказывая за это, наказывая за это, но ты в порядке, пока можешь сузить рамки. Но свободная зона, в которой ты независим, становится все уже и уже и уже. А они хотят загнать и заманить нас ступор молчаливого согласия, чтобы мы беспрекословно подчинялись системе, никогда не бросали ей вызов, всегда оставаясь в этой узкой полосе запрограммированного восприятия, оставаясь компьютерным терминалом. Чтобы превратить это в это отличающиеся только штрих-кодом компьютеры, молчаливые, не задающие вопросов роботы. Они уже делали подобное в меньших масштабах. Это Китай, это ожидание сигнала к работе на фабрике в Китае. А Китай во многом шаблон для всемирного общества ими пестуемого. Полтора миллиарда человек в Китае. Ими управляет горстка людей, потому что полтора миллиарда молчаливо послушны, а следственно, они не могут воспользоваться своим количеством, чтобы свергнуть диктатуру меньшинства, поскольку они запрограммированы не делать этого. Кроличья нора безумно глубока, глубже, чем я уже успел показать вам сегодня, и путешествие продолжается. Это контроль восприятия. Внушение нам нашего бессилия, но сил-то у нас хоть отлей. Они внушают нам, что мы должны просто топать вслед за тем, кто впереди, как это делают все остальные. Черта с два! И через 10 минут я вернусь и посмотрим, что мы можем изменить. Перевел Святослав Макаров. Озвучил Lord32x. Специально для Unseen Matters. Лев уже не спит. Часть 4. Вибрации истины. Спасибо. Я сменил свою потную рубашку, и я думаю, действительно думаю, что это подходящий цвет для нынешней, последней части лекции. От меня пахло, как от последнего конюха. Честное слово? Окей. Что ж, куда теперь? Это часть о том, как система контроля будет разрушена. Потому что мы находимся на отрезке времени, когда происходит серьезный сдвиг в человеческом осознании, в осведомленности людей, происходящем вокруг. Некоторые называют это сдвигом. Я иногда называю это волновым, вибрационным ускорением. Однако последние 20 лет я называл это явление, узнав о нем, когда встретился с тем медиумом, тем первым экстрасенсом, я называл это вибрациями истины. Первая книга, написанная мной после начала того пробуждения, а оно еще продолжается, была названа вибрацией или излучением истины. Потому что мне было передано это знание, которому не было свидетельств на тот момент, что близится процесс изменения частоты вибраций. Я теперь понимаю в этом намного больше, я еще углублюсь в это, но тогда я не понимал ничего. Их предназначение воздействовать как духовный будильник, заставляющий людей просыпаться. А они должны пробуждать людей от дремы, от комы, в которой мы находимся столь долго. А также, боже мой, эта истина получала подтверждение все эти 20 лет, что они вытолкнут на поверхность все, что оставалось скрытым. Что истина не просто выходит наружу, что ее невозможно остановить, поскольку эти вибрационные изменения выталкивали ее на поверхность. Как я говорил 20 лет назад, пробуждение, новое сознание, что? Правда выходит наружу? Вы, похоже, смеетесь. 20 лет прошло сих пор, о боже, только посмотрите. Мне повезло путешествовать по миру с лекциями, и меня приглашают во все новые и новые страны. Ты не думаешь, что тебя туда могут пригласить. Поэтому я вижу, что это происходит не только в Британии, не только в Америке, это происходит по всему миру. Вся разница лишь в том, что кто-то остается в плену разума, пока что, а кто-то открывает разум для этих перемен, воспринимая себя и окружающий мир в совершенно ином свете. Что ж, я говорил в течение всего дня, что существует основная волновая структура, основная вибрация этой виртуальной реальности, исходящая из черных дыр, которая провоцирует в процессе своего цикла, отражающегося в видимом диапазоне, как петля времени, провоцирует излучение различной информации солнцами и звездами, а мы декодируем эту информацию. И когда информация меняется, меняется и эпоха, меняется цикл юги. И мы сейчас в фазе перехода из одной эпохи, одной вибрационно-информационной эпохи, в другую. А эта новая эпоха, гораздо более всеобъемлющая, гораздо более просветленная по уровню осознания, к которому мы получаем доступ. А система контроля, являющаяся отражением эпохи нынешней, не может выжить следующей, поэтому она обречена. Мы сейчас в точке перелома перехода от одного образа мира к другому. Это всего лишь очередная ступень в круге получения опыта. И еще. В течение нескольких лет не будет ощущения, что система контроля разрушается. Все потому, что она будет вываливать на нас все, что у нее есть, отчаянно пытаясь выжить. Никоим образом нашим детям, молодежи, внукам не придется жить, насколько я могу судить, в Оруэлловском глобальном фашистском государстве. Ни за что. Сменяющая эпоха, меняющийся поток информации начинает активизироваться внутри энергетической решетки Земли и, разумеется, внутри энергетической решетки человека. Эта новая информация начала излучаться ради тех, кто открыт для нее, кто не желает оставаться закованным в твердое плотное состояние. Потому что, если остаешься в твердом, нетекучем состоянии, энергии более высокой частоты вибраций не могут воздействовать так, как когда вы открытые к их воздействию и настроены на их восприятие. Но те, кто просыпается, начинают принимать эту новую фотонную информацию. Мы становимся способными на более широкое восприятие. Мы начинаем переживать озарение, поскольку в них содержится информация, ранее для нас недоступная, до этого момента. Нынче она доступна и неожиданна. Теперь я вижу, теперь я понимаю, почему я не видел этого раньше. Потому что теперь вы декодируете совершенно иной уровень информации, становящийся доступной. И это ободряет, подталкивает нас, подстегивает нас открыться навстречу всему сущему, меняя образ нашего восприятия мира. Что определенно точно, так это некоторые странности, происходящие с Солнцем. Солнце проходит циклы меньше активности и больше активности, так называемый цикл солнечных пятен, в зависимости с которым происходят вспышки на Солнце и прочие дела. Это вполне предсказуемый, примерно 11-летний цикл, когда низкая активность на одном отрезке времени сменяется высокой с началом следующего. До сего момента период слабой активности запутывал ученых, поскольку новый цикл активности солнечных пятен, который несколько повысит температуру, и эти, чтобы их глобальные потеплители зайдутся в оргазме, когда это начнется. Видите, видите? Новый цикл пока что не начался. Никто. И я читаю об этом в научных журналах. Ни один из живущих сегодня не являлся свидетелем столь низкого уровня солнечной активности, подобного последним нескольким годам. Температура устойчива падала. Справа изображен так называемый относительный солнечный минимум активности солнечных пятен в январе 2005-го, а это, каким солнце, было вчера, в смысле их наличия. Что-то меняется, и прочие вещи, связанные с солнцем, ведут себя необычным образом. Однако я подозреваю, что когда это начнется снова, а оно начнется, мы столкнемся с исключительной активностью на солнце, и это начнет воздействовать не только на энергетическую решетку Земли, оно начнет влиять на наше сознание, на наше осознание происходящего, все начнет ускоряться, поскольку новая информационная структура, исходящая от солнца, символизируемая Нилом Хейгом и мной в виде льва, и настоящего человека я символизирую как льва, помимо этого. В общем, эти вибрации истины будут несколько последующих лет усиленно воздействовать на нас, на человеческое восприятие, человеческое осознание и потенциал. Когда мы начинаем декодировать эту новую информацию и осознание и потенциал расширяются, мы получаем доступ к большей области всевозможности. Еще одно, что эти вибрации правды будут делать и делают, это разбивают ту стену, ту линию обороны в левом полушарии мозга. Мы будем получать все больше и больше доступа к возможностям правого полушария, а следовательно, наши творческие способности, наше озарение, то, что люди называют сегодня гением, а это, по сути, естественное человеческое состояние. Все это будет только усиливаться. Наступает невероятное время. Происходящее может не казаться таковым какое-то время, как я уже сказал, потому что эти люди будут панически задраивать люки и делать все возможное, чтобы остановить неизбежное. Вот что нас ожидает. По многим причинам я предпочел бы, чтобы мне было не 58, а 28, чтобы я успел перевернуть побольше камней до того, как свалю отсюда, что не скоро случится. Я вам обещаю. Так что, когда, когда мы подвергаемся воздействию вибрации истины, поскольку стали открыты для них, мы вырываемся наружу из этих ящиков. А это люди, которых они еще не коснулись. Но, боже мой, я сейчас наблюдаю людей, меняющихся радикально, буквально на глазах. Я прогуливался по Санта-Фе, где читал лекцию год назад, и ко мне подошел этот парень. Он прилетел из Остина, Техас, говорит, еще три месяца назад я считал тебя тронутым. Что произошло? А он говорит, теперь я понимаю. И он понял это так внезапно. Мы еще будем наблюдать подобное. Людей, меняющихся у нас на виду. И помимо этого, как я понял 20 лет назад, все скрытое до сих пор станет видимым. Занавеса дернется. Нам предстоит еще немало шокирующего. Я имею в виду то, о чем мы говорим с вами сегодня, явится потрясением для многих. Всю жизнь видевших мир иначе это будет продолжаться какое-то время, поскольку происходящее на нашей планете за кулисами кардинально отличается от наших представлений об этом. А эти вибрации истины, эти энергетические изменения, это новая эпоха просветления и расширения горизонтов, называемые человеком любовью, гармонией и уважением, взаимопониманием, проникают в самые темные углы закоулки структур, сохраняющих целостность посредством низкочастотного твердого состояния осознания и разрушают их. Нет, не как в поговорке, неизбежно, как война. Грядет новая эпоха и с ее приближением энергетические изменения начнут разбивать плотную твердую структуру общества и его верований. Как я говорил, если эти ребята думают так, как они действуют, поскольку имеют доступ до определенного предела, не далее, по причине их мыслительных и эмоциональных особенностей, то игра сделана. Что ж, они слегка в шоке, потому как, знаете, если на реке стоит дамба, должно пройти весьма немало времени, пока появятся первые трещины, но от появления трещин до прорыва дамбы обычно короткий срок. Да, уже если взглянуть с нашей перспективы, трещины уже появляются. И первая трещина это когда люди говорят «Я уже по горло сыт всем этим, я больше не намерен это терпеть». Вот когда начинают появляться трещины. Мы увидим в течение последующих десяти лет, как по нарастающей с годами вибрации истины будут увеличивать свое влияние, и мы увидим, как система контроля разрушается, поскольку новое осознание вдыхается в нашу реальность. И система контроля, основанная на подавлении осознания, не в состоянии пережить подобные перемены. Теперь, взгляд с другого ракурса, почему система контроля сходит с ума в данный момент. Я уже говорил, что они могут видеть по линии времени дальше, нежели мы, поскольку мы внутри этой реальности, они смотрят на нее из-за пределов другой. И они могут видеть, хотя им сложно оценить масштаб по причине того, что они не могут прозревать выше, откуда все манипулируется, есть ограничения, но они в состоянии чувствуют подобное. Они осведомлены о приближении энергетических перемен, о том, как это потенциально будет воздействовать на рабов, в смысле их пробуждения. Абсолютно не является совпадением, что это происходит сейчас, из всех возможных времен, в момент именно этого рождения, в этой реальности, когда вибрации истины проявляются и настолько демонстративно меняют то, как люди воспринимают себя в этом мире, что система контроля находится на пике попыток подавить человечество своим контролем. Это исключительно синхронно, поскольку лунная матрица в состоянии влиять на человеческое восприятие, только если люди находятся в пределах ее волнового диапазона, ее вибрационного вмешательства. Вибрации истины выводят восприятие из этой области частот. А следовательно, матрица теряет свое влияние на пробуждающихся индивидуумов день за днем. С тех пор, как мы начинаем воспринимать, видеть и осознавать то, что они воспринимали ранее, будучи подключены к системе. И все эти вещи, химически дестабилизирующие нас, содержащиеся в пищевых продуктах и напитках, перестраивающие нас генетически при помощи генетически модифицированной пищи, что они делают с детьми? Медикаменты, мобильные телефоны и весь этот микроволновый суп, в котором мы с вами живем сейчас, микрочипы особенно, все это продумано ради внешнего и внутреннего подавления, при помощи пищи и прочего, тела компьютера человека, чтобы вибрации истины были недоступны для его восприятия. Похоже, судя по внешним проявлениям, они просто пытаются добиться все большего и большего контроля. Правда в том, что это отчаянная, безысходная попытка сохранить контроль, доступна им до сего момента. Вот что происходит. Они задраивают люки, чтобы сохранить систему контроля на плаву. В частности, поскольку эта технология способна на многое, включая провоцирование землетрясений и создание экстремальных погодных условий, этот объект известен как ХАРП на Аляске, с ним взаимосвязаны множество организаций других подобных объектов по всей планете. она воздействует радиоволнами на ионосферу, самый верхний слой атмосферы, которые отражаются назад к поверхности Земли. По большей части это поддержка, вспомогательный механизм для лунной матрицы, это создание волн низкой вибрации в нижнем слое атмосферы, где мы и обитаем. Она воздействует на морфическое поле воплощения, как его называют сатанисты и другие, ради поддержания его в состоянии низкочастотной вибрации. ХАРП противостоит вибрациям истины. Они знают, что делают, в каком-то смысле, по крайней мере. Еще, на что способен ХАРП, и в этом суть технологических патентов, так это посылать радиоволны, несущие информацию, мысли, на частотах человеческого мозга, навязывая ему мыслеформы, впоследствии, воспринимаемые нами как наши собственные. Это также один из аспектов данной технологии, помимо действия в качестве защитного механизма против смены эпох. И если они, воздействуя этой технологии, изменяют энергетическое поле, в котором мы существуем, это воздействует и на нас, если мы остаемся в твердом состоянии осознания и при замкнутом разуме. Я абсолютно уверен, причем уже много лет, что это еще один из факторов этой поддельной субреальности, усиления, поддерживающие лунную матрицу, справляющиеся до последнего момента, не нуждаясь в помощи, но сейчас, при наличии энергетических перемен, они привлекают всевозможные силы для укрепления обороны. И я убежден, что химиотрансы, загрязняющие наше небо, содержащие металлы и барий, алюминий и подобные им элементы, аспект этой субреальности. Вибрации истины, в общем, восстанавливают, исцеляют тот самый разрыв. Это часть их воздействия, а разрыв это искажение в метафизической вселенной, в структуре волновой информации, выраженная в голографической реальности видимого мира. в течение эпох ионов, настолько долго, насколько у человечества хватит памяти, разрыв выражен в виде конфликтов и травмированных личностей в чем-то подобном. Он находится под исцеляющим воздействием с тех пор, как вибрации истины стали излучаться, а мы двигаться в новую эпоху. Те, кто настраиваются с ними в унисон, исцеляются от искажений. И когда меняется энергетическая основа, должно меняться и ее воплощение в мире. А система контроля это голографическое отображение разрыва. Это значит, что раз разрыв исцеляется вибрациями истины, его внешнее голографическое проявление, система контроля, разрушается. По этой причине она обречена. Она не в состоянии пережить эти энергетические перемены, поскольку является манифестацией искажения, исцеляемого в данный момент. Отсутствующие элементы восстанавливаются, возвращаются на место. Совершенно новая эра ныне в процессе проявления в сфере опыта человечества. А система контроля она обречена. Все ее проявления обречены на гибель. Не в том смысле давайте устроим массовую бойню, массовое убийство и тому подобное. Нет, обречена в этой реальности, поскольку они связаны с чем-то неизбежно исчезающим, они не перестанут быть бесконечным сознанием. Даже те системы контроля вспомнят, кто они есть на самом деле, в конце концов. Это займет какое-то время, и знаете, мы когда-нибудь будем пить вместе пиво и говорить, помнишь, ты был совсем бестолковым? А, помню. В какой-то момент это произойдет. Так что это смена эпох, это переход от чувства разделения левого полушария, которое видит все отдельно от всего остального. видит все как структуру и отдельные элементы. Мы переходим от подобного восприятия вместе с изменением энергетической структуры к восприятию того, что исходит от расширенного сознания и осознания, того, что мы одно целое, каждое из нас воплощение, выражение одного и того же единого сознания, которое, опять же, делает расизм нелепым, смешным, безумным, высшей степени невежества. И поскольку разрыв искажения исцеляется, то и выражения этого искажения станут историей полицейское государство, энергетические войны, с момента нашего соприкосновения с расширенным осознанием сама идея о войне. Знаете, законы в нашем обществе существуют из-за искажения, из-за эпохи, в которой мы живем. Нет необходимости в законах, если мы в состоянии осознания, к которому мы движемся, к которому наши дети и внуки будут еще ближе. Не придется говорить, что у нас есть законы против убийств, если мысль о покушении на убийство кого-нибудь никогда не посещает ваш разум. Нет необходимости в законах по защите окружающей среды, когда причинение вреда планете, поскольку вы знаете, что Земля и вы сами одно целое, не возникнет в вашей голове. Все это не нужно. Законы существуют преимущественно для подавления, а также это попытка смягчения искажения, выражающегося само по себе как ненормальное поведение. Идея того, что кому-то не хватает еды в мире изобилия в грядущую эпоху просто невозможно. Вы имеете в виду, что они позволяли людям голодать? Вот то мышление, от которого мы удаляемся. Мы в данный момент в фазе перемен, и это интереснейшее переживание. Мы возвращаемся к этому, к тому, чтобы снова наладить связь с тем, кто мы есть на самом деле. И, конечно, 2012 год. О нем так много говорят и будут говорить все больше по мере приближения к нему. Я смотрю на это иначе. Наверное, мне стоило бы говорить, учитывая, что пишу об этих излучениях истины уже 20 лет, я должен был бы повторять, смотрите, 2012 год, я говорил, я не согласен с этим. Я думаю, 2012 год это ложный маневр. 2012, да, многое произойдет, многое изменится, будут происходить удивительные события, немало придется преодолеть, но прекрасные яркие моменты будут происходить с нами чаще к 2012, если сравнить сегодняшним днем, но их будет больше в 2013, еще больше в 2014, еще больше в 2015, этот процесс будет продолжаться, пока мы пересекаем границу между эрами, эпохами, энергетическими, информационными структурами, когда это достигнет максимальной силы, старая эпоха окончательно уйдет, и все к этому идет, с каждым годом, с каждым месяцем будет все очевиднее это энергетическая перемена, что-то произойдет в 2012, и существует большая вероятность сфабрикованных событий в 2012 году для фокусирования на них внимания ради различных целей системы контроля, весьма вероятно, что что-то произойдет, но я не смотрю на 2012, как на год смены эпох, однако приближается момент, и не думаю, что он слишком далеко от нас, когда наступит критический момент в данном энергетическом изменении, когда несокрушимая сила, то есть вибрации истины станут доминирующим состоянием осознания и восприятия этой реальности, после этого мы сдвинемся с места окончательно, я не думаю, что это очень далеко от нас, как я сказал, нужно немало времени для появления первой трещины в дамбе, но потом ждать коллапса особо не придется, что ж, мы на самом деле живем в некой реке энергии, ускоряющей и ускоряющей свое течение, вибрацию своих волн, мы можем забраться на надувной матрас или каноэ и плыть по течению с криками воу, вот это приключение, замечательно, фантастика, или можем остаться на месте и пытаться держаться за старый мир, в случае чего мы будем тратить все больше и больше энергии, стараясь сохранить наш статус-кво, и в конце концов силы у нас иссякнут, и нас символически, по крайней мере, просто смоет. Когда вибрация истины проникает в эту реальность и наше осознание начинает расширяться, мы получаем доступ к уровням реальности, существование которых отрицалось до нынешнего момента. Люди говорят о шестом чувстве, оно ничто в сравнении с тем, на что мы будем способны в эту новую эру. Это будет исключительный опыт. Мы вспомним, какими фантастическими существами когда-то были люди, с каким потенциалом, при осознании, кто они на самом деле, каков мир, что окружает их. Другими словами, этот мир серьезно изменится. Нас ждет новый рассвет. И эта фраза, используемая системой контроля для обозначения своей новой эры, нового рассвета, нового дня. Ну что ж, это новый рассвет и новый день, однако совсем не тот, который они ожидают. Мы достаточно поучаствовали в этом процессе в предшествующую эпоху и теперь возвращаемся к началу. В результате система контроля должна пасть, а мы подняться из бездны вопреки подавлению и всему остальному к тому, кем мы являемся на самом деле. И это должно изменить все вокруг. Эйнштейн, Эйнштейн сказал, вы не сможете решить проблему на том же уровне сознания, что создал ее. Это хорошая новость, поскольку то, что мы делали всю нынешнюю эпоху, это создавали проблемы с определенным уровнем сознания, называемым разумом, а затем пытаясь решать их при помощи того же разума и создавая еще больше проблем. Сейчас мы перед лицом перемен, где мы расширяем сознание, расширяем осознанность, и вдруг этот цикл проблем и проблем и проблем и еще больше проблем, и это не распутать, нет из этого выхода, вдруг все становится легко, смотри, как просто нас ждет фантастическое время, но последующие несколько лет будут серьезным вызовом. Это будет разрушением чар, наложенных лунной матрицей и поддерживающими ее технологиями и манипуляциями над человеческим разумом. Поймите, нам не нужно искать просветление, мы уже просветленные. Все, что необходимо, это избавиться от барьеров, верований и ограничений восприятия, окружающих нас со всех сторон и заслоняющих нас от этого просветления. Этот свет никогда никуда не пропадал, он рядом, и он кричит, я здесь, я здесь. Вот что является главной задачей вибрации истины, поскольку они ускорение амплитуды волн, разбивающие поля твердого состояния осознания, и как следствие, вдруг мы подключаемся к уровням осознания, о которых и не подозревали. Мы были в трансе все это время, в состоянии запрограммированного восприятия из-за вот этой штуки, и это подключено через рептильный мозг. Так что, давайте отключаться от рептильного мозга и начинать развеивать эти чары. Нас кормят страхом постоянно, иначе это не работает. Бойся этого, бойся того. Неуверенность, тревога. Вот что они делают, манипулируя нашим восприятием, удерживая нас в состоянии низкой вибрации, а следовательно и в лунной матрице. Так что, один из способов, который может нам помогать повседневно, это отключение от рептильного мозга, а значит от того, что соединяет нас с матрицей. Или простую вещь, досчитайте до... Нет, не до 10, до 50. И если вы все еще на взводе из-за кого-то, досчитайте до 50 еще раз. Потому что рептильный мозг не размышляет, он реагирует. Поэтому он так быстро. Он не должен думать, лишь реагировать. Другие отделы мозга, такие как неокортекс, сначала обрабатывают информацию, поэтому им требуется больше времени, чем рептильному отделу. По этой причине мы реагируем на что-то, рептильный мозг реагирует, а потом, минуту или две спустя, может через полчаса, зрительная кора оценивает произошедшее, и мы говорим себе, «О боже мой, я похоже переборщил, я действительно сказал это? О мой бог!» Вот. Это система реагирования, реакция. Но если мы перестанем просто реагировать эмоционально и тому подобным образом, поскольку, поймите, нами манипулируют при помощи рептильного мозга, система реагирования, это не проблема. Оценил детали, немного изучил вопрос, взвесил свои отношения к нему, обсудил с кем-то и нашел решение. Это проблема реакции решения. Весь процесс массовой манипуляции сознанием происходит через эту часть мозга. И если мы сталкиваемся с подобной ситуацией, а я разговариваю сам собой не меньше каждого в этом зале, я ничем не выделяюсь, вот какой я! Нет, я говорю сам собой не реже остальных. Когда мы сталкиваемся с работой системы реагирования, будь это из-за происходящего в мире или в нашей жизни, если мы можем поступить так, окей, мне это не нравится. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И, наконец, рептильный мозг теряет свою власть, потому что это власть непосредственной реакции, а когда реакция не используется, она теряет свою власть. И мы можем спокойно оценить произошедшее. И если мы перестанем реагировать посредством рептильного мозга, мы выходим из-под влияния, воздействия лунной матрицы. Вибрации истины меняют природу этого энергетического контроля, коллективного человеческого разума, разума людского муравейника, к которому мы подключены, его проявление в виде окружающего нас, структурированного мира и то, как мы функционируем. Знаете, мой брат как-то спросил, в чем здесь загвоздка, в чем правда, Дэйв? Ты встаешь утром, идешь на работу, возвращаешься домой, пьешь свой чай, немного смотришь телек, ложишься спать, встаешь, идешь на работу. Я имею в виду, посмотрите, вот как оно происходит, так оно устроено. Это рабство. Мы постоянно ограничены некими рамками. Я однажды читал лекцию, это было в Оксфордском Союзе, я говорил со студентами, они не могли представить себе мир, в котором не существует иерархической структуры правительства. Для них это хаос. Яркий пример работы левого полушария мозга. И люди, лишь задумайтесь, этот мир безумен, он не служит людям, люди служат ему. Вот кто мы. Мы рабы системы. Политики, рабы системы. Они приходят в систему, думая, что изменят ее, однако система меняет их. И, соответственно, мы не воспринимаем, левое полушарие старой эпохи, что могут существовать иные образы жизни, взаимодействия, другие способы обеспечения себя пищей, теплом и чем угодно, другие направления жизни, нежели привычный круговорот. Но вместе с расширением нашего сознания другие варианты взаимодействия между нами становятся очевидными для нас, ослепленных различными верованиями. Поверь. Это одно из величайших оружий контроля человеческой психики. Заставить их верить во что-либо. Им все равно, относится это к тем или иным религиозным верованиям, политическим убеждениям или к чему угодно. Когда вы верите во что-то по-настоящему, вы у них на крючке. Потому что вера выстраивает вокруг себя стены, отгораживаясь от всех вопросов, бросающих этим верованием вызов. И в какой-то момент оказывается, что вы живете будто на почтовой марке, если не на точке, а ваши истинные возможности воспринимать все широким взглядом исчезли. Вы отказались от них в угоду вере. Это должно быть вот так, а не иначе. А поверив во что-то, как в случае с религиями, вы ограничены правилами и догмами. Стены окружают ваше верование. Если хочешь быть одним из нас, ты должен верить в это. И не можешь верить в то, потому как они верят в подобное. Так что ты будешь одним из них, если будешь верить в такое и прочие вещи. И все. Мы всевозможность. Какой смысл иметь твердую веру во что-то, если мы всевозможность? Религия — это разум. Существует множество выражений религиозности, не только посещение церкви. Существует несметное количество религий и разума. Они не выглядят таковыми, но являются пристрастиями, зависимостями разума. Это разум. Ты должен верить в это. Это единственная возможность. О чем это говорит? Что есть только одна возможность. Так рассуждает разум. А сознание говорит, одна единственная возможность. Да ты смеешься, дорогой мой. Поэтому религия, как мы ее знаем, также не выживет в эту смену эпох, поскольку она — выражение эпохи предыдущей. Эти люди — статисты на сцене у гипнотизерок, которым сказали, что они — религиозные верующие. Насколько много верующих ведут себя таким образом. И есть еще множество других тюрем для разума, религиозные верования, расовые предрассудки. Я одет в другой космический скафандр, значит, я лучше, чем ты. Точно. Два страна втону Луне, яростно спорящие по поводу того, что этот скафандр такого цвета, а этот такого. Этот был сделан здесь, а этот там. Мой круче, чем твой. Это глупо. Это детские игры. И, кстати, не только белые люди могут быть расистами. Этот образ мышления может проявиться при любом цвете кожи. Расизм встречается по всему миру. Расизм — это не вера, не религия. Это болезненное состояние разума. И каждый, считающий себя лучше кого-либо другого из-за статуса или масти их техники, тела компьютера находится полностью под властью разума. И невежество. Политические убеждения, самоидентификация. Я Джонни Кто, я маленький человек. Все подобные моменты уйдут, должны уйти в небытие. Если мы откроемся излучением истины, убеждения ограничивают нас, делают нас маленькими людьми. И как показали исследования, при отсутствии гибкости в убеждениях, мозг командует нейронам передавать импульсы по строго определенным цепочкам. Получается, мозг фильтрует реальность, декодирует реальность, не отклоняясь от этих цепочек нейронов. Из этого следует, что мозг постоянно редактирует окружающую реальность, создавая самореализующиеся предсказания, если хотите, продолжая видеть мир в соответствии со своими убеждениями, несмотря на новую информацию, бросающую им вызов. Он фильтрует эту информацию, не отклоняясь от нейронной цепочки, чтобы не разрушить свои верования. Однако, если вы изменяете систему убеждений, как было отмечено в исследованиях, нейроны начинают передавать импульсы другими путями, и вы начинаете видеть мир иначе. Если мы достигаем момента, когда наш разум открывается, разрушая верования, начиная руководствоваться осознанием, всеведущим сознанием, а не верованиями разума, это открывает перед нами невиданную перспективу восприятия, понимания и осведомленности сверх любой планки, доступной вашему разуму, когда работа нейронов вашего мозга ограничена костными убеждениями, в чем бы они ни выражались. Когда мы открываем наш разум сознанию, все меняется. Чтобы сделать это, по моему мнению, нам необходимо начать с чистого листа. Поймите, это не обучение чему-то совершенно новому. Мы все знаем, когда получаем доступ к этому уровню самих себя. Мы должны разучиться зависеть от программирования, бывшего преградой к уровню осознания того, кто мы есть на самом деле. И затем, поскольку мы уже имеем дело со всей возможностью, ядром нашего существования с тем, кто и что мы есть, необходим чистый лист бумаги, все предубеждения должны уйти, все предвзятые верования должны уступить право новой информации, интуитивному знанию решать, что мы думаем, что мы чувствуем об окружающем нас непредвзятым идеям. Это невозможно становится... Что ж, посмотрим, что в этом есть. На основе подтверждений, на основе новой информации, основе того, что я чувствую. И вдруг мы не говорим, это невозможно, я не стану рефлекторно это отбрасывать, мы рассмотрим это внимательнее. И рассмотрев внимательно, как мне самому приходилось наблюдать, то, что кажется полным бредом, на первый взгляд, начинает приобретать форму и глубокое содержание. Поскольку мы, всевозможность, а если мы твердим, возможно только это, возможно только то, это невозможно, мы не оперируем изначальными возможностями нашего бытия, то есть всевозможностью, мы редактируем происходящее, мы ограничиваем себя, мы оказываемся в застенке разума. Это время выбора, во многих смыслах, между головой, интеллектом. Не то, чтобы разум потерял свою роль, нет, это выбор между засилием разума и сердцем, знанием, интуицией. Моя жизнь изменилась больше, чем когда-либо, 20 лет назад, когда я решил, что если придется выбирать между моим интуитивным знанием, которое мы довольно ясно ощущаем в районе сердечной чакры, и моим разумом, то я не пойду на поводу своей головы, я прислушаюсь к своей интуиции. Это изменило мою жизнь. Это позволило мне следовать этой стезе, потому что, скажу вам, за эти 20 лет подобный выбор вставал передо мной не раз. В начале этого пути не очень долго, моя голова была просто в шоке. «Что ты собираешься сказать?» «Что ты собираешься сделать?» «Ты что, шутить вздумал?» «Нет, нет, не в этой жизни!» Но я размышлял, «Нет, я чувствую, что нужно поступить так, именно так». И следовал за этим, и в результате вы идете этой дорогой энергии, вслед за интуитивным знанием, что приходит вместе с этим. И поскольку интуиция, знание, приходит с других уровней осознания, находящихся выше реальности пяти чувств, это означает, что для реальности пяти чувств, для остального мира, некоторые ваши поступки, продиктованные интуицией, выглядят, и я думаю, я вероятно пример этого, выглядят поступками сумасшедшего, ненормального лунатика, опасными и непонятными. Далее, поступая таким образом, когда вы получаете подобную ответную реакцию, голова, разум пытается отстоять свой авторитет до сего момента непререкаемый. Он скрещивает руки на груди и говорит, вот видишь, видишь, что происходит, когда ты не прислушиваешься ко мне, видишь или нет? Видишь, сколько сразу проблем? И как бы, да, окей, и ты возвращаешься к разуму. Но если настоять на своем, принимая как должное результаты выражения своей уникальности, выражения своего интуитивного знания, вдруг, наконец, начинает происходить немало хороших, нередко замечательных вещей, случающихся, не вопреки тому, что ты сделал, как это обычно бывает, а наоборот. И затем разум, интеллект смотрит на все это и говорит, ну-ка, погоди секунду, это бывает, создает проблемы, но наконец, срабатывает как надо. В результате, ваша голова и ваше сердце, знания, интуиция объединяются. Объединяются. В войне между ними приходит конец. к нам возвращается целостность, где разум служит сознанию, вместо служения самому себе, и уже много лет прошло с сих пор, как моя интуиция и моя голова имели разногласия. Это невероятная вещь, поскольку вначале ты размышляешь так, чувствую, надо поступить так, ты не сделаешь этого, ни за что. Нет. Но через некоторое время, когда разногласия уходят, чувствую, надо сделать это. И голова кивает, окей. И это совершенно иной образ взаимодействия с внешним миром. Война прекращается. И это доступно каждому из нас. Но главное, принимать все как есть. Нужно встретить лицом к лицу ситуацию, в которой мы оказались, только тогда мы сможем что-то сделать с этим. Во-первых, мы должны понять, что до сего момента мы были рабами, уверенными, что свободны. Так что первая стадия осознания этого факта, тогда мы сможем что-то изменить, поскольку принимаем ситуацию как есть. Вторая стадия, выбор свободы вместо рабства и готовность к необходимым действиям для достижения этой свободы. И если мы делаем это, то делаем в полную силу. Происходит сдвиг в нашем энергетическом поле. Вместе с этим сдвигом, то, что я называю магнитным притяжением, энергетическим полем человеческого тела, меняет волновое выражение нашего состояния бытия, ментального и эмоционального. Вы можете сказать духовного. И как следствие, наше состояние, выраженное в виде волнового поля, притягивает к себе другие вибрационные поля, сходные по частоте. Мы называем эти поля людьми, местами, ситуациями, образами жизни, работой, возможностями или их отсутствием. Так что, когда происходит этот сдвиг, поскольку мы сказали, мое намерение неизгибаемо, намерение, желание освободиться, прекратить свое жалкое существование, я не собираюсь и дальше оставаться рабом. Я предприму все необходимое для понимания того, кто я на самом деле, где я на самом деле, и неожиданно происходит этот сдвиг энергетического поля, и мы начинаем притягивать новых людей, новые места, ситуации, возможности и так далее, сходные с новыми вибрационными особенностями, противоположными старым. Этот момент, а я испытал этот звездный час всерьез, и на публике, вы переживаете этот сдвиг, будто ваша жизнь разваливается на части, могут прекратиться давние связи, вы можете потерять работу, поменять место жительства, можете, как и я, пройти через массовое смеяние, но если мы понимаем, что происходит, старое энергетическое поле, старые ты, старые намерения, старые образы осознания, все, что связывалось с прошлой жизнью, сдвигается, начиная тянуть нас к совершенно другому вибрационному выражению нашего я. В этот переходный период, когда происходит сдвиг, старый образ жизни просто рассыпается в прах, но если вы хотите менять свою жизнь, то ее прежняя форма должна разрушиться, если она не может стать на службу новой. То есть, когда мы выбираем свободу, трансформация может оказаться серьезным вызовом. Ныне это проще, поскольку все больше и больше людей проходит через нее, мы начинаем понимать этот процесс. Я чувствовал себя таким образом так много раз. Я поднялся на вершину холма, где-то на юге Англии, на юго-западе Англии, потому что не хотел никого напрягать. Я поднялся на вершину этого холма посреди нигде и вложил в крик все свое разочарование. Я знаю, что значит это изображение, да и многие другие тоже, но это разрушилось старая жизнь, чтобы новая могла взять вверх. Это время познания себя. Не того себя, каким нам сказали быть, но того себя, кем мы являемся на самом деле. Этого самого себя. Все, с самого начала, мое рождение, мои предки, мои дети, моя супруга, все сошлось вместе, одновременно. Я видел все, что имело отношение ко мне и к тем, кто собрался вокруг меня. Я знал все, что они думают, о чем они думали раньше, что происходило когда-то, что происходит сейчас. Времени не существует, нет никакой последовательности событий, ограничений, подобных расстоянию, времени, месту. Я мог оказаться, где бы ни пожелал, одновременно. Вот кто мы есть. На самом деле, и именно это система контроля пытается скрыть от нас. Далее. Наиболее эффективно процесс перемен будет идти, если перестать идентифицировать себя с тем, кто мы, согласно системе контроля, с маленьким человеком. Перестать смотреть в зеркало, думая, это отражение я, это все, что я из себя представляю. Смотреть на самих себя через микроскоп. Вот кто я. изменить точку наблюдения с я, Дэвид Айк, человек, родившийся в Лестере, Англия в 52-м году, на я, бесконечное сознание. Все, что есть, когда-либо было, будет и может быть. Все возможности. Бесконечная любовь, переживающая приключения посредством этой линзы, в этой реальности, кого остальные зовут Дэвид Айк. И еще раз, с тех пор, как мы выбираем новую точку обзора вместо старой, происходит фантастический сдвиг в нашем энергетическом поле. И мы разбиваем твердое состояние осознания, которое держит нас в мыслительном и эмоциональном рабстве. Все начинает меняться, когда мы сдвигаем с места наше чувство самоидентификации. Вот почему система контроля старается не допустить этого. Она в состоянии с этим справиться, только если мы маленькие люди. И это развилка на дороге. Или мы решаем жить как сознание, или как разум, как все, что есть, или как маленький человек. Этот выбор определит мир, в котором нам жить дальше. Побег из ящика. Это ящик, ящик из вибрационных полей. Выход за пределы того, что называется когнитивный диссонанс, когда мы лжем сами себе. Когнитивный диссонанс, это, если вы не сталкивались с этим понятием, исключительно мощный механизм контроля, когда мы имеем убеждение о самом себе или мире в целом, о какой-либо ситуации и не желаем его менять. Когда мы встречаем информацию или переживаем события, бросающие вызов этому убеждению, когнитивный диссонанс, это то беспокойство, когда наша система верования находится под угрозой исходящей от новой информации или опыта. Если это правда, значит ваше мнение неверно. И затем мы выдумываем эти невероятные истории, рассказывая их самим себе, чтобы убедить себя, что новая информация не может быть правдой и защитить свою систему верований. Когнитивный диссонанс мог бы быть полезным, если бы заставлял вас смотреть на ваше мнение в свете нового опыта или новой информации, изменяя его соответственно, он был бы полезен. Большинство людей стараются сохранить систему верований в таких обстоятельствах. И нет здесь лучшего примера, чем общество скептиков. Не слышали о них? Общество скептиков. Откромешный. Их адрес когнитивный диссонанс точка ком. Отвечаю. Я дискутировал с некоторыми из них в телевизионных программах, и один из них ёрзл, ёрзл в кресле, словно в пляске святого Витта, как любила это называть моя мама. Когда вы просто не можете сидеть на месте, настолько он страдал от когнитивного диссонанса, вызванного услышанной информацией, настолько противоретившей его убеждениям, что он чуть не сходил с ума. Вот почему мы сталкиваемся с людьми, выдающими эти удивительные истории, в попытке объяснить, почему что-либо не бросает вызов их системе убеждений. Так что снова, отчасти, чистый лист перед нами, возможность для когнитивного диссонанса служить нам индикатором правильного взгляда на систему убеждений, вместо того, чтобы до посинения цепляться за старое. Ещё, мы пытаемся не смотреть правде в глаза, ведь если мы не делаем этого, не нужно ничего менять. Переходите границы отрицания происходящего в вашей жизни и в мире, и начинайте смотреть на вещи в истинном свете, а не такие, какие есть, ведь пока мы не начнём смотреть на вещи подобным образом, вместо попыток найти возможность выдать желаемое за действительное, мы не станем ничего менять, поскольку отрицаем необходимость что-либо менять. Всё таково, каково оно есть, и нам нужно признать это. И важно отметить вот что. Эта система контроля, созданная рептилиями и все её проявления, не является всемогущей, не является всесильной. В действительности она просто тупая. Согласитесь, большая разница между умом и мудростью. Исключительно умно создать атомную бомбу, но совсем не мудро это делать, разница порядочная. Они очень умные люди, но они и тупые, а ум без мудрости и самые разрушительные силы на Земле, вот почему они такие, какие они есть. Они в состоянии контролировать человечество только потому, что заперли нас в ящике, которые меньше того, в котором заперты они сами, по причине их ментального и эмоционального состояния, страха, жажды контроля из-за этого страха и так далее. Они в ящике из вибрационных полей. Они не могут выйти. Они не в состоянии получить доступ к более высоким уровням осознания по причине их ментального и эмоционального состояния, что держит их в твердом состоянии осознания, в страхе. Их страх проникает и в нас посредством этого коллективного разума. По этой причине единственный способ манипулировать нами и контролировать нас, Это поместить нас в ящик, меньше, чем тот, в котором находятся они сами. Вот к чему подавление и сокрытие всех возможных знаний. Но открываясь истинной природе самих себя, мы получаем возможность доступа к областям, им недоступным. Только потому, что они технологически и интеллектуально развитые, не следует, что они имеют власть над нами, что они всесильны и всемогущи. Совсем нет. Они в отчаянии. Они в отчаянии из-за того, сколько их в сравнении с количеством, которое они пытаются контролировать. И еще одно. Я часто пользуюсь этой аналогией. И я говорил раньше, что нам не нужно искать просветления. Нам достаточно взломать программу, замутняющую просветленность, присущую нам изначально. И доказательство того, что мы способны на чудо по своей природе в том, что в системе контроля приходится вываливать на нас все, что у нее под рукой. Посмотрите, химикаты в продуктах, электромагнитный суп вокруг нас, программирование через СМИ, разрушение образования, подавление психики, всю эту хрень, им приходится вываливать на нас, чтобы держать в подчинении. Это словно... Мне нравится эта аналогия. Когда вы хотите заставить мяч, плавающий в емкости с водой, находиться в несвойственном ему состоянии, вроде того, в котором находимся мы с вами, то вам придется удерживать его на дне, поскольку его естественное положение на поверхности воды... Вам необходимо держать его на дне, ведь как только вы его отпустите, и он всплыл, вернулся к естественному состоянию. Символически, нас держали на дне всем этим дерьмом, вываливаемым на нас от колыбели до могилы. Тот факт, что системе требуется столько усилий, чтобы держать нас в угнетенном положении, свидетельство величия и гения нам присущего в прошлом и уверен в будущем, говоря мы, я имею в виду человечество. Возможности системы контроля для нашего подавления ослабевают, и по этой причине мы должны снова всплыть на поверхность, не обретением просветления, но исключением того, что удерживает нас от него на дне. Перевел Святослав Макаров. Текст читал Lord32x. Специально для Unseen Matters. Лев уже не спит. Часть 4.2. Восстаньте словно львы. Бойтесь. Приближается огромный монстр. Вот широчайшее пространство, где они контролируют нас. Они кормят нас этим страхом, страхом, страхом. Я уже говорил, полтора миллиарда людей в Китае контролируется горсткой людей из-за страха бросить им вызов. Все эти чертовы овцы и два пастуха, еще один там сзади. Эти овцы, символическое изображение человечества, могут контролироваться только таким образом, потому что они подчиняются пастухам, а овчарка символизирует страх. Что если бы эти овцы, вместо бе-бе-бе-бе-бе, куда скажут, а если нет, то гав-гав, о, страх, о, след за тем, кто впереди, за системой контроля, за пастухом, о, он главный, у него палка, ой. Что если бы эти овцы сказали, я не стану больше топать за ним вслед. И, эй, чувак, гав твою гав, закрой пасть, я тебя больше не боюсь, понял? Я в эту сторону, а я в эту, а я сюда, а я туда пойду, кажется, там свежая зелень. И вдруг этот гурт или стадо, как вам больше нравится, разбежалось. Ведь каждая овца выражает свою уникальность, не опасаясь последствий. Эти пастухи, по определению всемогущие, лишены какой-либо власти. Вообще. Они никогда не могут найти большинство из этих овец, тем более поймать. И с человечеством то же самое. Нас ведь так много. И да, потому что мы подчиняемся им, боясь бросить вызов системе контроля, несмотря на то, сколько нас, несколько человек контролируют множество людей. У нас есть власть. Но мы почему-то отказались от нее. Давно пора это понять. Боже, ответы на вопросы здесь, перед нашими глазами. Безумие продолжать делать то же самое, ожидая иного результата. Альберт Эйнштейн. Абсолютно верно. Что ж, это очень, очень определенно, что если что-либо и может измениться, в смысле контроля, подавления и прочего, то лишь если мы перестанем делать одно и то же, а именно молча потакать из семи контроля. Мы всевозможность. То, что мы делаем, повторяя одно и то же раз за разом, это одна возможность. Давайте выражать свою уникальность и уважать право каждого на ее выражение. Мы всевозможность, одна из возможностей, плыть против течения. Давайте попробуем. Давайте уважать право каждого делать это. Нам нужно прославлять разнообразие. Разнообразие — выражение всевозможности. А непротивление и конформизм — оскорбление для всевозможности. И да, система хочет, чтобы мы подчинялись правилам. И знаете, даже овцам нужна овчарка, чтобы держать их в подчинении. Люди хуже овец, потому что мы сами держим друг друга в стаде. Мы обходимся без овчарки. Наши овчарки называются родители, учителя, политики и будь как все. Когда мы думаем о выражении своей индивидуальности, мы не думаем, что подумает Джордж Буш или что подумает Барак Обама. Нет-нет. Мы размышляем, что подумает моя мать, что подумает отец, что подумают соседи, что подумают мои друзья, что подумают коллеги по работе. Другими словами, что другие люди, выбравшие жить в этом загоне для скота, подумают о том, что я сваливаю оттуда. Это словно ты сидишь в тюремной камере и находишь путь наружу. И вместо охраны, чтобы не дать тебе удрать, на тебя набрасываются другие зэки. Вот что мы делаем. Если мы хотим стать теми, кем действительно можем быть, и чтобы другие уважали наши права отличаться, нам придется уважать право других быть другими в той же мере. Ведь когда мы уважаем право других людей отличаться и выражать свою уникальность, мы даем им свободу и помогаем стать свободным обществу. Мы контролируем друг друга все время посредством насмешек, посредством осуждения. Нам необходимо жить в мире с людьми, имеющими другие взгляды, выражающими другие образы жизни, нежели мы сами. Даже если нам это не нравится. Это взломает систему наблюдения овец за овцами. Всего несколько человек осведомлены полностью о том, что такое система контроля. И им нужно, чтобы население контролировало само себя. Их слишком мало, чтобы делать это самим. У меня простая философия жизни. Очень. Делай, что пожелаешь, пока не навязываешь это другим. Так просто. И все. Я слышал от многих, что это будет анархия. Что насчет людей, убивающих друг друга? Что ж, я думаю, что убийство могло бы в общем констатировать факт защиты от попытки навязывания чьей-то воли другому. И стоит лишь представить себе столь простую философию. Это переписывает все законы. Даже необходимость в них. Нам не нужен закон, говорящий, не уби, если вы не навязываете себя другому. Это осуществимо. Знаете, если Генри Киссингер хочет принести в жертву Джорджа Буша, пожалуйста, раз вы оба не против. Потому что когда вы покидаете свое тело, вы узнаете истину, идиоты. Может, научитесь чему-то путному своей вечности. Я начинаю вмешиваться только когда они хотят навязывать что-то другим, нежелающим, чтобы им это навязывали. Вот что пытается сделать система контроля. Вот почему я вмешиваюсь в это. Но выражаете, выражаете себя, если никто не против. И мы не навязываем ничего другим людям. А еще у нас есть это или-или. Кто-то хочет устроить рейв вечеринку, а кто-то не желает, чтобы ему докучали шумом и беспорядками. И мы решаем. Тишина разрешена, рейв запрещен. Это и есть или-или. В обществе сознательном сказали бы, окей, давайте попробуем разобраться, окей. Они хотят пошуметь. Почему нет? Вполне понимаю. Они хотят вечеринку, музыку повеселиться, окей. Тогда давайте найдем такое место, где они получат то, чего хотят, и не помешают кому-то выспаться. Таким образом, они получат то, чего хотят, никого не побеспокоив, и все окажутся в выигрыше. Это или-или. Кто-то должен выиграть, значит, кто-то проиграет. Получается, кто-то может выиграть. Это сознание, принадлежащее старой эпохе. Победитель, победитель. Победа, победа. Вот новое сознание. Я встаю на стол, чтобы напомнить себе, что мы всегда должны стремиться смотреть на вещи с разных точек зрения. Отсюда мир кажется совсем другим. Вы мне не верите? Идите, посмотрите сами. И это действительно так. Когда вы меняете точку обзора, мир выглядит иначе. Когда мы перестаем упорно сканировать его из одного и того же угла, откуда все всегда выглядит одинаковым. С более высокой точки обзора вещи выглядят совершенно по-другому. И мы имеем возможность прорваться к вечному сознанию. Очистить наш разум. Еще один аспект. Еще один слой луковицы. Это не важно. Бог мой, как часто мы придаем значение вещам, значение не имеющим. Это создает невероятный хаос в нашей голове, в наших эмоциях, погружая нас в низковибрационное рабство. Я, кажется, называл это осмыслением на смертном адре. Вы лежите при смерти, ну, ваше тело, не вы сами, и вам осталось жить 10 минут. Скажите, оглядываясь назад, что в вашей жизни действительно имело значение? Помнишь, в 2004, когда тот козел подрезал тебя на светофоре, и ты выскочил из машины, крича, «Куда прешь?» И он тоже вылетел и полез в драку. Это сейчас важно? Нет. Фокус в том, чтобы быть уверенным, что это не важно изначально. Сделать подобное отношение повседневным. Это не важно. Мы злимся, срываемся, мучаемся, переживаем по всякому поводу. Люди боятся идти к дантисту, затем возвращаются от него, говоря, «Да, ничего особенного». Что значит «ничего особенного»? Ты боялся пойти туда три недели. Не мог ни о чем думать три недели. Не говори мне ничего особенного. Чушь полная. Это позволяет найти время на то, что действительно важно. Действительно важно любить друг друга, заботиться, быть добрым друг другу. Важно выражать наше истинное величие бесконечного гения, не подчиняясь бессмысленным вещам, которые мы так серьезно воспринимаем. Если оглянуться, насколько многие вещи, что злили и расстраивали нас, волнуют нас сегодня так же сильно, и они и тогда особо ничего не значили, вот в чем дело. И еще это, что я давно называю причесыванием зеркала. Причесывать зеркало – странное занятие, ведь вы хотите изменить прическу, а причесываете зеркало. Естественно, ваша прическа не меняется. Вы должны расчесывать волосы, чтобы зеркало это отразило. И этот, так называемый внешний мир, как это зеркало, его даже нет там. Это проекция отсюда. Если мы хотим изменить этот, предположительно, внешний мир, надо начинать отсюда. Это точно, как если это экран в кинотеатре, и мне не нравится фильм, то я буду стоять здесь и кричать «Долой» на экран. Ничего не изменится. Мне придется пойти туда, где стоит проектор, заменить катушку, и тогда изменится и фильм, ведь это следствие того. И система контроля иллюминатов в восторге, в действительности поощряя нас верить, что мы можем изменить мир и наши жизни, крича на экран. Они хотят, чтобы мы причесывали зеркало, поскольку знают, что это ничего не изменит. Вот где что-то можно изменить, и мы соединены с этим через то, что мы называем подсознанием. И именно в подсознании мы взаимодействуем с этой волновой структурой, социальный разум живет видимым, голографическим миром, декодированным миром. Поэтому вот, где нам необходимо что-то менять, ведь как только луч проектора попадает на экран, голография декодирована, фильм на экране, все, дело сделано. Ни того уже не изменить, ни этого. Нужно менять это до декодирования видимую голографическую реальность. По мнению некоторых людей, чьи выкладки мне попадались, 98% решений, принимаемых человеком, осуществляются подсознанием, бессознательным. Я бы пошел дальше, сказав, что 100% решений человека осуществляются бессознательным. Сознательное просто переживает опыт их принятия. Но сознательное может взаимодействовать и работать как одно целое с бессознательным, если начинает понимать, как устроена реальность. Как нам понять, что происходит в бессознательном, чтобы суметь внести свою лепту в изменение этого при помощи того, что я называю языком жизни. Видимый голографический мир опыта — это зеркало исходной информационной структуры, другими словами, нашего бессознательного, во многих смыслах. То, как он выражается, этот язык жизни, говорит нам, что происходит в бессознательном. Следовательно, мы можем играть в одной команде, бессознательная и остальная часть личности, в изменении, в понимании происходящего, в бессознательном, выражающегося как опыт в сознательном голографическом мире. Например, не повторяются ли одни и те же вещи в нашей жизни снова и снова. Ты не поверишь, это снова случилось. Почему это происходит с тобой снова и снова и никогда не случается с ним? Что в тебе провоцирует это? Что язык жизни говорит тебе посредством того, что ты постоянно переживаешь? Почему что-то не работает в твоей жизни, а с этим человеком все наоборот? Что это говорит тебе? Что в тебе не дает этому работать? Что в других людях помогает этому работать? Язык жизни. И вы могли бы начать читать его, принимая ответственность на себя, вместо того, чтобы вечно повторять, «Боже, я такой невезучий, со мной никогда ничего такого не происходит». Взять на себя ответственность, власть. Почему это происходит со мной? Что такое во мне? Из-за чего это происходит со мной, а не с ними? Это язык жизни говорит с нами. К примеру, один из моментов, полностью контролирующих человеческий опыт, это жажда результата. Мы — всевозможность. Если мы живем как всевозможность, как наше истинное «Я», мы течем, течем вместе с течением жизни. У нас не было цели, потому что мы — всевозможность. Мы течем, куда хотим, куда нас несет жизнь. Как только вы определяете для себя цель, «Я хочу этого». Вы прикрепляете себя к единственной возможности. И если эта возможность не случается, вы расстраиваетесь. Несмотря на то, что вы — всевозможность, и свободно плыть, куда душа желает, «Вот кем я хочу стать!» Это похоже на дверь. И люди идут по жизни и стучат в нее. «Я хочу быть этим! Это моя цель!» Жизнь проходит, дверь не открывается и не открывается. Разочарование, злость, «За что это мне?» Может, он поймет, если мы установим решетку на дверь, но вы все равно продолжаете. Это моя цель. А все это время там немного в стороне, другая дверь. Настя ж приглашает. «Эй, заходи, без проблем!» «О нет, вот кем я хочу быть!» Жизнь идет. Одна дверь открываться не желает, а другая зовет сюда. Но поскольку у нас есть цель, это означает, что она контролирует нашу жизнь. И я уже говорил, это подавляет нашу жизнь. У меня нет цели. У меня нет цели. Я хочу встать утром и не думать о каком-то результате. У меня нет особой цели в жизни. Я просто иду, куда она ведет меня. Ожидание результата — это ограничения, предвзятые мнения. Намерение — вот исключительно мощно изменяющая сила. Это мое намерение. Эта энергия идет туда, наружу, и при помощи, как я говорю, вибрационного магнетизма, притягивает к нам то, что нам необходимо, чтобы достичь выполнения этого намерения. Не по часу в месяц, но постоянно и всегда, и каждый раз. И когда в нас есть это намерение, я хочу быть по-настоящему свободным, истинным величием того, кем могу быть, хочу знать, что происходит в мире, и понимать это. И это самое намерение, если вы на деле, не на словах, иначе бесполезно, и тогда это намерение начинает притягивать к вам новых людей, места, опыт, позволяющие достичь его выполнения, и часто это весьма серьезные испытания, и вся ваша жизнь, старая жизнь, начинает разрушаться в результате этого. Немало людей говорит, если это просветление, то я пас, и мы возвращаемся к старой жизни. Но намерение, если оно серьезно, это первая стадия трансформации наших жизней от того, кто мы есть, к тем, кем могли бы быть. Важно в этом смысле синхронизировать намерение с тем, что жизнь, язык жизни говорит нам. Потому что, если вы стыкуете намерение с дверью, не желающей открываться, вы можете пережить очень жесткий опыт, называемый разочарованием. Потому что намерение не может открыть эту дверь, если она не должна открываться, поскольку это не ваше, не ваше направление. Плыть значит двигаться, остановиться значит застрять. Или, по крайней мере, взгляните еще раз на то, что вы пытаетесь делать, как вы это делаете. Возможно, вы что-то не так делаете, что и мешает вам плыть дальше. Но в конце концов, жизнь не должна быть полосой препятствий, а потом вы просто умираете. И она не задумывалась, как череда разочарований и барьеров. Мы должны плыть, это в нашей природе. И если мы застряли, значит, язык жизни что-то говорит о нас. Почему не плывем дальше? И что интересно, я испытывал это так много раз, и знаю другие тоже. Как только вы осознаете, что именно опыт вами переживаемый, а он может и не из приятных, говорит о вас, вы признаете это, перемещая в сознательную сферу. Происходит энергетический сдвиг, и проблема исчезает. Заноза в задницу улетучивается из вашей жизни, поскольку вы осознали его, вы поняли язык жизни, и значит вам нет необходимости переживать это снова. Придите к осознанию этого, и неприятность исчезнет. Взятие на себе ответственности исключительно фундаментальный этап этой трансформации. Карл Юнг, известный психолог, сказал, люди сделают все возможное, неважно, насколько абсурдное, чтобы избежать встречи лицом к лицу со своей душой. Нежелание взять на себе ответственность яркий пример отказа от присущей нам власти. Когда мы говорим, это все твоя вина, что я оказался в этой ситуации, будь оно коллективно или индивидуально, мы говорим, я не имею власти над моей жизнью, ты управляешь ею. Взять на себе ответственность это вернуть себе власть, говоря, окей, я беру на себе ответственность за это, потому что у меня есть власть, силы изменить это. Они не несут ответственности за это, нет. Они всего лишь язык жизни, говорящий со мной о моей ответственности, поэтому я не буду пытаться кого-то обвинять. Это моя ответственность, и мне с этим разбираться. Когда мы поступаем таким образом, мы возвращаем себе власть, мы в силах что-то менять, иначе мы идем по жизни как жертвы других людей и обстоятельств. Это означает, что мы бессильны, ведь мы маленькие люди, и мы спрашиваем себя, почему я, за что я терплю все это? Что ж, посредством вибрационного притяжения, вибрационного магнетизма, выражение нашей сущности исходит от нас, затем возвращаясь в виде новых встреч, опыта, событий, работы, всего, одним словом. Следовательно, что исходит от нас, к нам и притягивается. Почему я? Потому что мы и создаем это. Не бывает везения или невезения. По какой причине кто-то побеждает? Потому что кто-то проигрывает. Потому что одни притягивают к себе это, а другие то. Вы наверняка знакомы с людьми, которых встречаешь, они причитают, в моей жизни ничего не происходит. Спрашиваешь у них, а что бы вы хотели, чтобы происходило? А они, да я в общем и не знаю. И это, я в общем и не знаю, исходит как волновое информационное поле и возвращается в виде жизни, в которой ничего не происходит. Почему? Потому что вы в общем и не знаете. То есть мы не жертвы, мы думаем, что мы жертвы, и система контроля хочет, чтобы мы верили, что мы жертвы. Потому что тогда мы не станем ничего делать, чтобы изменить факт, что мы не выражаем силу, нам присущую. Почему я? Спроси тебя, поскольку это твой выбор. Это твой выбор, это мой выбор, в смысле, там нет парня, с АК-47, в другом измерении, говорящего нашему сознанию, «Но-ка полезай в это тело или пристрелю». И точно так же, попав сюда, мы притягиваем к себе, что притягиваем. А когда мы берем на себе ответственность за это, то перестаем притягивать к себе это. Почему я? Это как сказала Пифи в фильме «Матрица». Ты уже сделал выбор, теперь ты должен понять его. Ты пришел сюда не для того, чтобы сделать выбор, ты его уже сделал. Ты здесь, чтобы попытаться понять, почему ты его сделал. И как мне было сказано через экстрасенса 20 лет назад, в ревностном поиске нет необходимости. Путь уже обозначен. Ты должен просто подбирать ключи. Мы ведем тебя по намеченной тропе. Если мы попадаем в ловушку разума, ловушку ограничений разума, мы не можем идти по этой тропе. Ведь разум говорит нам всем, «Нет, ты не будешь делать этого в этом мире, потому что ты должен делать вот это». И мы подчиняемся и пошло-поехало. Разница в том, что когда мы выбираем тропу, по которой мы хотим путешествовать в этой реальности, то, что называем жизнью, мы делаем это, исходя из той перспективы восприятия. Когда мы пытаемся понять, почему мы предпочли этот выбор, мы делаем это, исходя из нынешней перспективы восприятия. То есть то, все видит на одном уровне, а здешнее говорит, «Я согласился на это, ты, похоже, шутишь». Ни за что. Поскольку это восприятие видит все в совершенно ином свете. То же самое коллективно. Почему мы? Почему мы здесь, в это время, сейчас, когда происходит этот переломный момент? То же самое. Вы уже сделали выбор, теперь вы должны понять его. Вы пришли сюда не для того, чтобы сделать выбор, вы его уже сделали. Вы здесь, чтобы попытаться понять, почему вы его сделали. вместо того, чтобы жаловаться на ситуацию, в которой оказались. И еще раз, это сознание сделало выбор, а это разум пытается его понять. Как только вы прорываетесь от разума к сознанию, вы начинаете понимать, что происходит, потому что видите переживаемый опыт совершенно другой перспективы. Например, разум, во время путешествия по символической реке, разум видит следующий поворот ее русла, не более того. Сознание видит всю реку, от истока до моря. То есть, сознание видит и переживает каждый момент, переживаемый разумом опыт, совсем иначе, нежели видит его разум. Представьте, что вы плывете вниз по реке на Каноэ, вдруг обнаруживаете течь, и гребете к берегу, потом сидите на берегу злой и разочарованной. Почему я? Почему я такой невезучий? И тут мимо проходит местный парень, говоря, «Эй, чувак, ты суровый, везучий пацан, там дальше нифиговый водопад, зато излучены реки». Мы даже можем переписать то, что нас ждет, прислушиваясь к интуиции, ведь получая к ней доступ, мы подсознательно знаем, знаем, «Хватит на сегодня, я не стану торопиться сегодня дальше». И голова может сказать, «Но ты должен». «Хватит на сегодня». Настолько многого мы можем избежать, следуя своей интуиции. Зачем мы здесь? Все мы. Мы здесь, чтобы развеять чары. Мы здесь, чтобы разрушить чары над коллективным человеческим разумом. Что за великая честь, великое право сыграть свою роль в этом? Разрушить эти чары, остановить перевращение нашего приключения в подобное. В течение нескольких последующих лет, я уже говорил, они будут вываливать на нас все, что найдется под рукой с отчаянием загнанной крысы, пытаясь держаться за систему контроля, которая разваливается. Вот где нам необходимы перспективы из точки обзора. Я сознание — это мое приключение. Поскольку это многое, упростит в процессе трансформации и принятии вызовов. Поскольку из-за того, что они от мира сего и полностью зависят от него, эти люди сочтут эти несколько лет весьма и весьма сложными. Потому как у них не будет более высокой перспективы на то, что происходит, кроме понимания, что все сошло с ума. И, боже мой, что будет дальше? Вот замечательная строчка из одной песни. «Свобода — лишь красивый слог для нечего терять». Как изумительно сказано, когда тебе нечего больше терять, из куколки появляется бабочка. Поскольку именно страх что-то потерять держит нас в рабской зависимости. И когда тебе уже нечего терять, оказывается, что все, что у тебя осталось — это свобода. И это будет исключительный опыт, пережитый множеством людей за время этого периода смены эпох. В тот момент, когда гусеница решила, что жизнь окончена, она превратилась в бабочку. Это изумительно, когда вы, как много людей, рассказывают историю, как они переживали момент глубочайшего отчаяния, а потом что-то появилось, а затем трансформировалось. Больше нечего терять. Свобода. Окей, я просыпаюсь, а что дальше-то? Что ж, я бы сказал, что мы все должны перестать искать себе оправдания. Поймите, мы все можем прийти к заключению, что существует эта система контроля, делающая то-то и то-то, что будет с нашими детьми, внуками, что происходит, и потом длинный список оправданий. Почему мы на самом деле не можем что-то сделать сегодня? Ну, сегодня футбол, и мне нужно вот это сделать и вон то. Нет ничего важнее, нежели фокусировка на происходящем, поскольку все начинается с этого. Что мы можем сделать? Мы можем отказываться, подчиняться при любых обстоятельствах, вне зависимости от законов, давления на вас, налогов и штрафов. Мы не можем отказываться от права демонстрировать свою свободу выражения. Ни при каких обстоятельствах не позволяйте затыкать себе рот. Если бы мы, если бы широкие массы людей поступали таким образом, а это ключ ко всему, что им остается делать? Их совсем немного. Мы можем прекратить фокусировать поклонение на знаменитостях и телевидении, политике и даже спорте. Не то, чтобы я не любил спорт, но только если внимание к нему на периферии, без жесткой фокусировки. Поклонение, это уводит от главного. И это самое большее, что мы можем. Рот человеческий, встань с колен! Почему мы все на коленях? Что вы делаете? Вы все, что есть, было и когда-либо будет. Ради чего все это, черт побери? О, я всего лишь маленький человек. Нет! Если мы встанем с колен, в системе контроля конец. Как сказал Мартин Лютер Кинг, тебя нельзя оседлать, пока ты сам не согнешь свою спину. А еще у нас есть люди в темных костюмах и униформе. Эй, у вас тоже есть дети и внуки, семьи, в конце концов. Что вы делаете, служа системе контроля, стремящейся создать фашистское государство для ваших семей? Что вы скажете своим детям, когда системе контроля удастся установить управление каждой мелочью в их жизни? Папа, мама, деда, бабуля, а что вы делали, когда появилась система контроля? Я помогал ей, чем мог, дорогая. Удачи вам с таким разговором. Что мы творим? Играем свою роль? У меня работа такая. Так найди тогда другую. Мы будем делать подобное со своими детьми, потому что работа такая? Что мы можем? Мы можем отказаться служить системе контроля в униформе и с оружием в руках. Мы можем это. Солдаты где-то там не служат своей стране, не служат своим землякам. Они там служат заговору, старающемуся поработить их народ и их семьи. Как сказал Эйнштейн, основоположники мира без войн это молодежь, отказывающиеся служить в армии. И более подходящее в данном случае, взрослые вне армии, поддерживающие тех, кто отказывается служить этой системе контроля в оформенной одежде. Нет, ты будешь служить своей стране. Вы послужите своей стране. Я не стану этого делать. Так же, как те изумительные молодые израильтяне. Познай себя. Когда ты знаешь себя, когда ты знаешь, что ты сознание, высшее сознание возьмет автомат и начнет стрелять по частицам себя самого. Разум поступает таким образом. Разум воюет. Сознание даже не задумывается подобным. И это касается не только людей в форме, но и борьбы за свободу. К чему это все? Давайте драться за свободу. А давайте, давайте устроим беспорядки в Афинах, давайте убьем человека три из банкиров. Эй, мир теперь стал гораздо лучше. С чем боролся, на то и напоролся. Мы не должны бороться с этой системой, мы должны просто отказаться с ней сотрудничать. Это свидание разумов. Один разум на коне, другой с чем-то в руке, пытаются нанести вред. Две стороны, они один и тот же разум, без сознания. Борцы за свободу, несовместимые понятия. Когнитивный диссонанс. Как сказал Мартин Лютер Кинг, ограниченность бунта, даже без учета морали в том, что они не могут привести к победе, и их участники знают об этом. Отсюда следует, что бунты не революционны, они реакционны по своей природе, поскольку ведут к поражению. Бунт несет эмоциональный катарсис, но обязательно оставляет послевкусие бесполезности. Им нужно, чтобы мы бунтовали. Это лишь обуславливает усиление контроля. Тем более, не следует вкладывать в это ненависть, иначе мы начинаем играть по правилам, от которых и хотим избавить этот мир. Нам нет необходимости ненавидеть этих людей, достаточно перестать сотрудничать с ними. Ну, знаешь, мы с тобой одно сознание, чувак, я не хочу этого делать, окей, ничего личного, парень отвалил. И еще, у нас есть эти протесты, массовые протесты, я понимаю их, это может сыграть некую роль, но большинство из них просто выпуск лишнего пара. Понимаете, люди выходят на большую манифестацию с плакатами, и они чувствуют свою полезность, потом сидят в баре, говоря, по крайней мере, мы заставили их понять, что мы чувствуем. Что будет дальше до фени? Сколько людей маршировали по Лондону против вторжения в Ирак? И что произошло дальше? Вторжение в Ирак. Протесты ограничены по воздействию. Им все равно, что мы протестуем и ходим по улицам, скандируем лозунги и машем плакатами. Им не все равно, когда мы объединяемся, вне зависимости от цвета, происхождения, пола, сексуальных предпочтений, чего угодно. Отложите наши отличия в сторону и объединяйтесь против того, что влияет на всех, на нас и на наши семьи. Эта система контроля, Оруэллский план, пытается поработить не черных, не евреев, не американский средний класс, не испанцев, не австралийцев, не индийцев, а всех нас вместе взятых. При помощи настраивания населения против себя самого посредством поддельных, смехотворных разделительных линий, вроде расовых, религиозных предрассудков и уровня дохода. САК они разделяют и властвуют на целевой аудитории и могут выдергивать нас поодиночке. Они боятся, как огня, что мы перестанем различать эти линии, объединяясь, выступая вместе с верой в свободу для всех, кто бы мы ни были. Несправедливость где-либо является угрозой справедливости повсеместно. Несправедливость кому угодно, это несправедливость по отношению к нам. Если мы позволим несправедливость там, в конце концов, она придет и к нам, не сомневайтесь. Впоследствии мы будем вспоминать не слова наших врагов, а молчание наших друзей. Молчание – знак согласия. Теперь нас слышно? Молчание и есть согласие. Потому что пока мы молчим по поводу ограничения свобод, ограничения просто продолжают и продолжают происходить. Нашим молчанием мы подчиняемся им, соглашаемся с их появлением. Хватит молчания, хватит немого согласия. Если хочешь быть свободным, не беги и не прячься. Потому что вы можете прятать голову в песок и счастье в неведении, но лишь ненадолго. Вы можете прятать голову в песок, поскольку приближается торнадо. Но торнадо продолжает приближаться, а ваш зад остался снаружи. Но если вытащить голову из песка, взять на себя ответственность, встретив ее лицом к лицу, можно что-то изменить. Счастье в неведении, с головой спрятанной в песок, а потом... ваш зад вертится в облаках. Сила не зависит от физических возможностей, ее источник неукротимой воли. Махатма Ганди. Просто невыразимо, насколько это истина. Мы видим солдат, проходящих через невероятные испытания физической храбрости. Мы это называем героизмом. И те же самые люди боятся сказать «фу, другому парню в форме, у кого больше нашивок на погонах». Не удивляет вас, что физическая сила бывает приходит легко, а сила воли нет. Все дело в лунной матрице, манипулирующей нашим восприятием. Турецкая поговорка. Лев спит в сердце каждого смелого мужчины и каждой смелой женщины, и это, в общем, совсем не смелость. Когда вы отпускаете свой страх, вам не нужна смелость, вам не нужна храбрость. Храбрость – это победа над страхом. А когда вы отпускаете свой страх, поскольку я, все, что есть, было и когда-либо будет, что самое худшее может произойти со мной. Я покину это физическое тело, ограничивающее меня, и стану всем, что есть, было и когда-либо будет, с полным осознанием того, кто я есть. Боже мой, я просто в ужасе, что подобное может произойти. Я не знаю, как мне справиться с паникой по поводу этого. Познай себя. Снова эта повторяющаяся тема. Познай себя. Мы – сознание. Чего там боятся? Смерти? Нет никакой смерти. Мы просто откладываем в сторону телескоп. Мы можем встретить это со страхом. О, боже мой, полицейское государство! Или мы можем обращаться с ним так, как оно того заслуживает. Мы должны подчиняться. Подчинение! Вот что от нас требуется. Ведь если мы не станем, система контроля будет в отчаянном положении. Посему ей нужно запугивать нас страхом, неподчинением и последствиями, которые из этого вытекают. Да, задержимся здесь на секунду. Что-то в этом не совсем правильно. Когда мы смотрим на эту структуру, мы ищем власть, силу, там, на вершине. Но почему она там? Потому что эти глупцы внизу ее поддерживают. Вот где сила, где власть. Верхушка должна убеждать низы, что у нее есть власть, чтобы те, кто в основании не отобрали ее, разрушив всю структуру. Страх разрушить иерархию питает страх неподчинения. Как только мы покидаем пирамиду, отказываясь с ней сотрудничать, в насилии нет нужды, прошу заметить. Пирамида начинает рассыпаться, ведь это мы ее поддерживаем. Это карточный домик, не более. Как же нам быть дальше? Это карточный домик. Все просто. Людей штрафуют на бешеные суммы за выставление своих мусорных баков не в тот день или в паре лишних дюймов от дороги. А люди говорят, я не понимаю, куда катится мир. Это диктатура большого брата наяву. И что ты будешь делать дальше? Во сколько сегодня танцы со звездами, дорогая? Ужас, что творится, прямо не знаю. Что? Что это изменит? Не говори мне, что это большой брат. Это маленький, маленький, маленький человечек делает это, а не большой брат. Что, если бы тысячи людей, когда кого-нибудь оштрафуют настолько за подобную чушь, и как я говорю, система сует нам в лицо все более и более нелепые вещи, чтобы увидеть, когда мы будем сыты по горло, а если мы продолжаем молчать, впихивает еще больше нелепостей? Что, если бы случилось, если бы кто-то столкнулся с подобным штрафом, а тысячи и тысячи людей в этом районе начали бы ставить свои мусорные баки не в том месте, не в тот день, неделя за неделей, неделя за неделей. Система не смогла бы с этим справиться. Нас слишком много. И я вижу это. Ваш выбор, это ваш голос. Будь услышан. Чушь полная. Как это может быть правдой, если люди, за которых вы отдаете свой выбор голоса и имеющие хоть какой-то шанс сформировать правительство, все стоят на одной и той же почтовой марке политических действий и восприятия. Нет никакого выбора. Мы сейчас достигли момента, когда голос имеет смысл. Только если мы отказываемся голосовать, мы отказываемся играть дальше в эту игру. Что произошло бы во время последних выборов этого фарса, если бы десятки миллионов людей сказали, мы сыты по горло, мы не станем голосовать. Это только поощряет их. Мы не станем голосовать, потому как хотим заявить, что знаем, насколько система коррумпирована, и нас это больше не устраивает. Что бы произошло в первые дни после выборов, когда фокус внимания СМИ и всего прочего звучал бы так? Что происходит? Что вызвало массовый отказ голосовать? Нужно провести обсуждение. Ведь люди отказались голосовать, заявляя, что система прогнила. Теперь она должна начать изменяться, потому что потеряла доверие к себе. Вместо этого, большинство рысью побежало голосовать, потому что они сказали, что если мы не проголосуем, они могут... Это не важно! Они всего лишь маски на одном и том же лице. Что может измениться? Будет происходить та же хрень. Подчиняйся! Нет! Нет! Нет и нет! Нет! Если это порабощает меня и моих детей, отбирая мою свободу, подчиняйся! Выметайся из своего дома, он ушел за долги! Нет! Нет и нет! Давайте взглянем внимательнее, вы не против? Миллионы людей в мире теряют свои дома в пользу банков, становясь бездомными. Давайте пройдемся по пунктам. Почему ты потерял свой дом, мой друг? Потому что не могу платить по закладной. Почему ты не можешь платить по закладной? Потому что потерял работу. Почему ты ее потерял? Из-за банковского кризиса они не справились с этим и моя компания развалилась. А кто забирает твой дом и говорит, что ты должен выезжать? Банки, из-за которых все и произошло. И мы съезжаем. Что мы делаем? Что мы делаем? Нет, мы не съедем, если банки сначала создали проблему, а теперь отбирают, требуют от нас съехать, чтобы забрать имущество. Нет, мы не съедем. И те, у кого не отбирают дома, должны поддерживать тех, кого выселяют. Мы все в одной лодке. Обязательные вакцинации. Нет, нет и нет. Вы должны делать то, что мы говорим. Мы изменили закон. Нет, если вы посягаете на мою свободу и мое право быть свободным гражданином с правом свободного выбора. Нет, нет и нет. Что они могут сделать? Выйдут из резиденции на Даунгинн-стрит, Клэк или его кореш Кэмерон, или этот хренов Обама или кто там у них в Америке и скажут, мы обсудили ситуацию и вот что мы собираемся делать. А что если бы порядочное количество людей сказали, хорошо, но мы не станем этого делать? У них нет власти. Совсем. Их власть в нашем молчаливом согласии. Но вы не можете. Вы не можете нарушать закон. Окей, взглянем повнимательнее. Не против? Между делом, пока я говорю, вытяните руки. Я надену наручники, потому что вот что я от вас слышу. Вы говорите мне. С нами никто не советовался по поводу этих законов. Но мы должны им подчиняться. Хорошо. Что ж, тогда забудьте о свободе. Окей, что если они проведут закон, который скажет, мы отбираем детей в подзу государства? Вы ему подчинитесь? То есть граница все же существует. Граница где-то есть. Вопрос, где проходит эта граница? И если закон не уважает свободу человека, не уважает человеческую справедливость и честную игру, мы не обязаны подчиняться подобным законам. Мы должны отказываться подчиняться. Нам необходимо непослушание. Нам нужен танец непослушанец. Когда мы бьем в другой барабан, танцуем по другой барабан, отказываясь молчаливо соглашаться к системе контроля, имеющей цель поработить нас даже сильнее, чем она уже смогла. Танец непослушанец. Делай это, подчиняйся! Нет? Нет? Но мы должны делать это вместе. И делать это с улыбкой на лице. Мы, сознание, все, что было и когда-либо будет, почему нам не улыбаться? Улыбаться и сочувствовать этим людям, заключенных в клетку разума и пытающихся сделать нас рабами. Но мы должны делать это вместе. Поскольку если мы поодиночке, нас выдергивают и закрывают. Вот что происходит. Я все, что есть, было и когда-либо будет. Вы не можете пожаловать мне мою свободу. Не в вашей власти дарить мне свободу. Не в ваших силах ее у меня отобрать. Поскольку я и все мы и есть свобода. Можно выразиться иначе. Как бы поступило бесконечное сознание? Измените точку обзора. Маленький человек. Все, что есть. Как бы бесконечное сознание поступило в ситуациях, с которыми мы сталкиваемся в сравнении с разумом? Если это неправильно, не делай этого. Если это неправда, не говори этого. Абсолютно верно. Знаете, что может изменить мир за одну ночь? Это если бы мы, как человеческая раса, начали делать то, что считаем правильным и справедливым в сложившихся обстоятельствах, вместо того, чтобы принимать решение, как это делает и всегда делало большинство людей, на основе, что правильно для меня, меня и только меня в этих обстоятельствах. Окей, справедливое не обязательно на данный момент является наилучшим решением, но это справедливое и правильное решение. Если мы начнем делать то, что считаем правильным, сталкиваясь с подобным выбором, вместо того, что наилучшее, по нашему мнению, для нас в этот момент все равно поступать как правильно, для нас в вечности, тогда все изменится. Если мы хотим мир, полный мира, что ж, будем мирными? Это звучит из битта, слишком простецки, но одновременно потрясающе глубоко сказано. Вот какими нам нужно быть друг с другом. Знаете, есть люди, участвующие в антивоенных маршах, кто ежедневно срывает накопившуюся злость в семье и тому подобное. Если мы воюем друг с другом, то коллективные версии точно так же воюют. Коллективно. Если мы хотим мира, давайте быть мирными. Если мы хотим мир, полный доброты, тогда давайте будем добрыми. И это должно произойти ради всего доброго. Должно. Если мы добры друг другу и живем в мире добра. Мартин Лютер Кинг сказал, Трусость спрашивает, не опасно ли это? Целесообразность спрашивает, благоразумно ли это? Тщеславие спрашивает, выгодно ли это? Но сознание спрашивает, правильно ли это? Наступает время, когда ты должен занять позицию ни безопасную, ни благоразумную, ни выгодную, но ту, что является правильной. И когда достаточное количество людей начнет отстаивать подобные взгляды, все изменится. И эта революция не революция с оружием в руках, не революция борьбы, не революция ненависти, это революция восприятия, поскольку меняется все. Ааа, я лев! Значит, я не ягненок, которого я продолжаю видеть в своем зеркале, а мир продолжает напоминать мне, что я им был когда-то. И вот, что начинает обретать выражение. Наша истинная природа, чудеса становятся возможны. Мы вступаем в эпоху того, что мы воспринимаем как чудеса. Это всего лишь более глубокое понимание того, как это все работает. А система должна выйти из строя, когда все это произойдет. Нам предлагают, вибрации истины предлагают нам, в этот момент шанс открыть замок, ключ к нашему разуму, ключ к нашим сердцам, закрытым наглухо, так давно у стольких людей. Ключ к свободе на уровне для нас немыслимом, поскольку пока мы не открылись, не начали расширять наше сознание, мы не можем знать истинной природы свободы как таковой. Это даже не то, как мы воспринимаем ее в этом мире. Хватит! Хватит подавления знания! Хватит рабства! Хватит порабощения множества кучкой людей! Как сказал поэт Шелли, «Восстаньте, спасибо, что пришли!» Спасибо! Давайте браться за дело! Спасибо! Спасибо, что пришли! Спасибо, что пришли! Спасибо! Субтитры создавал DimaTorzok